1964, 5 января 1964. Вечером я приехала к ней, к Западовым, говорить о книге. У меня уже накопились кое-какие замыслы и вопросы. Сижу в Ленинской, о былом и думах не думаю, а перелистываю журналы девятисотых и десятых годов, вылавливаю стихотворения Ахматовой, никогда не перепечатавшиеся в сборниках. Не хочется просто повторять готовые сборники, хочется богаче, богаче. Анна Андреевна может взглянуть теперь на старые свои стихи, когда-то отвергнутые ею, глазами нового возраста и отменить приговор. Да и цензурные требования менялись. Проклятие! Ахматовской библиографии не существует, а глаза мои не выносят мелкого шрифта и поисков, то есть перелистывания. Кроме некоторых вопросов и предложений, я принесла Анне Андреевне номер парижской газеты, где среди книжных новинок упомянут и Мюнхенской реквием. Русские новости, 13 декабря 1963 года, номер 967. В перечне книг, поступивших в русский магазин, указан и реквием, примечание автора. Увидев объявление, она сразу повеселела. Газета-то просоветская, если не прямо посольская. — Значит, реквием легализирован, — сказала она. — И мы с вами вставим его теперь в мою новую книгу. — Да, вставим в новую книгу. Это будет посильнее пустословия на тему о массовых нарушениях социалистической законности во времена культа личности Сталина. — Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. Я предложила назвать всю книгу «Бег времени», дать всему сборнику то заглавие, какое Анна Андреевна и Ника призназначали всего лишь для собрания новых стихов, для сборника столь успешно зарезанного Лисючевским и Кнепович. — Ведь Ахматовский однотомник — это в самом деле памятник бегущему времени. Какой памятник и какому времени? Более полустолетия нового века. — Бег времени. — Фуга темпорум. Эти слова Ахматова, по-видимому, взяла у Горация из его памятника, то есть из ода «Эксеги монументум», сначала для своего четверостишья, что войны, что чума, а затем как заглавие для своей книги. Один из переводов знаменитой «Оды Горация» принадлежит Шервинскому, с которым дружила Анна Андреевна. Именно он перевел «Фуга темпорум» как «Время бегущее». Анна Андреевна могла заимствовать это выражение из его перевода, хотя, несомненно, читала Горация и в оригинале. Примечание редакции, 1996-й. — Анна Андреевна согласилась. — Почем знать, — сказала она лукаво, — быть может, я и в шестьдесят четвертом году что-нибудь напишу, и тогда будет ровнехонько пятьдесят пять с 1909 по 1964. Очень хорошо. — Да, если найдем что-нибудь путное в 1909 году, — подумала я, — пока не находилась. Анна Андреевна достала из чемоданчика и протянула мне великую драгоценность, свой экземпляр всего прежнего бега. Машинопись с ее поправками, с ее пометками на полях и даже с черновиками и вариантами новых стихов. Конечно, никакой машинистке я доверить эти листки не могу. Перепишу все сама от руки, верну экземпляр Анне Андреевне как можно скорее, а потом уже свой отдам перепечатать. — Глаза, глаза! Но о том, как стремительно падает зрение, я Анне Андреевне не говорю. О том, что когда еду теперь в автобусе или в троллейбусе, из окошка почти не вижу домов, словно под землей в коридоре метро, где видишь только огни. — Молчу. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Недавно на остановке я выпала из троллейбуса. Я не вижу ступенек. Не ушиблась, только порвала чулок. Начались бесконечные поиски письма Вигарелли. Я плохая помощница в поисках. Анна же Андреевна всегда сильно серчает на пропавшую вещь, и о серчах не может найти. В чемоданчике нет, в сумочке нет. Ищем вместе на подоконнике, на стуле и даже под стулом. Анна Андреевна в одышке и в негодовании. Наконец, виноватой оказывается какая-то книга, куда письмо было сунуто. Письмо приглашения на июнь в Рим. Там Ахматовой вручат премию Европейского сообщества писателей. Называется «Этна Таурмина». В краткой литературной энциклопедии, том 2, читаем «Европейское сообщество писателей, литературные организации, основанные в 1958 году на Конгрессе в Неаполе и объединяющие более 1400 писателей из 23 стран Европы. В отличие от «Пен-клуба», являются единственной общевропейской организацией, в которую входят писатели как социалистических, так и капиталистических стран. В соответствии с уставом сообщества, входящие в него писатели обязаны всемерно содействовать развитию духа дружбы и сотрудничества между народами. Генеральным секретарем сообщества является итальянский критик и публицист Вигарелли. Международная премия «Этна Таурмина» — одна из крупнейших премий в Италии. На сообщение о премии Ахматова ответила Вигарелли благодарным письмом. Вот оно, в переводе с итальянского на русский. «Дорогой Джан Карло, ваше письмо, уведомляющее меня о том, что мне присуждена премия Таурмины, доставило мне живейшую радость. Я не хочу не блистать остроумием по этому случаю, не прикрываться ложной скромностью, но это известие, пришедшее ко мне из страны, которую я нежно любила всю жизнь, пролило луч света на мою работу. «Прошу вас, дорогой Джан Карло, передать мою благодарность друзьям, остановившим свой выбор на мне, и помнить, что мне было особенно приятно получить это известие именно от вас. В последнее время мои мысли обращались к Италии, поскольку я задумала перевести на русский язык в полном объеме стихи Леопарди, и у меня большое желание побывать снова у вас на родине, чтобы погрузиться в стихию итальянского языка и увидеть дом, в котором жил и творил великий поэт». Сочинение том 2. Страница 308. Точная дата отсутствует, но год 1964. Джан Карло Вигарелли. С 1960 по 1965 год. Один из редакторов итальянского журнала «Еуропа ле Тарария». Примечание автора. «Она поедет. Она снова увидит Италию. Что такое Италия для меня?» Название итальянских городов в правом углу писем Герцена, Тургенева, Толстого. Итальянские стихи Блока. Итальянские впечатления Розанова. С детства Мадонна Литта в Эрмитаже. Венеция в былом и думах Герцена. Венеция в охранной грамоте Пастернака. Все. Вигарелли пишет, сказала Анна Андреевна. Зима промелькнет быстро. Это у них в Риме зима быстрая. А у нас совсем наоборот. У нас старая, добрая, долгая московская зима. Она умолкла и полулегла на постель поверх одеяла. Сердце? Нет. Тагор. Так от него голова болит. Переводишь час, и голова начинает раскалываться. А вдруг, подумала я, выдадут ей такую крупную сумму, что ей более уже не придется переводить. Да еще деньги за бег. Раз Рейквием легализирован, сказала Анна Андреевна, мы можем сделать в новом сборнике целый отдел поэмы. Там будет путем всея земли Рейквием и поэма без героя, вся целиком, наконец. Я ни за что не позволю печатать снова одну только первую часть. Все три части и с лагерными кусками. Я спросила, как насчет венка мертвым. Возьмите карандаш, ответила она и продиктовала. Венок мертвым. Пельнику, Пастернаку, Анинскому, Зощенко, Гесенину, Булгакову, Пунину. «Что скажет госпожа Кнепович?» проговорила она и, пожимая плечами, произнесла скрипучим голосом. «Слишком много мертвых и ни одного воскресения!» Я подумала, если на свете возможно какое-либо воскресение, то вот только такое, Рейквием, венок мертвым. «Слишком много мертвых», — повторила Анна Андреевна уже спокойно, всерьез, и рассказала со слов одного вернувшегося, что Чаренц, сидевший в соседней камере, дни и ночи требовал морфия. О Чаренце смотрите записки том 2, страница 127-128, Нева номер 5-6 и добавила «Мы все так увлечены цифрами, восемнадцать миллионов, двадцать миллионов, что стали забывать о людях. Даже мы с вами забыли. О каждом человеке». «Да, Лидия Корневна, уверяю вас, забыли. А ведь каждый погибал по-своему. Мне кажется, я не забываю, но, быть может, мне это только кажется. Я помню, но мне не дана от Бога та воскрешающая сила, какая дана ей, даже односотая этой силы. Я сказала, что с возмущением прочла когда-то у Толстого, не помню, где кажется, в круге чтения. «Лес по дереву не плачет». Известная поговорка. Смотрите, «Даль. Пословица русского народа», том 2, Москва, художественная литература, 1984, страница 23. Ее приводит Лев Толстой дважды в азбуке и в статье «Так что же нам делать?» Примечание актора. И лесу, по-моему, следовало бы оплакать каждое дерево, а уж человечеству, не дерево, человека, слез не хватит. Плакать можно и молча. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Вошла домработница Оля послать постель на ночь. Анна Андреевна пересела на стул. Я хотела проститься, но она не позволила. «У меня ничего не болит, Тогор прошел, и спать еще рано». «Давайте играть так», — предложила она. «Назовите лучших, по-вашему, поэтов среднего поколения». Я ответила, Самойлов, Корнилов и, судя по единственному известному мне стихотворению, Петровых, может быть, еще Навелла Матвеева, не знаю. «А я по-другому», — сказала Анна Андреевна. «Петровых, Липкин, Самойлов, Корнилов». «Липкин?» Анна Андреевна говорит мне о нем уже не впервые. «Я же не читала почти ничего». «А Кушнер?» — спросила я. «Изящен», — ответила Анна Андреевна. «Интонация непонятная. То ли в похвалу, то ли в порицание». Она повторила. «Изящен». «А Горбовской?» «Стихи из вытрезвителя. Грош цена». Была у нее Багряна, сказала, что переводить Ахматова на болгарское не следует, потому что болгары и так поймут. У меня никакого представления о болгарском нету, но что Шевченко, например, переводить на русское не следует, в этом я убеждена. Конечно, украинское вполне самостоятельно, но близок. Вместо того, чтобы корежить переводом гениальную лирику, следует печатать и для русских шевченковские стихи по-украински, а под строкой переводить лишь отдельные слова. Ну, например, «година» значит «час», а не «год», а слово «рух» — «движение», а «луна» — «эхо». Но зачем переводить на русской? «Шмели над вишнями гудуть». Тут я вспомнила, что Анна Андреевна вообще украинской не любит, а Шевченко никогда не читала. Ей хотелось о болгарах. Ника привела ко мне дивного болгарина. Валерий Петров родился в 1920-м, болгарский поэт, драматург и сценарист. В годы, характеризуемые у нас как годы застоя, когда писать и печататься было трудно, Валерий Петров занимался переводами. В частности, он перевел на болгарский язык все пьесы Шекспира «София», 1970-1981. По-русски отдельной книгой вышли три его поэмы в переводе Самойлова, Корнилова и Олегер «Мальчик с пальчик, в пути, погожей осенью», «Москва», «Гихл», 1965. Некоторые стихотворения Петрова включены в русские сборники болгарской поэзии. К столетию со дня рождения Анны Ахматовой в газете «Литературин фронт» 22 июня 1989 года опубликовано воспоминание Валерия Петрова о его единственной встрече с Анной Андреевной. Примечание актора. «Умный, образованный, блестящий, он мне объяснил, что наши стихи надо переводить на другие европейские языки без рифм, иначе они старомодно звучат. Сейчас вся Европа пишет без рифм, без строф, без всяких признаков формы. Хотелось бы посмотреть, что у них выходит. Я же согласна остаться старомодной. Я напомнила ей про вольные мысли Блока, про ее же эпические мотивы и северные элегии. Рифм нет, точных строф тоже нет, но форма существует безусловная и строгая. Да и в коротких стихотворениях «Когда человек умирает», думали нищие мы, а у Блока «Когда вы стоите на моем пути». Да и у Пушкина вновь я посетил. Теперь так пишут в современной Европе. Почитать бы современных англичан. Да где их возьмешь, современных? 7 января, 64-е. Сегодня мое утро начало с того, что мне позвонил товарищ Черноутсан. Голос суховатый, твердый. Интонации интеллигентные, но сухость, сухость официальная. Этого и следовало ожидать. Чего же другого, собственно, я ждала? Разговоры по душам о поэзии, о стихах Бродского, вздор какой. Инстанции на то и созданы, чтобы игнорировать суть любого дела. Игорь Сергеевич говорил со мною вполне благожелательно, а затем терпеливо выслушал мои возражения. Спасибо ему. Он сказал, что «Редакция вечернего Ленинграда указана, поставлена на вид, за грубость тона и фактические передержки. Произнесены были товарищем Черноутсанам даже такие слова «Статья доносительская». Вот оно что. Нынче и в инстанциях порицают доносы. На этом бы и кончить. Статья грубая, лживая и доносительская. И приступить к оргвыводам. Редактора газеты в шею, авторов статьи под суд за клевету. А нет. С удивлением слушаю дальше. До сих пор все произносило в соответствии со здравым человеческим смыслом. Далее съехало в причудливую бюрократическую ахинею. Он, товарищ Черноутсан, позвонив в Ленинград, выяснил. Бродской вел дневник, и в этом дневнике встречаются антисоветские высказывания. Кроме того, общественность, то есть Гранин, председатель комиссии по работе с молодыми, дал о Бродском отрицательный отзыв. Союз писателей создал особую комиссию, опять комиссию, в таком составе Олег Шестинской и Ильяшевич. О Шестинском не знаю ничего, об Ильяшевиче только дурное. Аркадий Павлович Ильяшевич родился в 1921-м, автор многих критических статей и книг, посвященных современной советской литературе. С 1960-го года он член редколлегии журнала «Звезда». Критическое кредо Ильяшевича было в 60-е годы таково. В нашей литературе метод социалистического реализма даже в трудную пору продолжал жить и развиваться. Смотрите Аркадий Ильяшевич, советская литература в борьбе за коммунизм. Ленинград, 1963, страница 6. О нравственности Ильяшевич говорит, что вообще нравственности не существует, а нравственность есть категория социальная, классовая. Подлинно человеческой в эпоху разделения мира на враждебные лагери выступает лишь нравственность людей, связанных со строительством коммунизма. В той же книге на странице 9 критик рассуждает о партийности, как о принципе не только политическом, но и эстетическом. Впрочем, с оговоркой. Дидактика вместо художественного освещения фактов – голое морализирование, грубое извращение и вульгаризация принципа партийности, полное непонимание его эстетической природы. Таков член специальной комиссии по делу Бродского, критика Ильяшевич. Что же касается Олега Николаевича Шестинского, родился в 1929-м, то для 1964 года характерна книга его стихов «Позиция. Москва-Ленинград. Советский писатель». Сам он говорит о своей позиции так. «Моя позиция железная» и в том же стихотворении «И перед дулом пулемета, моей партийности суровой, толкалась черная пехота хулителей всего родного». Олег Шестинский идет по родной стороне победным шагом и сравнивает себя не только с дулом пулемета, но и со штыком. Обращаясь к партии в стихотворении коммуниста, он декларирует «Ты считай меня штыком надежным, сильно я еще и молодой, никогда я не был осторожным, если выходил с врагом на бой, потому иду по бедным шагам, по тебе краса земля моя, и такую жизнь под красным стягом просто счастьем называю я». Прочитав подобные плоские вирши, понимаешь, почему товарищ Лагунов, выступивший на суде над Бродским, как свидетель обвинения, поставил Шестинского подсудимому в пример. «Я сравниваю Бродского с Шестинским. Олег ездил с агитбригадой, еще Олег работал в шахте, и еще надо трудиться отдавать все культурные навыки, и стихи, которые составляет Бродской, были бы тогда настоящими стихами». Огонек, 1988, номер 49, страница 28-29. Шестинский с 1971 по 1973 год, секретарь Ленинградского отделения Союза писателей, а после того, как в Ленинграде на выборах его провалили, переведен в Москву. С 1976 по 1986 год он один из секретарей Союза писателей СССР, и главная его деятельность – работа с молодыми. Собственных же сборников поэта-секретаря вышло за эти годы более десятка, иногда по две книги в год. Впрочем, в пору перестройки Олег Шестинский перестроился, и в седьмом номере «Огонька» за 1989 год опубликовал несколько стихотворений, читаемые стихи о благе религии и строки, полные сочувствия к врагам народа. Строки о матери. «Пошла в семью врага народа, неся в кошелки сыр и масло, в ее душе светило что-то, светило что-то и не гасло». Какова теперь железная позиция Олега Шестинского, из этих строк ясно. Примечание автора. Я старалась разговаривать с Держиным, не знаю, удалось ли мне это, я сказала, а зачем, собственно, требуется комиссия и еще одна комиссия, если Анна Ахматова утверждает, что Бродский поэт и поэт замечательный, тоже издешние знатоки перевода и поэзии, почему Шестинский и Ильишевич авторитетнее Ахматовой, Маршака и Чуковского, и ленинградских специалистов-переводчиков, которые уже дали свой отзыв. Что же касается дневников, то, тут я сорвалась, кто же это имеет право лезть в чужие дневники? Ведь это занятие постыдное, грязное. Дневник — интимный документ, а не публичная прокламация. Затем, чувствуя, что хватило лишку, что вклинилось в права компетентных органов, чья специальность читать чужие дневники и письма, я наскоро рассказала все, известное мне о Лернере. «И вот такой грязный субъект имеет власть над судьбой поэта», — сказала я, и умолкла. Собеседник мой без меня знает отлично, откуда у Лернера полномочия относительно поэтов и непоэтов. Я спешно поблагодарила за звонок, за внимание, и мы простились. Вечером с этими малоприятными сообщениями я поехала к Анне Андреевне. Известия мои она встретила гневно. Иосиф не член Союза писателей. К чему тут какая-то особая комиссия? О Гранине больше не будут говорить. Это тот, кто написал такие-то книги, а это тот, кто погубил Бродского. Только так. О Гранине и о его роли в деле Бродского смотрите Нева, номер 8. Примечание на странице 67-ю. И прибавило почему-то шепотом. Иосифа бросила невеста. Справившись с негодованием и с печалью, она заговорила уже спокойно и не о Бродском, но, к сожалению, о Чехове. Вчера она была у Марии Сергеевны, и они вместе по телевизору смотрели «Человека в футляре» в главной роли Хмелев. «Человек в футляре» – фильм, поставленный по рассказу Чехова режиссером Аннинским в 1939 году в главной роли Хмелев. Фильм имел огромный успех и неоднократно повторялся по телевидению в последующие годы. Примечание автора. Чехов Беликова осуждает, издевается над ним. А мне жаль Беликова. Чем он виноват? Его преследуют насмешками. А он просто душевно больной, вцепившийся в свои представления. И в конце он падает с лестницы, старый, несчастный, больной. А дамы в больших шляпах смеются над ним. Фу! До чего же, однако, она умеет быть упрямой? Фу! Уж и в больших шляпах повинен Чехов, хотя он ни о каких шляпах не поминает. Я сказала, что Чехов не в ответе за кинопостановку, что Беликов отнюдь не болен. Нельзя же считать болезнью склонность к фискальству. Тогда и о Лернере можно сказать, что он душевно больной, вцепившийся в свои представления. Не будь фискалом, ябедником. Ах, бедный Беликов! Его с лестницы спустили. Да ведь он даже не ушибся. Даже очки не потерял. Нет, мне его решительно не жаль. По делам ему. Если бы он даже и ушибся. А если Лернера кто-нибудь спустит с лестницы, я счастлива буду, не подглядывая замочные скважины, не ройся в чужих дневниках. У Чехова в рассказе нет никакой трагедии Беликова. Есть трагедия общества, подвластного Беликову. Инсценировка — это уж особь статья. Там акценты могут быть расставлены произвольно. Я грамотная, — перебила меня Анна Андреевна. И рассказ я читала. Но, бог с вами, не будем о Чехове. Сейчас покажу смешное. Вынула из сумочки, протянула мне письмо. Письмо от поклонника. Поздравление с Новым годом, восторги по поводу поэмы. Потом мысленно целую ваши руки, что имею обыкновение проделывать уже пятьдесят лет. Проделывать. Одиннадцатый января шестьдесят четвертого. Сейчас, когда по случаю работы над бегом следовало бы записывать каждое слово Анны Андреевны о ее стихах, я веду дневник наспех кое-как, урывками, неаккуратно. Перелистывание журналов и газет, переписывание новонайденного, поездки взад-вперед к машинистке, вычитывание после машинки, срочные звонки к Анне Андреевне, эпиграф, заголовок, дата, да и поездки к ней, и самая работа с нею почти не оставляет времени для дневника. Выходит так. Либо работать, либо пытаться фиксировать ход работы. Выбирай. Я чувствую себя какой-то по-новому слабой. Анна Андреевна тоже не особенно-то бодра и особенно озабочена Иосиф Толя. А книгу, как бы там ни было, во что бы то ни стало, сделать надо в срок, и при том настоящую, Ахматовскую, чтобы лучшей была изо всех предыдущих Ахматовских книг. Сегодня я ездила к Анне Андреевне. Рассказала ей Бродские новости. Они не радуют. Утешительное сообщение товарища Черноуцана, будто газете указано, поставлено на вид и прочее, не подтверждается. Вечерний Ленинград выступил снова и отнюдь не с извинениями перед оклеветанным, а с целой вереницей читательских откликов. Я имела в виду статью под заголовком «Тунеядцем не место в нашем городе», опубликованную в газете «Вечерний Ленинград» 8 января 1964 года. Статья без подписи. В ней приведены отрывки из писем, обличающих Бродского на основе предыдущей статьи, но главная часть обзора посвящена порицанию и разоблачению его защитников, которые, как утверждает безымянный газетчик, либо сами тунеядцы, либо ближайшие друзья обвиняемого. Примечание актора. Знаем мы цену этим откликом. Половина сфабриковано, или, как у нас принято выражаться, организовано, в редакции, не отходя от телефона. А те, что были посланы в защиту Иосифа, а такие, конечно, были, те попросту уничтожены. — Единственная хорошая весть на Бродском фронте, какую я могла сообщить. Фридочка предложила своей приятельнице, Ольге Георгиевне Чайковской, часто выступающей в известиях, взять командировку в Ленинград и попытаться там на месте выяснить, что за темная история с дневником. Ведь это, наверное, тоже фальшивка. Та поедет. Ольга Георгиевна Чайковская по специальности историк. Книги «Против неба на земле» 1966 и «Как любопытный скиф» 1990 посвящены истории русской культуры. Кроме того, Перу Чайковской принадлежат научные статьи по истории западноевропейского средневековья. Однако наибольшую известность Ольга Георгиевна приобрела как журналистка, публиковавшая свои остро-злободневные статьи сначала в 60-е годы в газете «Известия», а позднее в 70-е и 80-е в литературной газете. Основные темы этих работ – отстаивание презумпции невиновности, роль адвокатуры и главное признание суда как высшей, ни от кого не зависящей правовой власти. Руководствуясь этими принципами, она вмешивалась в судьбы конкретных людей, и именно это сделало ее единомышленницей и другом Вигдоровой. Особо острое внимание широкого круга читателей привлекли такие статьи Чайковской в «Известиях» «Адвокаты» 21 марта 63-го, «Прокурор защищает» 16 июля 63-го, «Опасное невежество» 9 сентября 64-го, а десятилетие спустя в литературной газете «Выстрел в тире» в номерах 21-го, 28-го мая и 4-го июня 1975-го, написанных в 1990-м году примечания автора. Анна Андреевна слушала меня внимательно, потом сказала, опять почему-то шепотом, Иосиф пытался перерезать себе вены. Я и так хожу в последние дни со тьмой в глазах. Что-то случилось не то с головой, не то со зрением. К врачу вырваться не успеваю. А тут на миг, а быть может и на целую минуту, я погрузилась во тьму. Не было меня. — Жив? — спросила я, вернувшись. — Да. Все из-за невесты. Яснее, яснее, яснее свет. — Вам нехорошо? — спросила Анна Андреевна с некоторым пренебрежением в голосе. — Могу предложить валерьяновые капли. — Мне не нехорошо. Мне слишком много. Мы сели работать. Анна Андреевна в кресле, я за столом. Перед ней две табуретки, на табуретках старый чемодан. На чемодане очки без путляра, оправа дыбом. И почему-то, как всегда, неочиненный карандаш. Тупой. Говорит, ей на чемодане удобнее, чем за столом. Высоко над этим табуретно-чемоданным сооружением, плечи и прекрасная голова Анны Андреевны. Наклоняться над бумагой ей не требуется. Она зрячая, читает издали. Голова закинута, опущена на бумагу глаза. Запомнила я лишь некоторые наши разговоры. Подорожник на самом деле назывался лихолетием. Меня отговорили друзья. — Непременно вставим четыре строки, которые вы никогда не слыхали и не читали, — сказала Анна Андреевна. И скупо оно и богато, то сердце, богатство таи. Чего ж ты молчишь, виновата? Глаза б не глядели мои. — Это из самых ранних. — 1909 год? — спросил я. Анна Андреевна с сердцем. — Что вы! Как это может быть девятый год? Бог с вами, Лидия Корневна. Это типичные десятые годы. Обращик неистовых речей. В девятом я так не писала. Я спросила, почему в одном из машинописных перечней, которые она дала мне, строка «шестнадцатилетние руки» заменена строкой «мои молодые руки». Помню, были когда-то и пятнадцатилетние руки. Громоздка. И кроме того, не нужно. Это молодость. Вообще молодость. Понимаете? Подписывается договор с жизнью. Записки, том первый, страницы семьдесят восемь и сто шестьдесят пять, а также номер двадцать семь. На прощание Анна Андреевна дала мне перечень тех стихов, которым надлежит войти в книги «Анна Домини» и «Тростник». Теперь я должна по первоисточникам и по разным изданиям проверить состав, не забыто ли что, и сравнить тексты, нет ли разночтений. Не могу сказать, чтобы перспектива этой кропотливой работы меня радовала, но зато, зато Анна Андреевна продиктовала одно свое старое, никогда мною не слышанное и не читанное стихотворение, которым на самом деле должна открываться книжка «Анна Домини». Петроград, 1919. И мы забыли навсегда, заключены в столице дикой, озера, степи, города и зоре Родины Великой. В кругу кровавом день и ночь долит жестокая истома. Никто нам не хотел помочь за то, что мы остались дома, за то, что город свой любя, а не крылатую свободу, мы сохранили для себя, его дворцы, огонь и воду. Иная близится пора, уж ветер смерти сердца студит, но нам священный град Петра невольным памятником будет. 1920. Вы понимаете, — сказала Анна Андреевна, — оно оказалось для Петербурга, Петрограда, Ленинграда пророческим. Написано оно в двадцатых. Этими стихами первоначальное название «Согражданам» открывалось берлинское издание Анна Домини. Стихи были вырезаны почти изо всех экземпляров тиража. Напечатаны снова спустя 53 года. Большая библиотека поэта, страница 149, примечание редакции. 18 января 64-го Анна Андреевна от Западовых перебралась на проспект Мира к Нине Александре, вдове Шенгеле. Толли Найман снимает комнату, как оказалось в этом же самом доме, в этом же самом подъезде. Анна Андреевна смеется. Подумайте, какой огромный город и такое совпадение. Это то же, что ненароком попасть в молнии в муху. Тут же в соседнем подъезде Володя Корнилов. Лифт, как водится, чаще стоит, чем работает. Толли на втором этаже, в Шенгеле на седьмом. Я предпочла бы наоборот. Толли человек молодой. Что ему, лифт, не лифт? Комната у Анны Андреевны вытянутая в длину. Верхнего света нет, да и настольные лампы для меня тускловато. Я разложил на столе вокруг лампы свои листки, вопросы о вариантах, о датах. В журнале стихотворение печаталось так, в сборнике этак. Иногда перемены продиктованы редактором, цензором, иногда музой. В разные годы цензура запрещала разное. То ничего божественного, то ничего мрачного, то ничего о прошлом, то ничего о тридцать седьмом, то никаких архаических слов. В угоду цензуре для спасения стихов, даты тоже случалось, ставились от публикации к публикации разные. Анна Андреевна встревожена известиями о болезни Срезневской. — Это как весть о себе самой, — сказала она. В последние годы они, по-моему, виделись редко, и сходства между ними никакого, но у них, у сверстниц, у однокашниц общая юность, а значит и общая память. Они помнят то же Царское, тот же Павловск, тот же Петербург и, главное, тех же людей. Анна Андреевна напряжена, тревожно, но сели работать. Я спросила, как быть со стихотворением «Сердце к сердцу» не приковано. В первом издании «Вечера» оно напечатано, затем, когда «Вечер» сделался составной частью четок, в восьми изданиях этой книжки не было стихотворения «Сердце к сердцу», а в девятом оно явилось опять. Какова же ее авторская воля окончательная? Вставлять в новую книгу или не вставлять? А вы как думаете? Я признала, что по-настоящему люблю только первые четыре строки. Они слышатся мне, как некая законченная поговорка или сентенция, не требующая продолжения. Другие два четверостишие неорганичны, не сливаются с первым, живут каждая сама по себе, могут быть, а могут и не быть. Ну, если могут быть, пусть будут, вставим. Я не спорила и сделала пометку в своем блокноте. Зато стихотворению «Хорони, хорони меня, ветер» не повезло. Оно печаталось несколько раз, но теперь Анна Андреевна произнесла плохие стихи и вычеркнула. Библиотека поэта, большая серия, страница 39. Смотрите также за сценой. Примечание автора. Затем я спросила, куда мы вставим мое любимое, появившееся в 1961 году в звезде, молюсь оконному лучу. Бег времени, вечер, номер 105. Примечание автора. Раньше я его не знала, не открыть ли им всю книгу. Оно ведь 1909 года, из тех ранних, которые Анна Андреевна уже признает. Кончаться же сборник будет стихами 60-х. Полвека. Более чем полвека. 55 лет. Печататься Анна Ахматова начала в 1907 году. Однако свои стихи, написанные до 1909 года, даже если они и были опубликованы, Анна Андреевна вообще не желала более видеть в печати и упорно не пускала их на страницы своих книг. О многих своих ранних стихах она отзывалась так «ужасающе». Смотрите записки том 1. С удивлением вижу их теперь торжественно открывающими третий том сочинений Ахматовой на равных правах с основным текстом. Примечание автора. Анна Андреевна перебила меня. Хронологии в расположении своих стихов я придерживаться не собираюсь. Нет, не только из-за цензуры. Хронология губительна. Ею загублен даже Пушкин. Она пригодна лишь для академического издания, а для сборника, адресованного любому читателю, закон другой. Я с ней совершенно согласна. Хронология – это для составителя легче всего, а для читателя всего скучнее. Движение времени, разные периоды в творчестве поэта можно и должно показать другими средствами. Я сказала, что советую открыть новый сборник именно этим стихотворением, не только из-за даты. Существуют ведь в 1909 году и другие прекрасные стихи. Но этому я отдаю предпочтение, потому что оно в известном смысле эпиграфично. «Объясните», – приказала она. Я ей стала говорить сбивчиво и путанно, что в поэзии Ахматовой всей в целом характерно, чем бывает утешно лирическая героиня, попадая в любую беду, тогда, в частности, когда сердце пополам. Чем же? В стихотворении молюсь оконному лучу, луч, играющий на рукомойнике, словно праздник золотой и утешение мне. Скорбное стихотворение «Все души милых на высоких звездах» кончается такими строками. А это дождик солнечной и редкой, мне утешение и благая весть. Бег времени, седьмая книга, записки, том 1, номер 34. В Горесном кое-как удалось разлучиться, черный ветер меня успокоит, веселит золотой листопад. Бег времени, Анна Домини. Вы хотите сказать, в любой беде героиню утешает природа? Не в том дело, не только природа. У вашей героини существуют разные способы превращать в праздник любую беду, оскорбление, обиду. Ей есть куда отступать. Изменил ей возлюбленный, она отвечает. А я иду владеть чудесным садом, где шели страв и восклицание мус. Пусть голоса органа снова грянут. Бег времени, Анна Домини. А клеветали? Забросали камнями? Из этих камней воздвиглась для нее прекрасная башня, высокая среди высоких башен. Отсюда раньше вижу я зарю, здесь солнца луч последний торжествует. Уединение. Так много камней брошено в меня. Бег времени, белая стая. Вот и выходит, что ее побили камнями, а на ее улице опять праздник. Кто-то сказал ей, ну что ж, иди в монастырь или замуж за дурака. Но и эта речь, эта обида превращена ею в торжество. Принцы только такое всегда говорят. Но я эту запомнила речь. Пусть струится она сто веков подряд. Горностаевой мантии с плеч. С плеч струится горностаевой мантия, снова героиня торжествует. Смерть Александра Блока — горе, потоки торжества. А Смоленская нынче именинница. А кладбище роща соловьиная. От сияния солнечного замерла. — Вы напишите об этом когда-нибудь? — спросила Анна Андреевна неожиданно жалобным голосом. Я была опольщена. И сборник она согласилась открыть стихами. Молю с оконному лучу. Ай да я. Потом Анна Андреевна сказала, что хочет продиктовать мне одно стихотворение. Насколько ей известно, оно не печатало до сих пор нигде. Я открыла блокнот. О, знала ли я, когда в одежде белой Входила муза в тесный мой приют, Что к лире навсегда окаменелой Мои живые руки припадут? О, знала ли я, когда несла, сыграя Моей любви последняя гроза, Что лучшему из юношей рыдая Закрою я орлиные глаза? О, знала ли я, когда, томя с успехом, Я искушала дивную судьбу, Что скоро люди беспощадным смехом Ответят на предсмертную мольбу? Библиотека поэта. Большая серия. Страница 181. Напечатана с ошибкой во второй строке Второго четверостишея. Примечание автора. «Вставим вам на домине», — сказала она. «Стихотворение, увы, плохое, Но мы его все-таки вставим. Год 1925. И пояснила. Оно плохое, потому что симметричное. В искусстве должна торжествовать асимметрия». «Симметрия скучна». Нина Александровна пригласила нас чай пить. Я как-то не разглядела ее. Несколько минут мы все трое молчали. Наконец возник неизбежный разговор о Мосгазе. Раз встретились три человека, Значит, разговор об Иоаннисяне. Иначе теперь не бывает. В декабре 1963 года в Москве, где, как во всяком большом современном городе, ежедневно совершаются страшные преступления, появился убийца, отличающийся от своих коллег особой манерой, особым почерком и особой свирепостью. В дневные часы, в ту пору, когда квартиры преимущественно отдельные, пустоваты, молодежь на работе, а дома чаще всего остаются дети да старики, он звонил в дверь и на вопрос, кто там отвечал Мосгаз. Ему отворяли доверчиво. А он загонял свою жертву в ванную комнату и убивал ударом охотничьего топора. Обыкновенно у нас ни в газетах, ни по радио о злодействах ни слова, до тех пор, пока злодей не пойман и не изобличен. Так было и на этот раз. Целый месяц город жил страхами и слухами. Наконец убийцу поймали. Он оказался неким Владимиром Иоаннисяном, актером Оренбургского театра музыкальной комедии. Сообщение о его поимке появилось в газетах 13 января, а о расстреле 1 февраля 1964 года. Газетчики, пользуясь случаем, воспели работников прокуратуры и милиции и в очередной раз объяснили читателям, будто в нашей стране тяжкие преступления редкость, а вот в Соединенных Штатах Америки нечто повседневное. Что касается статистики преступлений, то в нашей стране она вообще не публикуется. Написано в 1985 году примечание автора. «Ходят слухи», — рассказала Нина Александровна, что милиция зашевелилась после визита Хрущева в прокуратуру. В начале января он будто бы специально заехал к главному прокурору республики и дал ему срок 10 дней. «Не найдете этого, Мосгаза? Всю прокуратуру разгоню». Ах, так вот почему недели две назад на Минском шоссе нашу машину остановила милиция. У меня потребовали паспорт и лазили в багажник обыскивать. И вот почему нашу квартиру в городе удостоил посещением участковый. Сидели мы с Фридой у меня в столовой, стук в дверь. Отворяю щелканье каблуками, козырянья. Разрешите к вам взойти? Огромный, плечистый и не голос, а зык и рык. Пожалуйста. Мы сели втроем в столовой. Если бы не Фридочка тут же, я бы его боялась. Детина прорычал, что в столице нашей Родины совершаются дерзкие преступления, и он, участковый, обходит свой район, чтобы пробудить актуальность граждан. На звонок в дверь спрашивайте, кто, и открывайте только вашим лично знакомым. Если услышите мозгаз, не веруйте. Кто представители городского хозяйства, а то уголовный элемент. В случае вашей подозрительности вступайте в актуальное сотрудничество с милицией. Он протянул мне листок с телефоном, зашаркал, затопал. Я извиняюсь, конечно. Козырнул и вышел. Личный приезд Хрущева в прокуратуру, если он состоялся, это опасное дело, сказала Анна Андреевна. Опасно, когда назначен срок розыска. Малый поставленный срок мог пробудить в следственных органах такую актуальность, что они обнаружили преступника даже досрочно. Квалифицированных следователей-каминалистов у нас нет. Они могли схватить, кого попало, и заставить взять на себя дерзкие преступления. Будем надеяться, что этого не случилось. После чая мы снова занялись книгой. Анна Андреевна сказала, что некоторые стихи она хочет на этот раз дать не по отдельности, а в виде циклов. Наверное, венок мертвым и затевать не стоит. Все равно в таком виде ни за что не пропустят. Лучше уж мы сами распределим стихи по другим отделам. А вот, например, стихи к Пастернаку или цикл «Черный сон» не сказал их кому. И еще многие-многие, даже и без заглавий, представляют так «Первый, второй, третий» «Построю циклы по внутренней связи». «И Элегия, пора скомпоновать, и еще кое-что». «Я позабочусь о циклах», повторила она. «Я поняла. С высоты своего теперешнего возраста она смотрит назад, и ей становятся видны зримы пути ее жизни, чужих жизней, концы и начала. Потом, «Вы заметили, чуть только мы перестаем говорить о стихах, начинаем об убийствах?» «Чуть только перестаем об убийствах, начинаем о стихах». Пожалуй, так. Я предложила Ане Андреевне, раз уж она собирается выстраивать стихи в циклы, не создать ли цепочку четверостишей. Я думаю, собранные одно ко другому, но, нанизанные зернышко к зернышку, они зазвучат сильнее, чем если разбросать их по всей книге в разброд. Ведь их много, что войны, что чума. О своем я уже не заплачу за такую скомарушину. «Я и сама думала об этом», сказала Анна Андреевна, «даже знаю уже, какими строками начать». Цикл четверостишая был намечен Анне Андреевне еще тогда, когда она составляла первый бег времени вместе с Глен. Быть может, окончательное название цикла «Вереница четверостишей» восходит к десятым годам, к «Веренице восьмистишей» Сергея Городецкого. Примечание автора. Потом, помолчав, «Вот вы тут упомянули стихотворение «Все души милых на высоких звездах». Угадываете ли год? Тот же, что пятым действием драмы?» «Я не ради хронологии спрашиваю, а потому что год кричит из них. Слышите ли?» Я задумалась. Когда-то в Ленинграде Анна Андреевна уже читала эти стихи одно рядом с другим, но о годе не говорила. Теперь спасибо ей ждала моего ответа терпеливо. Я молча про себя прочитала оба. «Браво!» «После казни?» «Браво!» «Мы так и поставим 1921-й?» «Ни в коем случае!» «Не забывайте, пожалуйста, Лидия Корневна, где вы живете!» Я шла домой и думала, «А позволят ли, позволят ли за такую скоморошину, откровенно говоря, мне в свинцовую горошину от того секретаря?» Намереваясь вставить эти четыре строки, не забывает ли Анна Андреевна, где она живет? «В самом ли деле со Сталином кончено?» 25 января 1964-го. С утра у нее задаю свои нудные вопросы о вариантах, о делах, циклах, заголовках и датах. Она отвечает небрежно и вяло. У нее, по-видимому, что-то другое или кто-то другой на уме. Новые стихи? Дело Бродского? Однако во время разговора о книге она воодушевляется. Сегодня повторила опять. «Я не собираюсь губить свою книгу хронологией. Хронологией изгажен и загублен даже Пушкин. Я тоже враг хронологического расположения стихов в сборнике, обращенном к широкому кругу читателей. Хронология — дело академического научного издания. Но, как бы там ни было, замысел необходим. Так или иначе, страницы книги должны передавать течение времени, делать наглядными новые этапы, новые периоды творческой жизни автора. Циклы? Да, конечно, циклы, но на беду Анна Андреевна не торопится их составлять. Понимаю, оглядываясь назад, улавливать начало и концы отношений, разрывы и возвраты, сбывшиеся и не сбывшиеся предчувствия и пророчества, нелегкое дело. Анна Андреевна совершает его не спеша, чем отчаянно тормозит работу машинистки. На стихотворение вне циклов перепечатывается каждое само по себе, каждое на отдельной странице, а выстроенные в цикл первый, второй, третий располагаются на странице подряд. Значит, пока Анна Андреевна еще не построила цикл, у меня и у машинистки прогул, простой. Один не цикл, но отдел совершенно ясен, и я им счастлива. Сегодня мы окончательно порешили, что в самом конце книги будет помещен отдел поэмы, их будет три, путем «Всея земли», «Реквием» и «Поэма без героя», «А куда же у самого моря» или «Русской трианон» найдем, сообразим, но здесь им не место. Путем «Всея земли» и «Реквием» при всей своей самоценности это некие ступени к поэме без героя. Александр Николаевич назвал когда-то «Путем «Всея земли» время назад. В таком случае «Поэма без героя» «Время назад и вперед», а не напиши Ахматова «Реквиема», не было бы в Решке и в Эпилоге лагерных стров. Александр Николаевич Тихонов Серебров о нем смотрите записки том 1 страницы 78 а также за сценой. Примечание автора «Пройдут ли они сквозь цензуру? Пыл хрущевских разоблачений слабей и слабей. Лагерные стров в эпилогии в Решке могут и не пройти», сказала Анна Андреевна. «Что ж, обойдемся без них. Но печатать поэму в виде одной только первой части я более не разрешу. Триптих это триптих. Пусть тогда и всей книги не будет». Я возликовала. Решение мудрое. Первая часть поэмы печаталась уже не раз и толковалась тоже не единожды. Между тем без двух других частей толковать ее неправомерно. Решка и эпилог переосмысляют часть первую, да и смысл всей этой необычайной великой вещи поэма без героя не может быть понят, если вместо трех частей упорно преподносится читателю только первое. Я с удовольствием подумала, завтра же займусь текстологией поэмы. У меня ведь их много экземпляров, подаренных Анной Андреевной в разное время, начиная от ташкентской тетради 1942 года, карандаш, рука Ахматовой от первой строки до последней с трогательной надписью на первой странице, и промежуточных машинописных середины 50-х годов, конца 50-х и начала 60-х тоже хватает. Весело будет вникать, что, как, когда и для чего менялось. самым интересным я считаю первый подаренный мне в Ташкенте экземпляр. Он не машинописный, как все последующие, а собственноручный. Это раз. До него более ранний известен мне только один, тот, который в точно такой же школьной клеенчатой тетради Анна Андреевна подарила штоком и Сидору Владимировичу и Ольге Романне. Вариант поэма, напечатанный в библиотеке поэта, большая серия на страницах 431-442 относится, как это видно из даты под прозаическим текстом уже не к 42-му, а к 43-му году. Подробное описание моей ташкентской тетради смотрите записки том 2 страницы 69-70 Нева номер 4. Здесь же добавлю только что подарена она была мне Анна Андреевна 20 мая, затем взята обратно для поправок и вручена окончательно 15 октября 1942 года. Примечание автора. Было раньше у шкатулки двойное дно, стало потом тройное, это явились на свет божий лагерные строфы, а сколько еще в поэме, не знаю, как назвать, доньев, что ли, днищ? Я была поражена, прочитав через много лет в одной из ахматовских записей о поэме нечто об этих днищах. Поэма опять двоится, все время звучит второй шаг, что-то идущее рядом, другой текст, и не понять, где голос, где эхо, и которая тень другой, поэтому она так вместительна, чтобы не сказать бездонно. Никогда еще брошенный в нее факел не осветил ее дна. Я как дождь влетаю в самые узкие щелочки, расширяю их, так появляются новые строфы. За словами мне порой чудится петербургской период русской истории. Да будет пусто место сие. Дальше Суздаль, Покровский монастырь, Евдокия Федоровна Лопухина, петербургские ужасы, смерть Петра, Павла, дуэль Пушкина, наводнение, блокада. Все это должно звучать в еще несуществующей музыке. Опять декабрь, опять она стучится в мою дверь и клянется, что это в последний раз. Опять я вижу ее в пустом зеркале. Текст продиктован Анной Андреевной Эми Григорни Герштейн. Смотрите двухтомник 1990, том второй, страница 259-260. Примечание автора. Анна Андреевна прервала мои размышления. Пишите, сказала она. Я приготовилась. Она продиктовала. Привольем пахнет дикой мед, пыль солнечным лучом, фиалкою девичий рот, а золото ничем. Водою пахнет резида и яблоком любовь, но мы узнали навсегда, что кровью пахнет только кровь. И напрасно наместник Рима мыл руки пред всем народом под зловещие крики черни, и шотландская королева напрасно с узких ладоней стирала красные брызги в душном мраке царского дома. Помнит ли Анна Андреевна тот зимний день тридцать девятого года в Ленинграде, когда она прочла мне это стихотворение впервые на загородном у пяти углов моей комнате. Я помню наизусть и стихотворение и день. Это было вскоре после того, как Корней Иванович прислал мне с Киселевым записку о Митиной гибели. Смотрите записки том первой страницы пятьдесят номер двадцать пять примечания автора. Но мы узнали навсегда, что кровью пахнет только кровь. Вот какая тогда стояла погода на душе и за окном, и строки Ахматовой казались мне вестями о Мите. Год для ясности поставим тридцать восьмой, ответила на мой вопрос Анна Андреевна. Я с большим удовольствием люблю ясность. Поставил на листке тысяча девятьсот тридцать восемь. Но осмелилась поинтересоваться, когда это стихотворение создано было ею на самом деле. В 1940-м. Нет, Анна Андреевна, вы ошибаетесь, этого не может быть. Вы читали мне его в тридцать девятом. Ну да, в конце тридцать девятого. Помню, что Борис и Осип оба называли его лучшим моим стихотворением. Анна Андреевна, этого тоже никак не могло быть. Вы написали его гораздо раньше, потому что ведь Осип Эмильич весною тридцать восьмого уже арестован. Анна Андреевна меня не ударила, но глянула так, будто ударила. Ну, значит, я попал в точку. Смотрите библиотеку поэта, большая серия, страница четыреста семьдесят семь и двухтомник, тысяча девятьсот девяносто, и том первой, страница четыреста тридцать, примечание автора. Двадцать пято января, продолжение. После короткой поездки в библиотеку под вечер я снова у Анны Андреевны, но мы не работали, почти. Пришла Фрида, свистями о деле Бродского и о нем самом, о Бродском. Иосифа Фрида устроила в Тарусе. Она поселила его у своих тамошних соседей, то есть в семье Оттона. Николай Давыдович Оттон 1907-1985 переводчик, сценарист, критик, автор многочисленных рецензий на театральные и кинопроизведения. Постоянный житель Тарусы. Оттон член ряд коллегии полукромольного альманаха Тарусские страницы. Калужское книжное издательство 1961 Там были опубликованы стихи Марины Цветаевой, Заболоцкого, Корнилова, Коржавина, Самойлова, Слуцкого, Винокурова, Семынина, Панченко, Штейнберга, проза Казакова, Трифонова, Максимова, Акуджавы, Балтера, то есть авторов, редко и трудно проникавших в ту пору в печать. Совсем не публиковавшиеся тогда у нас проза Марины Цветаевой, а также проза уже много печатавшихся Вигдоровой, Паустовского. Примечание автора. В Москве и Ленинграде хлопоты перед властями необходимо продолжать энергически, но самого героя следует умыкнуть на время от пристального внимания всех и всяческих лернеров. По Фридиной просьбе приятельница ее, журналистка Ольга Георгиевна Чайковская взяла в газете, кажется, в известиях, командировку и отправилась в Ленинград. Выяснить надо, что там наворотили, иначе ведь непонятно, что именно мы должны опровергать. Там Ольга Георгиевна добилась приема у секретаря горкома товарища Лаврикова. Анна Андреевна слушала и расспрашивала Фриду с большим вниманием. Повторяла вслух каждый вопрос Чайковской и каждый ответ Лаврикова взвешивала на точных весах. Кроме Лаврикова Чайковская встретилась в Ленинграде и с Лернером. Он показал ей папку «Дело Бродского», подлинный дневник и те выписки, которые он, Лернер, сделал специально для суда. Одни приведены им точно, другие намеренно искажены, третьи вырваны из контекста и потому переосмыслены. Лернер показал Чайковской только одну часть дела, вторую обещал показать завтра, а завтра по телефону заявил, что не покажет ничего. Расспрашивал я Ольгу Георгиевну о ее поездке в Ленинград в 1984 году, то есть через 20 лет после поездки. Точно свой разговор с Лавриковым воспроизвести по памяти она уже не могла. написано в 1985 году примечание автора. Потом Фрида начала рассказывать о житье-бытье Иосифа в Тарусе. Рассказ этот, звучавший для моего слуха в общем благополучно, вызвал неожиданную бурю, неожиданную для Фрида и для меня. Оттен отдал Иосифу свою рабочую комнату и свой письменный стол. Домашний относится к гостю с полным радушием, чего кажется больше. Иосиф спокоен, работает, даже весел. — Все идет хорошо, добавила Фрида, до тех пор, пока кто-нибудь не звонит ему из Ленинграда. По-видимому, сведения о невесте неблагоприятные. Во всяком случае, звонки выбивают его из колеи, он впадает в тоску, грозится уехать. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Эти фризины слова и вызвали бурный гнев. Оказалось, что в Ленинграде сейчас Толя Найман. Анна Андреевна уверена, звонки из Ленинграда — это Толины звонки, очень может быть. Но она воспринимает почему-то сведения об огорчениях Бродского как козни Оттонов против Толи. Почему, я не поняла. В действительности, как разъяснил мне Найман, не он звонил из Ленинграда, а Бродской звонил в Ленинград, пытаясь разузнать хоть что-нибудь о своей невесте, чье молчание вызывало его подозрительность и постоянную тревогу, примечание автора. «Они негодяи!» кричала, да-да, кричала Анна Андреевна. «Толя для Бродского ложился костьми, он ведет себя героически, а они на него возводят напраслину. Вы этих людей не знаете». «Помните, Лидия Корневна, что они с Надей делали?» «Помню», ответила я, но не стала развивать эту тему. Анна Андреевна имеет в виду постыдную, со стороны Надежды Яковлевны защиту Ивинской. Речь идет о том, что Ивинская годами присваивала деньги и вещи, предназначавшиеся для одной из заключенных. Смотрите записки том 2, страница 142-143, Нева, номер 5-6, а также в отделе за сценой. «Помнить-то я помню, но кто кому что внушал, оттаны ли Надежде Яковлевне или Надежда Яковлевна оттаном, не ведаю. У Надежды Яковлевны сознание извращенное, я замечала это уже не раз». По правде сказать, мне было жаль Фриду. Жаль, что она увидела Анну Андреевну в минуту неправого гнева. Разумеется, друзьям Иосифа сейчас не следовало бы сообщать ему дурные вести. Но при чем тут оттаны? Их предполагаемая ненависть кто ли? Они, вероятно, и не знакомы с ним. Фридочка сидела потупясь, странно видеть это лицо, всегда такое доверчивое, ясноглазое, отуманенном, недоумевающим. Наверное, Иоанна Андреевна припомнила, что оттаны Фридины добрые соседи по Таруси, что Бродского в трудную минуту с нашего общего благословения устроила к ним Фрида, что они гостеприимно приютили его. Во всяком случае, поняла или нет, но сменила гнев на милость, и как круто! Перед нами сидела другая Ахматова, спокойный, тихий, ласковый, кроткий голос. Войди сейчас в комнату человеку, он не поверит, что секунду назад голос этот задыхался и прерывался в запальчивых выкриках. Медленно и спокойно открыла она свой кипарисовый ларец, то бишь ободранный чемодан, и, к моему великому удивлению, да была из его недр уже не один, а два экземпляра мюнхенского реквиема. Фридочка об этом чуде вообще ничего не слыхивала, я ведь если никому не говорить, то уж буквально никому, и теперь она смотрела на заморское чудо во все свои огромные глазища. Казалось, стены сияли от пола до потолка, а вот Тамара не дожила. Анна Андреевна с некоторой даже жалобностью начала спрашивать, не может ли Фрида, нет ли у нее знакомого фотографа, надежного, который переснял бы одну ее старую фотографию из одного ее старого удостоверения, и потом эту фотографию вы, Фрида Абрамовна, не могли бы, я не знаю, как это делается, я не умею, наклеить, приклеить на мой экземпляр. Ахматова была сейчас, как это ни странно, самокротость, мольба, беспомощность. А Фрида само счастье, она не знала, куда деваться от радости, может доставить радость. Это не от того, что Ахматовой, а кому бы то ни было, такова щедрая Фридина душа. Сейчас же оказалось, что одна ее ближайшая подруга, прекрасный фотограф, а другая тоже ближайшая, золотые руки, и, словом, послезавтра у Анны Андреевны в чемоданчике окажется экземпляр реквиема в том виде, в каком ей угодно. Анна Андреевна на секунду протянула мне картонную книжечку «Пропуск в фонтанный дом через дом занимательной науки». Узнаете? Черным по белому в графе «Профессия» начертана, что она, Ахматова, Анна Андреевна есть жилец. Дав мне вспомнить этот раритет, она передала пропуск Фриде. О пропуске и фотографии смотрите записки том 2, страница 9, Нева, номер 7. Под эту свою фотографию она и хочет поместить на титулом листе в своем экземпляре реквиема. «Послезавтра», повторила Фрида, пряча в портфель экземпляр и пропуск. Милости продолжались. Анна Андреевна как будто желала стереть в нашей памяти давешнюю свою мгновенную вспышку. Условившись с Фридой о своем экземпляре, второй она преподнесла мне. Без надписи, разумеется. Распространять машинопись или читать слух эту поэму по нашим временам уже как бы и дозволено, а вот мюнхенское эмигрантское издание ни в коем случае. Я немедленно спрятала книгу в портфель, дома встречу с каждой буковкой, перед этим горем гнутся горы. Я опять подумала, как думала в последние годы уже не раз, а хорошо, что Митю убили сразу, а не послали умирать туда. Молчание. — Почитайте стихи, попросила Фрида. Кротость и даже демонстративная покорность Анна Андреевна покорно прочла. Другие увозят любимых, я с завистью вслед не гляжу, одна на скамье подсудимых, я скоро полвека сижу, вокруг пререкания и давка, и приторный запах чернил, такое придумывал Кавка и Чарли изобразил. И в тех пререканиях важных, как в цепких объятиях сна, все три поколения присяжных решили виновна она. Меняются лица конвоя, в инфаркте шестой прокурор, а где-то темнеет от зноя огромный июльский простор, и полные прелести лета, гуляет на том берегу. Я это блаженное где-то представить себе не могу. Я глохну от зычных проклятий, я ватник сносила дотла. Неужто я всех виноватий на этой планете была? Выйдя на улицу, мы, перебивая друг друга, прочли услышанные в два голоса единогласно, запомнили. Такова уж природа ахматовской поэзии, несомненность, непреложность, естественность, даже обязательность интонации, синтаксического движения, намертво прочная, неразлучаемая слитность слов. Пусть русская поэзия скоро полвека сидит на скамье подсудимых, она, видать, не сидит, сложа руки. Нестерпимая мысль этих стихов в нашем беге времени не будет, цензура стремительно волочит время назад и за ее обратным ходом в состоянии поспеть разве что Евгения Федоровна Кнепович. Впервые это стихотворение появилось с пропуском одного четверостишая в Париже в 1970 году в журнале «Вестник русского студенческого христианского движения» в номере 95 и в номере 96 и без пропуска в 1974 в сборнике памяти Анны Ахматовой. В Советском же Союзе впервые в 1987 году в журнале «Даугава» номер 9 публикация Тименчика и затем в сборнике Анны Ахматова «Я голос ваш» Составление примечания Черных «А». Москва книжная палата 1989 страница 280 Предполагаю, что во всех публикациях, в том числе и в сборнике памяти Анны Ахматовой 16 строка неточна. Вместо «Огромный небесный простор» следует «Огромный июльский простор». Примечание автора 27 января 64 Смотрю и смотрю белую стаю берлинскую. Давненько ее никто не смотрел. Все выбирали выбранное из выбранного. А перечесть берлинский сборник это почти то же, что заглянуть в Ахматовские тетради. Четвертое издание сборника «Белая стая» именуется обычно берлинским, потому что тираж отпечатан в Берлине. Однако это издание советское «Петрополис Алконост 1923». От предыдущих изданий первое в 1917 последнее берлинское отличается наибольшей полнотой. Примечание автора. С Анной Андреевной говорю по телефону. Съездить некогда. Меня настигает машинописный поток. Вечер, четкий. Вижу все хуже. О самостоятельной вычетке третьего и четвертого экземпляра и думать нечего. Такое ощущение, будто глаза нарывают. Но сейчас мне самой хоть один бы экземпляр собрать от начала и до конца целиком. Анна Андреевна радуется каждому заново выловленному мною из белой стаи стихотворению, словно встрече с другом после долгой разлуки. «Вы знаете, что вы делаете?» сказала она мне сегодня. «Вы воскрешаете книгу». Обнаружила я также и в Ниве 1913 года и в Шиповнике 1922 года стихотворения Ахматовой, ранее не входившие в сборники. Она и их встретила приветливо и благословила переписать «Берем». Вообще из предложенных мною сегодня отвела она только одно. «А ты думал я тоже такая». Записки том 2 номер 78 а также страницы 34 Нева номер 8 Примечание автора Ну этого-то уж и в самом деле нельзя, даже издательству предлагать нельзя. Стихотворение имело честь цитироваться в докладе товарища Жданова доклад как бы отменен, но как бы и не отменен святыня. По поводу строчек «И что брошу смоля и рыдая под копыта гнедого коня» Анна Андреевна рассказала смешное. Николай Степанович, когда прочитал это стихотворение, спросил «Гнедой конь? Значит, он у себя гвардейский гренадер?» Коля отлично знал масти. Когда я предложил стихотворение «Как ты можешь смотреть на Неву?» Анна Андреевна спросила «А вы понимаете строчку «Черных ангелов крылья остры»?» Это ангелы на зданиях Сената и Сенода. Как ты можешь смотреть на Неву? Бег времени Белая стая номер 106 Примечание Аптера. Я как-то никогда не задумывалась над черными ангелами. Ангелы и ангелы. Крылатыми фигурами украшена арка на галерной. Ангелы, стоящие на аттике, то есть над карнизом, венчающим арку, изваяны скульптором Демутмалиновским в 1832-33 годах. Примечание Аптера. «А они оказываются не на небе, а попросту на земле, в нашем городе, и сколько раз я мимо них проходила, не взглянув, не увидя. Ну да, возвращаешься из института домой, весна, решаешь идти не к трамваю, а пешком по набережной, забираешь мимо Исааки, левее, левее, мимо галерной, мимо этих вот ангелов, мимо медного всадника, все это свое, ежедневное, домашнее, привычное и неотъемлемое. Не стоит лишний раз и глаза поднимать. А теперь, конечно, я их еще когда-нибудь увижу, но буду уж теперь смотреть и смотреть. Мы разлученные, в Ленинграде мне более не жить, проездом можно. О причинах, разлучивших меня с Ленинградом, смотрите записки том 2, Нева номер 4, 31 января 64-го. Говорит о своих стихах нечто совсем для меня неожиданное. Высокие своды костела нет, не дадим, не потому, что религия все равно запретят, просто плохие стихи. Библиотека поэта большая серия страница 66-го номер 107 примечание автора. Морозное солнце с парада идут и идут войска, снег летит как вишневый цвет, ни за что, терпеть не могу, очень плохие стихи. Библиотека поэта большая серия страница 117-го номер 108. Зато о стихотворении «Имница голос человека здесь никогда не прозвучит» сказала «Вот это непременно! Это одно из моих центральных». Бег времени белая стая номер 109. Ей, конечно, виднее, но у меня отношение к перечисленным стихам иное. К первому я равнодушна, для Ахматовой слишком подробный рассказ, без ее многоговорящих пауз. Второе «люблю, помню, повторяю со школьных лет». Оно из тех Ахматовских, которые ощущаешь как свои. То ли это я сама сочинила, то ли Ахматова про меня. Третье «люблю, по ее по ее определению одной из центральных совсем не берет, не трогает, никакой власти надо мной не имеет, хотя это, безусловно, очень хорошая Ахматова. А для нее, почему стихотворение представляет особую ценность, понять, пожалуй, легко. «И мнится мне, что уцелела под этим небом я одна». Заветная мысль Ахматовой о судьбе уничтожного поколения и о ее собственной, совсем отдельной, страшной судьбе, дивной судьбе. Недаром ведь и в поэме сказано «Только как же могло случиться, что одна я из них жива?» О том же «Все ушли и никто не вернулся» или «де профундис» стихотворение «Все ушли и никто не вернулся» номер 110 впервые с искалеченным концом опубликовано в Париже в вестнике РСХД в 1969 году в 93 номере, потом правильно в сборнике памяти Анны Ахматовой страницы 25 в Советском Союзе впервые опубликовано Тименчиком в 1987 году в журнале Даугава номер 9. «Де профундис» Библиотека поэта Большая серия страница 295 Хотя стихотворение это опубликовано Жермунским на основе автографа утверждаю в автографе описка и в восьмой строке последнее слово не горы но весны об этом свидетельствует рифма сочтены весны а также общий смысл всех двенадцати строк поколения уничтожили накануне его неистового расцвета де профундис мое поколение мало меда вкусило и вот только ветер гудит в отдалении только память о мертвых поет наше было не кончено дело наши были часы сочтены до желанного водораздела до вершины великой весны до неистового цветения оставалось лишь раз вздохнуть две войны мое поколение освещали твой страшный путь следует помнить что наше дело о котором пишет Ахматова это великое дело культуры в частности поэзия акмеистов производивших имя своей группы от греческого акме что означает расцвет примечание автора погибаю от вычетки экземпляров я хочу непременно четыре два как положено в издательство один мне один Анне Андреевне к счастью благородно предложил мне свою помощь Аскар Адольфович Аскар Адольфович Хавкин 1912 1993 поэт и прозаик в 50-е и 60-е годы Хавкин автор книг для детей для взрослых написанных преимущественно на сибирском материале сам он много лет жил и учительствовал в Забайкалье среди повестей «Моя Челдонка» 1956 «Месяц Диких Коз» 1959 «Время Скажет» 1963 и другие Перуево принадлежат также романы «У Каменного моста» 1969 и «Дело Бутиных» 1994 Стихи же Хавкина напечатаны лишь в 1986 году в Иркутске сборник «Взгляни на мир» примечание автора «Иначе «Иначе я просто погибла бы» «Он проводит над экземплярами по шесть по восемь часов сутки» «Я читаю первый и второй» «Он переносит исправление на третий и четвертый» «Их я просто не вижу» «Да и второй с трудом» «Работа идет спора» «И спорилась бы еще быстрее» «Если бы немного уважаемый товарищ автор» «Дело в том смешно записывать азбучные истины что у меня работа механическая а у автора какое открытие творческое то есть над ней не должен тяготеть срок механическому труду творческой всегда помеха не от того ли вечная распри между типографией и автором между типографией и редакцией если только редакция тоже не упала до уровня механизма и работает не как придаток к типографии а как сообщество единомышленников в искусстве конечно у меня хватает ума Анну Андреевну не торопить и ей на нее не жаловаться но надо признаться задерживает она работу внезапно когда какие-нибудь стихи уже переписаны на отдельных страницах Анне Андреевне приходит на ум сотворить из отдельных стихотворений цикл так например внезапно осенило ее идеей составить цикл посвященный Шелейка Черный сон она позвонила мне тогда когда у нас все эти стихи были уже перепечатаны строка за строкой проверены страницы за страницей пронумерованы и вложены в папки значит снова ехать к машинистке снова вычитывать и снова нумеровать что ж не жалуюсь потому что цикл удался на славу стихи от объединения выиграли с трудом вымаливаю у нее эпиграфы как без них перепечатывать и посвящение она все обещает обозначить сегодня когда я по телефону стала их уж очень выпрашивать она сердито ответила пишу новое мне не до старых посвящений 3 февраля 64 сегодня Анна Андреевна провела у меня чуть ли не весь день я разложила перед ней на столе все нами уже вычитанное и рассортированное по книгам сборники вечер четки белая стая подорожник Анна домини тростник и в особой папке одна из поэм поэма без героя Анна Андреевна надела очки и принялась читать страницу за страницей читала весьма сосредоточенно собственной рукой не исправляла ничего но мне иногда диктовала поправки и даты с датами беда то продиктует не только год но и месяц и число и даже час суток а один раз число но ни года ни месяца не обошлось и без внезапных приступов гнева она так иногда сердится на строки ею самую созданные будто это не она сочинила а кто-то другой очень глупый что делать мне они тебя сожгли какая глупость какая глупая строка что делать когда город сожгли тогда уже нечего делать и вообще я не пожарный я ей предъявляю сборник 61-го года где напечатано что делать мне они тебя сожгли это нисколько не умеряет гнев спрашиваю не вернуться ли к первому варианту мой городок игрушечный сожгли нет о горе мне они тебя сожгли только так смотрите записки том 2 страница 154 Нева номер 5 подчиняюсь исправляю следующий взрыв смуглый отрок бродил по аллеям у озерных глухих берегов какое невежество глупость какая откуда взяться глухим берегам возле резиденции царя снова предъявляю сборник 61-го года но раньше до 61-го года уже печаталась однажды грустил и отталкивает от себя последний сборник а не это дурацкое глухих правда печаталась в книжечке 58-го года стоит у озерных грустил берегов но сборник 61-го последний брать надо не последний вариант а лучший мало ли какую глупость в каком году напечатали в сборнике 61-го года я просто не досмотрела анна андреевна но глухих берегов сильнее и в царском если отойти от дворца подальше и глухие места возможны у вас там упомянутые пни не у самого же они дворца торчали эти пни у меня пни а у вас просто привычка к прежнему так бывает с читателями исправьте грустил бег времени вечер вариант этого стихотворения со строкой у озерных грустил берегов был опубликован в сборнике 1958-го года а до тех пор во всех многочисленных изданиях и переизданиях вечера и четок всегда печаталось у озерных глухих берегов примечание автора исправляю хотя и уверена это хуже не нужен во второй строке еще один глагол не пойму а может быть смуглый и глухих пленяло совпадением согласных не знаю оказывается сурков просил вставить новую книгу непременно что-нибудь из цикла слава миру не остали не конечно Анна Андреевна но чтобы не было с вашей стороны демонстративного отказа от этого цикла так однако и без Сталина весь цикл плох я когда впервые читала его подумала помнится что ж такое мастерство уж Ахматова ли не мастер а вот решила написать чтобы спасти Леву стихи в честь Сталина решила постаралась и и любой ремесленник исполнил бы свою задачу лучшим теперь она просит выбрать из этой стрепни стихи поприличней но это еще моя счастливая доля когда они писались в 50-м году меня возле не было мы еще с нею в ссоре и кто-то другой слушает и подает советы меня чаша сия миновала а ведь отговаривать ее я тоже не нашла бы в себе сил Лева сейчас я предложила оставить одно прошло пять лет и залечила раны жестокой нанесенной войной страна моя в этом слабом стихотворении две чудотворные строчки и русские поляны опять полны студеной тишиной бек времени седьмая книга возьмем ради этих двух строчек предложила я студенная тишина так и видишь поляну среди деревьев поляна оказывается не пусты они полны студенной тишиной Анна Андреевна удивилась что же здесь особенного я ехала в поезде взглянула в окно и увидела сколько людей ехали мимо леса мимо полян в лесу и почему-то не увидели а ей стоило глянуть и она увидела тишину взяли потом был непонятный разговор о прологе Анна Андреевна предложила вставить туда стихотворение Гаршину о человек который для меня теперь никто и так далее я сказала что замысел пьесы в целом неизвестен мне а в отрывке из пьесы пролог я нигде не вижу этому стихотворению места там ведь все таинственно и загробно и многозначно а это стихотворение весьма земное бег времени седьмая книга потом мы немного поспорили об эпиграмме я думала это цикл вереница четверостишей а она пожелала в тайны ремесла бег времени седьмая книга записки том 2 страница 24 Нева номер 7 поэму без героя читала она уже мельком утомилась отодвинув папку начала глядывать зоркими своими глазами фотографии на стенах на бюро углядела маленький снимок голова Ахматовой на подушке профиль распущенные волосы я подала ей этот профиль она попросила переснять я обещала свое обещание я выполнила подарила ей недели через три несколько экземпляров переснятой головки в настоящее время эта фотография широко распространена в заграничных изданиях смотрите например Анна Ахматова стихи переписка воспоминания иконография Анн Арбор 1977 примечание автора очень задерживает перепечатку отсутствия эпиграфов к циклу библейские стихи и названий к песенкам я о них снова и снова но нет еще не решила бег времени тростник библейские стихи это цикл ранее именовавшийся из книги бытия перемена заглавия вызвана появлением мелхолы история мелхолы и Давида рассказана не в книге бытия а в книге царств поэтому и возникла необходимость в более общем заглавии что касается песенок то заглавие к ним дорожное лишнее и другие она дала мне не позднее середины февраля примечание автора спрашиваю кто составлял ее сборники когда они выходили впервые я сама кто же еще а корректуру держал Лозинской в этом году пятьдесят лет со дня выхода четок тревожится она за Толю он в Москве без прописки тревога Анны Андреевны была вполне обоснована в 1962 году Найман окончивший в 1958 Ленинградской технологической институт и проработавший в качестве инженера более четырех лет на химическом заводе в Ленинграде был принят в Москве на высшие сценарные курсы однако по обстоятельствам чисто семейным выписаться из родительской ленинградской квартиры он возможности не имел и в Москве жил без прописки положение угрожающее жить без прописки запрещено законом если бы к тому же Наймана отчислили от сценарных курсов против него легко было выделить обвинение в тунеядстве тем более что в ту пору он был одним из ближайших друзей Бродского когда в декабре 1963 года сделалось известным что Косолапов директор издательства художественной литературы расторг с Бродским все договоры Найман убедил заведующего испаноязычной редакции этого издательства спешно заключить с Бродским новый договор и послать в суд соответствующий документ заведующий получил нагоняй в частности ему ставили в вину пошел на поводу у Наймана такого же проходимца как и Бродской примечание автора еще пуще за Бродского я пересказала ей разговор Самуила Яковлевича с Косолаповым директором Гослита Косолапов прочитав в правде статью Маршака о Солженицыне позвонил ему с большими хвалами Маршак правдивая повесть правда 30 января 1964 примечание автора а Маршак в трубку да Солженицын он и в тех условиях остался человеком а вот вы Валерий Алексеевич что же это вы делаете молодого талантливого поэта преследуют мерзавцы они хотят представить его тунеядцам а Бродской не только талантливый поэт он и замечательный переводчик у вашего издательства с ним несколько договоров вы же узнав о гонениях приказали с ним договоры расторгнуть чтобы дать возможность мерзавцам судить его как бездельника тунеядца хорошо это да ведь это тоже Валерий Алексеевич что выдернуть табуретку из-под ног человека которого вешают художественные мышления есть мышление образами процитировала Анна Андреевна образ точен и помолчав очень скверный признак эти расторгнутые договоры дело затеянное решено где-то на самых высоких высотах косолапов такой же исполнитель как Лернер исполняет приказ я убрала папки накрыла стол скатертью и мы сели ужинать какой сегодня хороший день сказала Анна Андреевна вдруг вот побывала у вас и такое чувство что я тоже работала я ведь никогда не работаю а переводы весьма трудоемкая форма безделья 17 февраля 64 катастрофа пишу лежа и закрыв глаза интересный опыт прочту ли сегодня утром вырвалась в институт Гельмгольца к профессору Фраткину кровоизлияние в сетчатку левого глаза в правом 20 лет назад было помнится 3 теперь в левом к счастью на периферии а не одно в центр как тогда в правом бег я успела хотя кровоизлияние он сказал уже довольно давнее боли резкой в глазу не было а общее плохое самочувствие привычное дело потому я не поняла теперь две недели приказано не читать и не писать полеживаю в полутьме а как же былое и думы срок 1 марта завтра в Ленинграде судят Бродского он из Тарусы уехал домой и его арестовали о том как произошел арест рассказывает Гордин в своем очерке дело Бродского приводя заявление отца Иосифа Александра Ивановича прокурору города 13 февраля сего года в 21 час 30 минут Бродской выйдя из квартиры был задержан тремя лицами в штатском не назвавшими себя и без предъявления каких-либо документов посажен в автомашину и доставлен в Дзержинское районное управление милиции где без составления документа о задержании или аресте был немедленно водворен в камеру одиночного заключения позже ему было объявлено о том что задержание произведено по определению народного суда одновременно задержанный Иосиф Бродской просил работников милиции поставить в известность о случившемся его родителей это элементарная просьба которую можно было бы осуществить по телефону удовлетворена не была на завтра 14 февраля задержанный Иосиф Бродской просил вызвать к нему прокурора или дать бумагу чтобы он мог обратиться с заявлением в прокуратуру по поводу происшедшего ни 14 февраля ни в остальные 4 дня его задержания несмотря на его неоднократные просьбы это законное требование удовлетворено не было Что же касается нас родителей то мы провели день 14 февраля в бесплодных поисках исчезнувшего сына обращались дважды в Дзержинское райуправление милиции и получали отрицательный ответ и только случайно поздно вечером узнали о том что он находится там в заключении Эткинд в записках незаговорщика сообщает со слов Бродского была была очень холодная ночь я шел по улице меня окружили трое они спросили как моя фамилия и я как идиот ответил что я тот самый они предложили мне пройти кое-куда с ними им надо поговорить я отказался я собирался зайти к приятелю началась потасовка они подогнали машину и скрутили мне руки за спину примечание автора пользуясь своими барвихинскими связями дед и маршак по вертушке говорили с генеральным прокурором СССР Руденко и с министром охраны общественного порядка РСФСР Тикуновым сначала обещание немедленно освободить а потом какой-то вздор будто бы работая на заводе нарушил какие-то правила и его будут судить за это все ложь телеграмма в суд от деда и от маршака послана привожу текст этой телеграммы Ленинград восстание 38 народный суд дзержинского района товарищу румянцеву спешим удостоверить что ваш подсудимый Иосиф Бродской талантливый поэт умелый и трудолюбивый переводчик который несомненно может принести большую пользу советской литературе мы позволяем себе утверждать это так как хорошо знакомы с его произведениями в которых видны задатки серьезного дарования в 1963 году он проявил особенно большую творческую активность переведя югославских и польских поэтов произведения которых частично опубликованы а другие будут опубликованы по договору с гослит издатом в Москве мы просим суд при рассмотрении дела Иосифа Бродского учесть наше мнение о несомненной литературной одаренности этого молодого поэта писатели лауреаты ленинских премий Корней Чуковской Самуил Маршак 17 февраля 1964 года Барвиха Московской области санаторий Барвиха примечание автора Фридочка в Питере строчка у меня находит на строчку прекращаю 24 февраля 1964 на днях Раиса Давыдна Орлова Лев Зинович Копелев Вячеслав Севлович Иванов то есть попросту Кома Михаил Константинович Поливанов Иван Дмитриевич Рожанский Наталья Владимировна Кинт и я послали телеграмму Толстикову а Фрида пишет из Малеевки что отправила письмо Руденко в письме от нее ко мне портрет Бродского под судом Вигдоров присутствовал на суде и записав все происходившее вернулась в Москву а из Москвы уехала в санаторий Малеевку 22 февраля она писала мне оттуда что-то теперь будет но что бы там ни было что бы ни было а я никогда не забуду как он стоял в этом деревянном загоне под стражей и может быть все будет хорошо и он выйдет на дорогу и станет большим поэтом а я все равно не забуду как он смотрел беспомощно с изумлением с насмешкой с вызовом все разом а скорее всего никем он не успеет стать его сломают поэту нужны нервы толстые как канаты несокрушимое здоровье а он болен ему не совладать с тем что на него кинулась первый суд решил отправить Иосифа на психиатрическую экспертизу поставив перед экспертами вопрос страдает ли Бродской психическим заболеванием который может препятствовать принудительному труду в отдаленной местности из Малеевки Фрида Абрамовна послала протестующее письмо генеральному прокурору СССР Руденко а мы несколько человек телеграмму первому секретарю ленинградского обкома Толстикову привожу текст нашей телеграммы Ленинград Смольный обком Толстикову глубоко уважаемый товарищ Толстиков обращаемся к вам крайне встревоженные тем что молодой талантливый ленинградский поэт подвергается несправедливому противозаконному преследованию мы люди разных профессий знаем высоко ценим творчество Бродского в частности его стихотворные переводы испанских и польских авторов нам известно что его считают очень одаренным поэтом корифеей нашей литературы Чуковской Маршак Ахматова тем более нас поразило известие о том что 18 февраля в суде Дзержинского района Бродскому предъявили обвинение в тунеядстве после чего его принудительно под конвоем отправили в психиатрическую больницу ему 23 года он болезненно нервный юноша пребывание в психиатрической больнице грозит ему непоправимой бедой трабля Бродского на нашей памяти первый за многие годы случай рецидива печально известных методов произвола горько сознавать что это происходит в нашем славном городе очень просим вашего решительного вмешательства промедление крайне опасно члены союза писателей Лидия Чуковская Раиса Орлова Лев Копелев Ивич кандидат филологических наук Вячеслав Иванов кандидат физико-математических наук Иван Рожанской кандидат геологических наук Наталья Кинт кандидат физико-математических наук Михаил Поливанов примечание автора Я лежу но нарушаю 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 делаю наброски для статьи в литературную газету Статья эта под названием Рецидив была мною окончена послана в газету но напечатана не была привожу отрывки из нее не писать об этом я не могу дело молодого ленинградского поэта у людей моего поколения вызывает слишком много трагических воспоминаний организованная травля Иосифа Бродского началась уже несколько месяцев тому назад когда я прочла первую статью о нем опубликованную в газете Вечерний Ленинград 29 ноября 1963 года мне показалось что меня каким-то чудом перенесли из 63 обратно в 37 или скажем в 49 тоже воинствующее невежество та же безудержная ложь что и в тогдашних выступлениях печати та же нескрываемая ненависть к интеллигенции тоже намерение запачкать как можно больше имен судье товарищ Савельевы показалось странным что коридоры суда переполнены что молодежь толпится у дверей и что многие многие из присутствующих по-видимому не на ее стороне она не поняла какую память пробуждает в них это беззаконие какие тени воскресают для них за ее спиной и за спиной молодого поэта и какие надежды возлагали они на судебный процесс удивляюсь громко произнесла она проходя коридором суда почему на слушание этого дела собралось столько народа в наше время не часто случается видеть суд над поэтом ответили ей из толпы а мне все равно поэт он или не поэт с гордостью сообщила товарищ Савельева тем кто в годы культа личности Сталина расправлялся с цветом нашей поэзии тоже было все равно поэты перед ними или не поэты примечание автора 3 марта 64 судилище было подлое Иосиф вел себя как подобает поэту Фрида сделала записи мне прочла надо чтоб все пока что восстановили поместительные исследования в психиатрическую лечебницу по этому случаю Евгений Александрович отправился в Ленинград там у него связи с психиатрами Евгений Александрович Гнедин 1898 1983 автор множества историко-публицистических статей а также двух мемуарных книг Катастрофа и Второе рождение Амстердам фонд имени Герцена 1977 и Выход из Лабиринта Нью-Йорк 1982 Вторая книга содержащая по прихоти издателей заключительной главы первой вышла в свет с предисловием академика Сахарова привожу из этого предисловия отрывки В своих мемуарах Евгений Александрович Гнедин описывает свою жизнь при всей необычности отразившую судьбу его поколения В начале пути Гнедин революционер по убеждению и идеалист в жизни без малейших сомнений отдающий советскому государству большое зарубежное наследство Он видный деятель иностранной политики СССР один из главных помощников Литвинова В 1939 году Гнедин арестован его избивают в кабинете Берии Затем в особо режимной Сухановской тюрьме Но он не оговаривает ни других ни себя Два года строжайшей изоляции Стандартно беззаконный суд Общие работы в лагере Ссылка После смерти Сталина Реабилитация Затем годы литературной и журналистской работы Скромная пенсия Таковы внешние рамки судьбы автора Рассказаны со многими подробностями Иногда потрясающими В эти рамки вмещается напряженная внутренняя жизнь поддерживающая Гнедина в самые страшные дни на Лубянке и в особо режимной Сухановской тюрьме Главное содержание книги мучительные сомнения и искания автора этические философские политические и социально экономические Мемуары Гнедина это эмоциональная исповедь человека прошедшего большой путь духовной эволюции Важное место в ней занимают стихи себя не потерять в пути вот все к чему меня обяжет мой долг пылающий в груди Евгений Александрович себя в пути не потерял чем вызвал беспредельное уважение окружающих в последственной тюрьме в лагере на общих работах в вечной ссылке везде он оставался самим собой укреплял себя сочинением стихов помогал товарищем его таскали волоком по роскошным кабинетам изредка смазывали раны и ушибы и били снова то следователи то кабула в присутствии Берии я имел честь быть его другом с гордостью пишет о гнедине Камил Икрамов встретившийся с Евгением Александровичем в лагере на водоразделе Печоры и Камы Камил Икрамов дело моего отца Знамя 1989 номер 6 страница 48 После смерти Сталина Гнедин был в 1955 году за отсутствием состава преступления реабилитирован и возвращен в Москву тут началось его постоянное сотрудничество в новом мире руководимым Твардовским в журнале печатались статьи Гнедина на историко-революционные социально-экономические и международные темы В начале 60-х годов Евгений Александрович сблизился с Копелевыми Вигдоровой и сделался деятельным защитником Иосифа Бродского используя свои старинные партийные и медицинские связи Он ездил в Ленинград присутствовал на судилище Когда один из свидетелей обвинения заявил что Бродского защищают такие же тунеядцы как он сам Кто же Маршак и Чуковской тунеядцы крикнул со своего места Гнедин за что и был выведен из зала суда дружинниками силой затолкан в автобус и отправлен в милицию Когда же писатели Анна Ахматова Паустовская Чуковская Вигдорова Грудинина и другие составили свое поручительство оно было украшено именем Гнедин В 1980 в знак протеста против вступления наших войск в Афганистан Гнедин вышел из партии Примечание автора Тёмин жеребий русского поэта Строка из стихотворения Максимилиана Волошина на дне преисподней В ту пору когда мне вспомнилась эта строка я знала всего одно четверостишее из стихотворения Волошина с чьих-то слов целиком и напечатанным я узнал его гораздо позднее прочитав сборник Пути России вышедший в Париже в 1969 году в издательстве Эхо в Советском Союзе стихотворение напечатано впервые в 1988 году смотрите Новый мир номер 2 страница 162 на дне преисподней памяти Блока и Гумилева С каждым днем все дичи и все глуши мертвенная цепенеет ночь смрадный ветер как свечи жизни тушит ни позвать ни крикнуть ни помочь темен жребий русского поэта неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета Достоевского на эшафот может быть такой же жребий выну горькая детоубийца Русь и на дне твоих подвалов сгину или в кровавой луже поскользнусь но твоей голгофа не покину от твоих могил не отрекусь доконает голод или злоба но судьбы не изберу иной умирать так умирать с тобой и с тобой как лазарь встать из гроба 12 января 1922 года Коктебель примечание автора минует ли Иосифа этот жребий Пушкин Лермонтов Рылеев Полежаев Шевченко Гумилев Есенин Маяковской Светаева Мандельштам да и Блок в сущности да и Пастернак о скольких мы не знаем бег времени время бежит а жребий русского поэта все тот же хуже мне еще неделю Фраткин приказал лежать и не а хочется снова перечесть бег весь насквозь от начала и до конца ведь в последние дни работал я над рукописью в спешке и с дурной головой 4 марта 64 какая досада Фридочка ехала из Малеевки домой и пока она была в дороге ей как раз и позвонил по телефону помощник Руденко Фриды не было он все проговорил Александру Борисовичу Александр Борисович Раскин 1914-1971 сатирик и юморист мастер литературной пародии и эпиграммы автор повестей для маленьких Александр Борисович муж Фриды Абрамовны Вигдоровой примечание автора но опять чепуха в Ленинград выезжает какой-то очень чуткий человек который во всем разберется интересно кто бы это предполагаю на основании позднего документа составленного Грузининой под этим чутким человеком был прокурор Быстров Вигдорова в письме ко мне от 4 марта сообщала пока я ехала домой мне позвонил помощник Руденко Александров он разговаривал с Александром Борисовичем завтра в Ленинград выезжает человек который во всем разберется Александр Борисович можно ли узнать его фамилию поверьте что это человек чуткой справедливый и доброжелательный который учтет мнение писательской общественности я рада что едет человек но каков он Черноуцан например очень хвалил некоего Олега Шестинского который должен был быть председателем комиссии по делу Бродского от Союза а ленинградцы говорят что он человек худой но будем надеяться и ленинградцы должны узнать имя этого человека и сказать ему свое мнение если он услышит только одну сторону будет беда по словам ленинградских друзей произошло именно то чего опасался Фрида Абрамовна приезжий чуткий человек общался в Ленинграде лишь с противниками Бродского Волковым следователем идеологического отдела КГБ и Прокофьевым примечание актора 10 марта 64 переделкина ура Фраткин разрешил читать и писать по 20 минут в день увы всю остальную жизнь не более двух часов ну это положим дудки да и пишу я без спроса уже давно а вот превысить дозу чтения не рискую ведь все и случилось то из-за чтения не из-за письма пока не забыла по свежему следу запишу о беге времени как работали под конец и о деле Бродского они вместе книгу завершает отдел поэн путем всея земли реквием и поэма без героя поэма дана вся целиком не одна только первая часть триптиха а наконец-то все три правда без лагерных стров в решке но это уж было бы слишком большое счастье о лагерных стровах смотрите записки том 2 Нева номер 8 что же касается того будто поэма дана в беге времени вся целиком радость моя оказалась преждевременной на поверку в книгу вошла всего лишь первая часть примечание актора у самого моря хоть и поэма но к этим трем отношения не имеет книга нечет составлена по списку Анны Андреевны вручила она мне перечень стихов от которого я и не отступала зато седьмую книгу она велела делать мне самой указав только что открывать должно циклом тайны ремесла окончать полночными я тайны ремесла расширила ввела туда три стихотворения творчество мне ни к чему адические рати и много еще наверное хочет быть воспетым голосом моим бег времени седьмая книга творчество и мне ни к чему адические рати смотрите также записки том 1 номер 2 и номер 11 примечание автора Анна Андреевна осталась довольна только стихотворение посвященному Мандельштаму приказала убрать три цензуроопасные четверостишие первое второе и последнее я над ними склонюсь как над чашей библиотека поэта большая серия страница 405 редактор работавший над составлением книги после 1971 года то есть после смерти Жермунского поместили этот полный окончательный текст во избежание цензурных придирок среди черновиков номер 111 в настоящее время текст напечатан полностью двухтомник 1986 страница 245 примечание автора вот уже истекли мои законные 20 минут но еще не больно да впрямую поэма лишается страфы о седьмой симфонии Шостаковича но косвенно на выбор так сказать остается и Шостакович а за мною тайной сверкая и назвавшей себя седьмая на неслыханной мчало спир притворившись нотной тетрадкой знаменитая ленинградка возвращалась в родной эфир примечание автора говоря о своих стихах Анна Андреевна кроме хорошие плохие лучшие употребляла иногда такой термин это одно из моих центральных или иначе но в том же смысле одно из моих ключевых так когда я признала что к ее стихотворению многим я равнодушна она сердито ответила это одно из моих ключевых смотрите запись 28 мая 65 года примечание автора стихотворение многим вставленное как одно из центральных в бег времени редакции было из книги выкинуто оно опубликовано мной уже после кончины Ахматовой в 1967 году в журнале литературной Грузии номер 5 среди лучших своих стихов Анна Андреевна во время работы над бегом называла также если плещется лунная жуть и тот город мной любимый с детства бег времени тростник примечание автора мы поспорили вставлять ли наследницу ведь это одно из ваших ключевых говорила я да ответила Анна Андреевна но последние четыре строки цензура опасна а без них остается одно хвостовство в стихотворении наследница Ахматова признает себя наследницей великой русской культуры смотрите записки том второй страницы 17 18 нева номер 8 и номер 74 кончаются же стихи после перечисления всех унаследованных богатств такими четырьмя строками и даже собственную тень всю искаженную от страха и покаянную рубаху и замогильную сирень примечание автора надо еще записать о поэме но глаз уже болит запишу однако подлинный конец поэмы строки и отмщение зная срок опустивший глаза сухие и ломая руки Россия предо мной ушла на восток привожу всю строфу целиком от того что сделала с прахом обуянное смертным страхом и отмщение зная срок опустивший глаза сухие и ломая руки Россия предо мной ушла на восток библиотека поэта большая серия страница 377 примечание автора имея ввиду цензуру жаждущую бодрого конца Анна Андреевна в беге кончает другими строками ураганом с Урала с Алтая долгу верная молодая шла Россия спасать Москву привожу и эту специально написанную для цензуры строфу целиком и себе же самой навстречу непреклонно в грозную сечу как и зеркало наяву ураганом с Урала с Алтая долгу верная молодая шла Россия спасать Москву библиотека поэта большая серия страница 430 примечания автора строфа о Шостаковиче уходит под строку тут же то есть служит для читателя словно бы еще одним наглядным окончанием поэмы а сбросским так дед и смыл якольч по фридиному совету написали письмо в цк некоему товарищу миронову который курирует судебные дела в соответствующем отделе цк конетельно было нам добыть имя и отчество этой столь засекреченной и столь могущественной личности если существует человек в высшем органе власти распоряжающийся решениями судов говорит дед то зачем тогда вся эта сложная махина суд прокуратура письмо по-моему толковое опять-таки хлопотно было найти человека который взялся бы лично вручить письмо миронову нашли через знакомую знакомых подругу его жены теперь ждем ответа Анна Андреевна звонит мне чуть ли не каждый день к письму Маршака и Чуковского приложено Фриде на свидетельство о безобразиях на суде генерал-майор Николай Романович Миронов 1913-1964 член Центральной ревизионной комиссии КПСС депутат Верховного Совета СССР заведующий отделом административных органов ЦК КПСС привожу отрывок из чернового наброска сделанного рукой Чуковского мы считали что это мелкая литературная склока вскоре заглохнет сама собой мы знаем что Бродский талантливый поэт и литературный работник он переводил для нескольких издательств стихи кубинских польских югославских поэтов эти переводы были вполне доброкачественны и явились результатом большого и напряженного труда ибо переводить стихи сохраняя их поэтические достоинства дело нелегкое каково же было наше удивление когда дней 10 тому назад мы узнали что Бродский арестован ленинградской милицией Дзержинского района по обвинению в тунеядстве 18 февраля в том же Дзержинском районе под председательством судьи Савельевой состоялся суд над Иосифом Бродским суд не познакомившись с литературными трудами Бродского не обратив внимания на телеграмму издательства художественной литературы Москва о заключении с Бродским договора и на нашу телеграмму в которой мы свидетельствовали о высоком достоинстве переводческих работ Бродского вынес следующее решение направить подсудимого на судебно-психиатрическую экспертизу перед которой поставить вопрос страдает ли Бродской каким-нибудь психическим заболеванием препятствующим направлению Бродского в отдаленные местности для принудительного труда в этом решении был предуказан обвинительный приговор с последующей карой и все это без заслушания авторитетной литературной экспертизы без достаточного допроса свидетелей и без соглашения телеграмм на суде ставился грозный вопрос хватает ли заработков Бродского на прожитие хотя суду было известно что Бродской живет в семье и вносит свой заработок в общий семейный бюджет вспоминая нашу собственную молодость мы можем сказать что в возрасте Бродского тоже зарабатывали мало и далеко не сразу могли обеспечить себя и свою семью этот судебный процесс вызвал в кругах ленинградской молодежи сильное волнение мы получили из Ленинграда несколько взволнованных писем одно из которых наиболее содержательное при всем прилагаем автор письма известная писательница и педагог Вигдорова примечание автора вот уже и за 40 минут я зашла только что позвонил Толя нет ли ответа после него взяла трубку Анна Андреевна она о том же и о моих глазах 12 марта 64 кручу ленту назад о поэме был интересный разговор я уже не могу восстановить слово в слово а только смысл я заговорила о Прусте да это родственно согласилась Анна Андреевна это тоже как сказал Тихонов путем всея земли время назад и так же как у Пруста это ни в какой мере не воспоминание времена прошедшие настоящие будущие объединены и еще мельком об одной строфе в решке оказывается строфа где на песке мертвой Шелли а над ним Байрон с факелом это не описание самих похорон а описание картины изображающей похороны в темноту под Манфредовой ели и на берег где мертвой Шелли прямо в небо глядя лежал и все жаворонки всего мира разрывали бездну эфира и факел Георг держал примечание автора она была создана в год рождения Ахматовой в 1889 году в дни ее молодости репродукции картины были распространены в журналах висели в гостинах речь идет о картине французского художника Фурньера похороны Шелли в Италии близ местечка Виареджо на берегу моря Байрон присутствовал при сожжении тела Шелли утонувшего возле Ливорна 8 июля 1822 года художник и иллюстратор Луи Эдуард Фурньер родился в 1857 году в Париже с 1885 года систематически выставлялся в салоне с историческими и жанровыми картинами картина похороны Шелли была выставлена в салоне в 1889 году и репродукция в том же году помещена люстрацион в номере 27 в этом номере был представлен салон 1889 в каком году репродукция впервые появилась в русских изданиях вероятно в Ниве нам неизвестно а в 1940 42 она попала в поэму без героя в качестве иллюстрации к романтической поэме то есть к столетней чаровнице как называет ее Ахматова в Решке а столетняя чаровница вдруг очнулась и веселиться захотела и вместе с ней пишет Бабаев в одной из своих статей об Ахматовой ожили тени Шелли и Байрона двух сумрачных паладинов знаменитой чаровницы Новый мир 1987 номер 1 страница 161 примечание автора в один прекрасный день я уже позабыла дату но это было еще до Фраткина я попросила Фину взять такси и приехать за мною Фина Жозефина Аскарна Хавкина родилась в 1942 году с 1964 помогала Лидии Корневне сперва периодически а вскоре в качестве постоянной помощницы Фина читала Лидии Корневне вслух переписывала на машинке рукопись и наводила справки в библиотеках разбирала ее архив ездила по ее поручениям недаром публикую свои записки Лидия Чуковская написала приношу также благодарность Жозефине Аскарне Хавкиной незаменимой помощницы в моей многолетней работе Нева 1993 номер 4 страница 122 и в завещании Люше Афини если бы не она не было бы моих ахматовских книг архив Чуковской примечания редакции 1996 Мы погрузили в машину шесть тугих папок и отправились к Анне Андреевне на проспект Мира то есть во всяком случае до 17 февраля 1964 года Каждый экземпляр занимает две папки в каждом в общей сложности 457 страниц два экземпляра первый и четвертый я предназначаю как положено для издательства третий Анне Андреевне а второй себе контрольный лифт не работал финна волокла четыре папки я две с точки зрения медицинской науки мне уже полагался в то время постельный режим но к счастью ни я ни наука еще ничего не знали о кровоизлиянии в сетчатку глаз не болел а дышка и стук в висках дотащилась я доверху кое-как не желая навязывать Анне Андреевне свое знакомство финна сгрузив папки у двери кинулась по лестнице вниз из передней дотащила все до стола домашняя работница Анна Андреевна обрадована тронута благодарна кланяус в ножке и прочее но сказать по правде я на секунду обиделась в ответ на мои разъяснения что в издательство что ей что мне она спросила почему это вы все время повторяете первый экземпляр четвертый экземпляр второй не все ли равно какая разница для нее никакой а для меня та что первый я минут пять читаю свободно второй с болью а третий и четвертый непрочитываемы зыбь рябь резь она сочувствует мне жалеет меня но не понимает она все понимающие не понимает это как мы отвозили с финной Анне Андреевне бег времени было уже давно теперь Мишенька Ардов должен отвезти или уже отвез два экземпляра в издательство в Ленинград а сегодня событие Корнею Ивановичу на дачу позвонил товарищ Миронов сам товарищ Миронов сам гиппопотам к нам гиппопотам как я решусь рассказать о Мироновском звонке Анне Андреевне суд еще не состоялся а приговор уже вынесен незачем ждать завтрашнего суда дед рассказывая мне чуть не плакал не занимайтесь этим делом товарищ Чуковский оно грязное Бродский не сам пишет свои переводы за него работают другие как не сам закричал в ошеломлении Корнея Иванович вы имеете ввиду переводы по подстрочнику но все поэты занимающиеся переводами если только не с европейских языков работают по чужому подстрочнику Пастернак не знает грузинского Ахматова не знает корейского или китайского вы просто не понимаете о чем говорите но Миронов продолжал свое вы писатели должны заботиться об идеальном воспитании нашей молодежи а вместо этого вы и товарищ Маршак защищаете таких подонков как Бродской вы говорите стихи в газете перепутаны не его это принципиального значения не имеет Бродской хуже и Анисяна тот только пробивал топором головы а Бродской вливает в головы антисоветский яд дед успел сказать что Бродской талантлив что стихи его ему известны что там нет ни одной антисоветской строки а в чем собственно грязь Миронов не ответив повесил трубку Бродской хуже и Анисяна тот только пробивал топором головы 13 марта 64 уже после того как мы с Финой доставили папки Канни Андреевне я для успокоения сердца попросила Юлю и Нику еще раз прочитать экземпляры насквозь до отправки первого и четвертого в издательство они все равно лежали у Анны Андреевны без движения от этой вычетки был большой прок ведь я в последние дофраткинские дни работал неполноценно Ника обнаружила две пропущенные строчки в стихотворении «Я пришла тебя сменить сестра» и две-три мелкие опечатки Анна Андреевна продиктовала наконец эпиграфы к библейским стихам кроме того перестроила в который раз последнее четверостишее в стихотворении «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума» а цикл «Московские акварели» переименовала в «Трилистник московской» по «Анненскому» конец стихотворения «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума» менялся неоднократно «Было» «И если вернется та ночь и к тебе быть добрым к моей запоздалой мольбе пришли наявули во сне ли мне голос азийской свирели» Нева 1960 номер 3 «Стало» «И если вернется к тебе эта ночь ее не гони как проклятую прочь и знай что приснилась кому-то священная эта минута» Анна Ахматова стихотворение Москва 1961 страница 280 «Впоследствии и если вернется та ночь и к тебе в твоей для меня непонятной судьбе ты знай что приснилась кому-то священная эта минута» Бег времени седьмая книга смотрите также записки том 2 номер 75 В книге Анинского «Кипарисовый ларец» существует отдел где каждый цикл именуется трелистником сумеречный сентиментальный и так далее смотрите Иннокентий Анинской стихотворение и трагедии библиотека поэта большая серия Ленинград 1959 примечание автора вот кажется все перемены сделанные в беге после меня Ника приехала ко мне я уже лежала и внесла все эти поправки в мой контрольный экземпляр тогда насчет бега я успокоилась сегодня сейчас в Ленинграде суд над Бродским а зачем ведь товарищ Миронов уже вынес свой приговор 14 марта 64 Анна Андреевна снова у Ардовых Миша и Боря в Ленинграде и она временно в комнате мальчиков а в маленькой Алеша Баталов лежит у ног грелка правой рукой растирает левую от локтя к плечу от плеча к локтю встретила меня словами проводится успешная подготовка к третьему инфаркту если третий инфаркт случится можно будет присвоить ему звание имени Бродского вчера в Ленинграде судили Иосифа и осудили подробности мы еще не знаем Фридочка еще не вернулась но знаем приговор за тунеядство пять лет но пять лет чего тюрьмы ссылки это нам еще неизвестно во всяком случае ложь взяла верх поэт Бродский признан тунеядцем весь вечер вчера и до двух часов ночи мы перезванивались я из Переделкина в Москву а москвичи с Ленинградом и друг с другом очень долго никаких вестей наконец в два часа ночи из Ленинграда Анне Андреевне дозвонился плачущий Миша Ардов сегодня вернувшись с дачи я поехала к Анне Андреевне возле нее Толя сидели мы втроем и долго молчали я заметила что глядя на Анну Андреевну я и сама начала растирать левое плечо хотя сердце у меня и не болит когда же мы заговорили то конечно же снова о Бродском Толя вскочил и ушел в ванную вернулся с красными глазами но без слез а мне все казалось что я опять в Ленинграде на дворе тридцать седьмой тоже чувство приниженности несмываемой обиды и тайной мысли чему быть того не миновать скорее бы и мне туда же это мысли не от силы от непреодолимой устали от слабости конечно шестьдесят четвертый отнюдь не тридцать седьмой тут себе не ОСО и не военное судилище осуждающие каждый день на мгновенную смерть или медленное умирание тысячу тысяч людей но правды нет и нет и та же непробиваемая стена и та же привычная вечно насаждаемая сверху как и антисемитизм садистская ненависть к интеллигенции в это время Гитович писал поэту Владимиру Александровичу Лившицу дорогой друг с Бродским дело страшное я до всех этих дел часто видел его он постоянно бывал у Ахматовой а значит под моими окнами так сказать но его стихов не знал совсем но уже после фильетона приехал ко мне профессор геологии и литература от Македонов и привез стихи молодого тунеядца я со всей ответственностью могу сказать что если Бродской проживет еще лет десять-двадцать то цены ему не будет а если он снова вскроет себе вены и на этот раз это окажется роковым все равно его стихи останутся и кое-кому история никогда не простит Ирина Кичанова Лившиц прости меня за то что я живу Нью-Йорк 1982 страница 144 примечание актора я рассказала Анне Андреевне о вчерашнем телефонном разговоре Миронова с Корнеем Ивановичем и сразу поняла что рассказывать не следовало и без того рука сердце возможен ли крик тихим голосом оказывается возможен Анна Андреевна тихим голосом кричала эдакая наглость Чуковской тридцать лет занимается переводами переводит сам и написал теорию перевода кто такой Миронов при чем тут Миронов в самом деле объясните мне пожалуйста Лидия Корнеевна кто такой товарищ Миронов Анна Андреевна так никогда и не узнала что оказывается именно товарищ Миронов в 1956 году закрыл дело оперативной разработки ДОР заведенной на Анну Ахматову ленинградскими чекистами в 1939 дело по сообщению генерала КГБ Калугина было заведено с окраской скрытый троцкизм и враждебные антисоветские настроения где содержались материалы собираемые органами безопасности в течение многих предшествующих последующих лет дело содержало немногим меньше 900 страниц и составляло три тома смотрите сборник госбезопасность и литература на опыте России и Германии СССР и ГДР Москва Рудомино 1994 страница 72 79 примечание автора я ответила что он то ли член ЦК курирующий судопроизводство то ли из аппарата ЦК я в этом не разбираюсь я тоже сказала Анна Андреевна спокойнее кто бы он ни был он прежде всего посторонний как бы он не звался самое главное посторонний культуре поэзии России их по этому признаку подбирают это опять тот же Андрей Александрович Жданов играющий на рояле в поучении Шостаковичу нам переводчикам он объясняет что такое подстрочник из какого небытия он возник только бы плюнуть в душу интеллигенции большего удовольствия у них нет слаще водки Толя ушел Анна Андреевна грузно повернувшись со спины на бок нашла свою сумочку и вынула из нее письмо письмо от Вигарелли вторичное приглашение весной в Рим вы поедете не знаю мне все равно что будет со мной и стала рассказывать как ее собираются честовать в Италии вы и еще два-три человека из самых близких знаете чьих рук это дело я не понимаю зачем этот господин так беспокоится Анна Андреевна полагала что своими успехами на западе она обязана деятельной благожелательности Исаии Берлина смотрите например стихотворение ты напрасно мне под ноги мечешь с эпиграфом из Пушкина вижу я лебедь тешится моя записки том 2 номер 66 примечание автора мне все равно что будет со мною меня терзает судьба Иосифа и Толина судьба с Толией все может повториться точь в точь он зарабатывает переводами и нигде не состоит да еще не прописан типический тунеядец а на Вигарелле гнев в какой-то лицензии он оказывается назвал сборник из шести книг полным собранием сочинений Анны Ахматовой конечно в ту пору этот сборник был полнейшим из возможных помню я с какой радостью Анна Андреевна одаривала им друзей но теперь в 64 сборник Ахматовой без поэмы без родной земли без стихов о войне без всей лагерной темы какое же это теперь полное собрание какая же это Ахматова Анна Андреевна гневалась на Вигарелле но ведь как стало известно из записи Марины Цветаевой опубликованы в ее неизданных письмах Париж Умка Пресс 1972 Марина Ивановна вернувшись из-за границы тоже приняла сборник сорокового года за полное собрание и с недоумением спрашивала что же делала Ахматова после революции смотрите записки том 2 за сценой примечание автора это клевета на меня повторила Анна Андреевна не только рецензии Вигарелли книга это не моя книга да-да Лидия Корневна я отлично помню составляла я сама вместе с Люсей Гинсбург редактор Тынянов корректора вы и Тамара Григорьевна уж чего кажется лучше но ведь там меня нет какое же мое полное собрание сочинений без ну да конечно без реквейма он был тогда же почти окончен без всех стихотворений тридцатых годов безо всех стихов которые она даже записать тогда боялась а не только представить в редакцию но откуда могло это быть известно Вигарелли откуда ему могли быть известно все эти бес он не хочет знать за 40 лет советской власти он не удосужился узнать что сборник любого поэта выходящий здесь не есть и не может быть полным собранием сочинений бутафория марта 64 дата неразборчива из положения записи в тетради видно что сделана она между 14 и 22 марта примечание автора иду к Анне Андреевне иду нарочно пешком чтобы не прийти подольше несу ей в подарок Фридину запись оба суда не знаю кто уже был у Анны Андреевны и что кто успел ей рассказать но кто бы что не рассказывал а Фридина запись это нечто уникальное точна как стенограмма выразительно как художественные произведения жанр совершенно новый документальная драматургия ничьей наружности нет вообще никто и ничто не описывается а все сосредоточено в репликах все голоса слышны как и подобает драме каждый персонаж характеризуется собственной речью явственно слышны нарочитая грубость судьихи Савельевой воинствующая глупость народных заседателей дремучие невежества свидетелей обвинения явная КГБшность общественного обвинителя интеллигентность и высокой юридической квалификации защитницы интеллигентность и правдивость свидетелей защиты интеллигентность и подлость секретаря комиссии союза писателей по работе с молодыми Евгения Воеводина угрожающие выкрики из недр зала и чистый спокойный ясный голос Бродского Евгений Всеволодович Воеводин 1928 1981 сын писателя приключенца Всеволода Петровича Воеводина 1907 1973 Евгений Воеводин в просторечии именуемый Воеводин младший мелкий литератор секретарь комиссии по работе с молодыми при союзе писателей на суде от имени комиссии председателем которой был Гранин Евгений Воеводин предъявил справку что Бродской никакого отношения к литературе не имеет справка эта предварительно не была им показана ни председателю комиссии ни ее членам и тем не менее как обличительный документ приобщена к делу и явилась одним из оснований для приговора он представил суду справку содержащую обвинения моральные и политические пишет Эткинд которая якобы исходила из комиссии по работе с молодыми но справки этой не видел никто из членов комиссии кроме ее автора Воеводина приговор же опирался именно на этот фальшивый документ для суда он оказался мнением союза писателей о Бродском записки незаговорщика страница 176 в той же книге Эткинд на странице 52 сообщает имя Евгения Воеводина стало символом низости а так как его отец тоже писатель и тоже Воеводин отнюдь не отличался порядочностью то родилась отличная эпиграмма заклеймившая их обоих дорогая родина чувствуешь ли зуд оба Воеводина по тебе ползут характеристику Воеводина смотрите также в очерке Гордина дело Бродского страница 160 164 примечание автора голос человека затравленного до отчаяния но ни разу не изменившего ни своему призванию ни правде спокойный голос а ведь и друзья его говорили мне будто он истеричен нет спокойствие и достоинство из флидиной записи ясно обвинение в тунеядстве вымысел а главное дневник шестилетней давности и какие-то двое друзей за решеткой друзья будто бы антисоветские а дневник будто бы тоже сколько я не читала стихов Бродского а ни одной антисоветской ноты не услыхала да беда-то в том что и советской ноты не единой а успех огромный особенно у молодежи успех не предусмотренный не предписанный властью не предназначавший Субродскому по разверстке вот в чем причина причин тунеядство же вымысел и при том ничем не подтвержденный шла я и думала о Бродском о суде вот и в новое время та же постылая ложь но сквозь все эти мысли стояла передо мной и Фридина лицо как бывает в кино наплывом и крупным планом она приехала ко мне прямо с вокзала такой не видел я ее никогда всегда нарадовала меня своей душевной устойчивостью равновесием и более того каким-то детским весельем а теперь одна сухость краткость словно весь мир да и я тоже чем-то перед ней провинился Фридачка обедать хотите? нет ванну? нет хотите прилечь отдохнуть? я хочу только одного доехать наконец до дому Фрида выложила в столовой на круглый стол свои записи штук 10 маленьких тетрадочек таких в какие школьники записывают иностранные слова для зубрюшки прочитала их мне одну за другой удивительно драма написана драматургом без помарок единым духом крупный Фриден почерк так и рвется на волю с этих крошечных страниц теперь сегодня запись уже не в тетрадках ночами переписали ее Ника и Юля без устали переписывают еще и еще теперь уже если мы будем обращаться в любую инстанцию в прокуратуру в ЦК куда угодно теперь эту запись мы приложим к каждому своему заявлению лучший экземпляр несу я Анне Андреевне да не отступает от меня Фридина лицо глаза круглые декари и горячие и дагари глаза на лице не видны видны черники под глазами черники ярче глаз а ведь еще недавно одна Фридина приятельница рассказывая о своем разговоре с нею сказала Фридина подняла на меня свои фары не впервые журналистка Викторова присутствует на неправом суде но привыкнуть видно нельзя каждое новое неправосудие заново окровавляет душу Фридина потребовала моего совета вставлять ли по памяти или на основе чужих записей там не она одна писала то что ею невольно упущено например она упустила не дослышала как Савельева отказалась приобщить к делу письма и телеграммы в защиту Бродского как она не дала огласить их я сказал не стоит драма перенасыщена беззакониями обставлять чужих слов не стоит я знакомился с записями сделанными Викдоровой во время суда над Иосифом Бродским пишет один из присутствовавших и сверив их с теми заметками которые были у меня убедился что эти записи объективно и точно воспроизводят все что говорилось на суде атмосфера суда также передана очень достоверно вот по-моему единственная важная деталь опущенная Викдоровой телеграмма прислана в адрес суда поэтами Маршаком и Чуковским и содержащая отзыв о качестве переводов Бродского по решению судьи не была даже оглашена и даже не приобщалась к делу Ефимов преподаватель Ленинградского политехнического института имени Калинина 2 апреля 64 года примечание автора И все-таки вопреки своей воле я наконец до подъезда Анны Андреевны дошла Анна Андреевна сама отворила мне дверь дома никого повела в столовую усадила рядом с собой на диван и сказала тихим голосом мы все ходим с ножами в спинах Ардов в деле Иосифа ведет себя весьма двусмысленно я спросила что случилось но она то ли не расслышала то ли не пожелала ответить и вот перед ней на столе Фридина запись уберите вскрикнула она чуть глянув на заголовок неужели вы думаете что я могу это читать подальше подальше в портфель повернулась ко мне гневно да всегда забываем мы о ее болезни вот уж и Фрида сама не своя а уж после двух инфарктов и главное после товарища Сталина товарища Ежова и товарища Берии а почему вы говорите про стихи так называемые мы называем ваши стихи так называемые потому что иного понятия о них у нас нет а вы учились этому что быть поэтом не пытались кончить вуз где готовят где учат я не думал что это дается образованием я думаю это от бога я сунула запись в портфель помолчали стойте как следует не прислоняясь к стенам отвечайте суду почему вы не работали да хорошо что Анна Андреевна этого не слышит как слышу сквозь Фридину запись я у вас с собой блокнот спросила Анна Андреевна составим список тех моих стихов которые мы сами из предосторожности не включили в бег я буду диктовать а вы добавляйте мы заговорили наперебой и я писала Булгакову легкая судьба другие уводят любимых застольное ты напрасно мне под ноги мечешь не столицу европейской и вот наперекор тому с новым годом с новым горем с трофой из решки мы перебивали друг друга вспомнили кажется все будущее показало что далеко не все примечание автора здесь девушки прекраснейшие спорят сказала под конец Анна Андреевна этого стихотворения я никогда не слыхивала Анна Андреевна стала уверять что она давно его мне читала нет не читала никогда здесь девушки прекраснейшие спорят за честь достаться в жены палачам здесь праведных пытают по ночам и голодом неукротимых морят не вздумайте записывать только первую строчку это кажется 1924 год я и не думал я просто запомнила все четыре закрыла блокнот ни одно из перечисленных выше стихотворений при жизни Ахматова опубликовано не было большинство напечатано посмертно и при том за границей в сборниках памяти Анны Ахматовой полная иностранной библиографии мне впрочем неизвестно многие годы единственным стихотворением напечатанным в Советском Союзе была память Булгакова смотрите день поэзии Ленинград 1966 страница 50 а также библиотека поэта большая серия страница 289 остается неясным какие стихи обозначила Анна Андреевна словами легкая судьба согласно предположению Наймана она имела ввиду стихотворение все ушли и никто не вернулся и глаза я поднять не посмела перед страшной судьбой своей я же полагаю что быть может это стихи начинающие со строкой то что я делаю способен делать каждый в настоящее время пиши и спорят в журнале огонек 1989 номер 10 оба стихотворения смотрите сборник узнают страницы 267 и 262 примечание автора пойду лягу сказала вдруг Анна Андреевна а вы дайте мне пожалуйста грелку она легла а я пошла в ванную и на кухню нашла грелку вскипятила чайник положила грелку к ногам накрыла Анну Андреевну пледом она лежала неподвижно вытянув руки вдоль тела я сидела возле тихонечко казалось она дремлет скоро пришли хозяева мне было пора да и Анна Андреевна почти спала а хорошо что мы все за него хлопотали сказала она внезапно подняв беки для нашей совести хорошо нет хорошо потому что правильно 22 марта 64 Анна Андреевна кочует на этот раз она опять у Алигер в писательском доме Лаврушинской 17 квартира 41 на одной площадке с Ивановыми открыла мне сама из передней дверь направо закрыта и оттуда шумные голоса у хозяев гости Анна Андреевна повела меня по коридорчику вперед и налево маленькая уютная комната Машина Танина не знаю та самая в которой я уже была полутьма на столике возле тахты изогнутая лампа поверх абажура накинут красивый темный платок это я нарочно взяла у Тамары Владимировны чтобы ваши глаза отдыхали сказала Анна Андреевна я была тронута хотя и удивлена внезапностью этой заботы сначала о Бродском она сказала что в Ленинграде в смене появилась на днях статья под заглавием тунеядцу воздается должное я ее конечно не читала но легко могу себе представить сказала Анна Андреевна привожу отрывки из статьи появившейся без подписи в ленинградской газете смена 15 марта 64 года сперва сообщается что решение суда о выселении Трутня из Ленинграда сроком на 5 лет принято было после очень тщательного изучения всех имеющихся в деле документов после внимательного выслушивания сторон за этим сообщением следует брань по адресу тех кто осмелился Бродского защищать Грудинины Эткинда и Адмони говоря откровенно стыдно было за этих людей когда изощряясь в словах пытались они всячески обелить Бродского представить его как невинно страдающего непризнанного гения на какие только измышления не пускались они только потеряв столь нужную каждому писателю каждому человеку идейную зоркость можно было так безудержно рекламировать проповедника пошлости и безидейности что пленило Грудинину и других поклонников Бродского в его так называемом творчестве тупое чванство ущербность и болезненное самолюбие недоучки и любителя порнографии сто крат помноженное на непроходимое невежество и безкультуре вот что выглядывает из каждой строчки вышедшей из-под пера Иосифа Бродского после брани по адресу защиты следует восхваление обвинителей правильную точную оценку его тлетворной деятельности дали на суде писатель Воеводин заведующие кафедры высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной Ромашова начальник дома обороны Смирнов замдиректора Эрмитажа Лагунов трубокладчик ОНР-20 Денисов общественный обвинитель представитель штаба народной дружины Дзержинского района Сорокин и другие кто был автором этой статьи можно установить по письму Грудининой к Вигдоровой от 3 апреля 64 года это некто Моисеев сотрудник отдела пропаганды газеты Смена О, я тоже настанет ли такая пора когда всем тунеядцам от Лернера до Прокофьевой Толстикова воздано будет по заслугам пока 30 лет спустя не настало Лернер за это время дважды осужден за мошенничество в 1973 и 1984 годах в 1990 году он выступил со статьей Маскарад где вновь лгал и клеветал заявил что Вигдоровой не был на суде над Бродским и опубликовал в противовес вигдоровской записи собственную халтурно состряпанную версию судебного разбирательства ему возразили в печати участники событий Адмани Найман Шкелевской русская мысль 1990 номер 3845 тем дело и кончилось что касается Прокофьева то в январе 1965 года его с грохотом провалили на перевыборах в Ленинградском союзе писателей дальнейшая судьба Толстикова мне неизвестна примечание автора я рассказала о Фридином замысле распространить запись суда между властью и мущими и не только по судебной линии процесс велся беззаконно и беззаконие запечатлено четко Фридин уже послала свою запись кроме Руденко еще и крупным общественным деятелям Чаковскому Твардовскому Суркову быть может кто-нибудь из них и пожелает вмешаться Твардовской ну уж только не Чаковской сказала Анна Андреевна детище его литературная газета ничем не лучше смены а знаете у меня огорчение догадайтесь кто не пожелал присоединиться к хлопотам об Иосифе Александр Исаевич давно я так не огорчалась я сказала что насколько мне известно Солженицын после опубликования Ивана Денисовича получает горы писем от заключенных и пользуясь своей славой и новыми связями пытается им помочь вызвать их из беды выручить тех за кого не заступится никто о письмах от заключенных сотнями получаемых Солженицыным после публикации одного дня и о своем заступничестве за них с помощью журналистки Чайковской Александр Солженицын подробно рассказывает в седьмой части книги Архипелаг ГУЛАГ Москва советский писатель 1989 смотрите например страницы 483 485 515 525 539 542 иногда кое-кого ему удавалось спасти примечание автора хорошо если так сказала помолчав Анна Андреевна выручить тех за кого не заступится никто но единственная ли это причина мне мельком когда-то сказал Паустовской что в одном дне Ивана Денисовича звучат антиинтеллигентские ноты я мимо ушей эти слова пропустила счастлива что дожила до Сложеницына однако наша интеллигенция приняла не меньше страданий чем наш народ сам-то он Сложеницын кто народ или интеллигенция кто читает и почитает его народ или интеллигенция разделение мнимое никчемное в особенности после ежовщины и войны наша интеллигенция кроваво обвенчалась народом это кажется из герцена кроваво обвенчалась не так ли так из былого и дум но там Москва и Россия разделение и связь между интеллигенцией и народом условность тайна сегодня он человек из народа завтра великий актер или великий поэт ужасно попятное движение был интеллигент стал падалью сам или дети его распространяя смрад в смраде гибнет интеллигенция и народ равно заговорили о Гумилеве Анна Андреевна сказала он сидел на Гороховой с 4 до 25 августа я спросила правда ли ходят такие слухи что власти предлагали ему побег но он отказался желая разделить участь товарищей вздор никаких товарищей у него не было и не могло быть потому что и делу никакого не было Колю допрашивали отдельно а других арестованных он и не знал я спросила правда ли что уходя Николай Степанович взял с собой Жуковского неверно взял он Илиаду и Пунин который был там видел как ее отобрали в августе 1921 года Пунин ненадолго был арестован в следственном изоляторе ЧК на Гороховой Пунин столкнулся с Гумилевым одного вели на допрос другого с допроса у Гумилева была Илиада Гомера он не расставался с нею ни в далеких путешествиях ни на фронте в мировую войну теперь она тоже была с ним единственное что он успел это показать ее Пунину вскоре Пунина перевели на шпалерную оттуда ему удалось передать письмо в котором он описал короткую встречу с Гумилевым мы стояли друг перед другом как шалые в руках у него была Илиада которую у бедняги тут же отняли смотрите Михайловской Пунин портрет в супрематическом пространстве Нева 1989 номер 6 страница 151 что касается дела Гумилева то краткое представление о нем дает Терехов старший помощник генерального прокурора СССР член коллегии прокуратуры СССР в 60-е годы Мотивы поведения Гумилева зафиксированы в протоколе его допроса Пытался его вовлечь в антисоветскую организацию его друг с которым он учился и был на фронте Предрассудки дворянской офицерской чести как он заявил не позволили ему пойти с доносом Терехов возвращаясь к делу Гумилева Новый мир 1987 номер 12 страница 257 258 В 1989 году Фельдман в том же Новом мире номер 4 страница 265 подверг сомнению не только участие Гумилева в заговоре но и существовании самого заговора вообще Приведенные Тереховым аргументы дают основания предполагать что заговора вообще не было и что подтвердить это могут архивные документы которые до сих пор старательно прячут от исследователей необходим тщательный анализ документальных свидетельств обязательные архивные разыскания нужно открывать архивы к этому следует добавить свидетельство Латманизова разговоры страница 85 вот отрывки из записи от 24 июня 1964 года недели за три до моего отъезда в Ленинград говорит Анна Андреевна ко мне пришел очень высокопоставленный человек он близок к Джубею к редакции известий это был Гольцев он рассказал что были подняты дела связанные со следствием по делу Гумилева по делу Таганцевского заговора по делу самого Таганцева и выяснилось что собственно никакого Таганцевского заговора не было что Гумилев ни в чем не виноват не виноват и сам Таганцев ни в чем никакого заговора он не организовывал он был профессор истории в университете в Ленинграде был большим оригиналом, но политикой, а тем более заговорами, не занимался. Весь этот заговор оказался несуществовавшим, и теперь, после рассмотрения всех материалов, Гумилев будет реабилитирован. Вот так мне сказал этот человек. Примечание редакции. Ахматова, по свидетельству Липкина, точно знала, что Гумилев в Таганцевском заговоре не участвовал. Более того, по ее словам, и заговора-то не было. Его выдумали петроградские чекисты для того, чтобы руководство в Москве думало, что они недаром хлеб едят. Липкин, Вторая дорога, Москва, Олимп, 1995, страница 163. Теперь материалы о Таганцевском заговоре опубликованы. Документы полностью подтверждают мнение Ахматовой. Их публикация в газете в декабре 1995 года сопровождается таким вступлением. Удалось познакомиться с грандиозным делом Таганцева. К ответственности по нему было привлечено 833 человека. А само дело насчитывало 382 тома следственных и оперативных материалов. Даже рассказывать о них нелегко, хотя бы потому, что никакого заговора не было. Борис Краевский делал Таганцева. Кем и как оно было сделано. Сценарий сталинских процессов сочиняли еще при Ленине. Общая газета, 1995, номер 49, страница 12. Из публикации следует, что сценарий этого дела сочинил чекист Агранов, который придумал Петроградскую боевую организацию и разные ее подразделения, группу террора, профессиональные группы и многие другие. Общее число казненных по делу Таганцева превысило 100 человек. По образцу этого дела было сконструировано множество политических процессов вплоть до дела врачей. Смотрите также документальную повесть Миронова «Начальник террора. Заговор Таганцева». Москва. Издательство «Грабарь. 1993». Мы получили от Николая Степановича три открытки. В одной он сообщал нам, что написал два стихотворения. Я ничего более не спрашивала, почему не знаю. Анна Андреевна с тревогой заговорила о Толе. Он на волоске. Маклярской грозит его отчислить. Михаил Борисович Маклярской умер в 1978 году. С 1960 года возглавлял высшие сценарные курсы. Перед войной Маклярской руководил отделом в 4-м управлении НКВД. Круг специфических интересов полковника госбезопасности Маклярского, пишет Ирма Кудрова, включал именно деятели советской литературы и искусства в предвоенные и военные годы. Позже, когда война закончилась, на первый план выступила другая сторона талантов полковника. В миру он стал сценаристом. Фильмы по сценариям с его участием широко известны. «Подвиг разведчика» 1947, «Секретная миссия» 1950, «Заговор послов» 1966 и другие той же направленности. Ирма Кудрова, «Гибель Марины Цветаевой», «Москва. Независимая газета», 1995, страница 176. Примечание автора. Сценарий, представленный Толей, признан негодным. Кто это Маклярский? Главное начальство. Разумеется, в сталинские годы поджаривал чьего-то отца, это известно. А если отчислят, уготована Толе судьба Иосифа. Увидите. Ведь он в Москве не прописан. Я сказала, что если Толю отчислят, он может уехать по месту жительства, в Ленинград. Но ни по месту жительства, ни в каком другом месте ему не дадут работы. Он друг Бродского и кандидат в тунеядцы. Чуть успокоюсь, она сказала, что литературная Россия выпросила у нее стихи. После долгих просьб и мольб я дала одиннадцать стихотворений, а они не печатают. За этим что-то кроется. Думаю, ничего не кроется, а просто стихи редакция откладывает из номера в номер. Их вытесняет более современный материал. Ну да, что-нибудь вроде Роберта Рождественского. Я спросила, нравятся ли ей его стихи. Не читала и читать не стану. Поэт — это человек, наделенный обостренным филологическим слухом. А у него английское имя при поповской фамилии. И он не слышит. Какие уж тут стихи. Потом Анна Андреевна надела очки, порыла сумочки и вынула оттуда письмо. Снова от Вигарелли. На этот раз благодарность за воспоминания о Модельяне, ею присланные, а затем сообщение о ее будущем триумфальном путешествии по Италии. Воспоминания Ахматовой о Модельяне появились впервые в Италии. Рим, 1964-й. На родине же лишь посмертно. Анна Ахматова о Медео Модельяне. День поэзии. Москва. 1967-й. Страница 278. Примечание автора. Она сунула письмо обратно и целую минуту с ожесточением запихивала глубже и глубже. Тут уж пошла Петрушка, — говорила она, комкая внутри сумки письмо. Анна Андреевна, это не Петрушка, это правда. Вы поедете, вы снова увидите Италию. Нет, Петрушка, Петрушка. Я спросила, получила ли она еще письмо от мальчика из злодейного поля. Да, и прекрасная. Вот что значит великая страна. После такого гноя, крови, смрада, мрака приходят такие мальчики. От них все скрыли, а они все нашли. И откуда приходят? Из злодейного поля. Мальчиком из злодейного поля Ахматова называла Мишу Кралина. Родился в 1948-м. В ту пору девятиклассника школы Ладейно-Польского района Ленинградской области. Второе Мишина письмо, тоже прекрасное по отзыву Анны Андреевны, мне неизвестно, а первое было адресовано Корнею Ивановичу и передано по его просьбе ей. Привожу цитату. «Скажите, пожалуйста, можно ли мне, советскому школьнику, считать любимейшей поэтессой Анну Ахматову?» Так часто приходится до хрипоты в голосе, чуть не до слез, защищать ее и ее стихи. Словно какой-то запрет наложен на это имя. Нельзя рассказать о ней в кружке любителей поэзии. Нельзя написать статью в наш рукописный журнал «Ровесник». «Не от культа ли личности?» достался нам этот запрет. «Но я борюсь, потому что я люблю. Вы за меня, Корнею Иванович?» Говоря все это, я имею в виду главным образом стихи Ахматовой последних лет. Скорей бы прочитать ее триптих. Я слышал, что он тоже прекрасен. Окончив после школы филологической факультет Ленинградского университета, Михаил Михайлович Кралин начал упорно работать над изучением жизни и творчества Анны Ахматовой. Перечисляю некоторые из его поздних публикаций. Анна Ахматова из «Заветной тетради», «Знамя» 1987, номер 12. Анна Ахматова «Пролог» или «Сон во сне», «Искусство Ленинграда» 1989, номер 1. А также статья «Победившая смерть. Слово». Нева 1988, номер 7. И сборник об Анне Ахматовой. Примечание автора. 28 марта 64-го. Вечером поздно я поехала к Анне Андреевне, к Олегер. Хозяйки нет дома, у Анны Андреевны гости, все в столовой, вокруг большого стола, Ника, Юля Живого, Копелевы, Лев Зинович и Раиса Давыдовна. Мне показалось, все какие-то невеселые. Анна Андреевна сидит на диване отдельно, полубольная, недобрая, хмурая, велела мне сесть рядом. «Я сегодня совсем плохо слышу», — сказала она. В облике у нее что-то новое, я не сразу поняла, что. Потом разглядела. Другая прическа. Не челка и не вверх и гладко, а одна прядь спущена посреди лба. Означает ли это перемена, что поездка ее в Рим решена, и что Нина Антонна уже принаряживает ее к поездке? Нина Антонна — режиссер, актриса, наверное, она и умелый гример. Хочу, чтобы Анна Андреевна ехала. И боюсь, чтобы Анна Андреевна ехала. Поздно, поздно, она слишком больна. Вряд ли у нее хватит сил видеть Рим. А сил-то на поездку идет сколько. Отвратительная неприятность. Иосиф позвонил на Ордынку, Кардовом, откуда-то с дороги. Спросил, как дела, на что Виктор Ефимович ответил. «Забудьте наш телефон. Здесь у вас никаких дел больше нет». «Верно», — сказала в прошлый раз Анна Андреевна. «Нож в спину». Тут я сразу поняла ее недомогание. И что сей сон значит? Еще недавно он, тот же Ардов, написал заступническое письмо Толстикову. Взгрели его за это, что ли? Как бы там ни было срам, срам и срам. Каково это было услышать Иосифу по дороге в ссылку? Столь неожиданный ответ из того дома, где его всегда привечали. Анна Андреевна, мальчики, Нина Антонна, да и тот же Ардов. «Ужасно», — сказала Анна Андреевна с искаженным лицом. И повторила «Ужасно». Извинившись перед гостями, она увела меня к себе в комнату и там под секретом сообщила одну горькую новость. Толя отчислен от сценарных курсов. Эту беду она тоже как-то связывает с Ардовым. «Мы вернулись», — пришла Маргарита Иосифовна. Она была приветлива, но час поздний, всем уже пора, гости поднялись. Разговаривали, одеваясь в передней и в столовой. Тут раздался звонок, и вошла Тамара Владимировна. «Я на минутку, мне надо потолковать с Львом Зиновичем об издании». Львов Зинович Кобелев был членом комиссии по литературному наследию Всеволода Иванова, примечание автора. Разговор между ними был быстрый, а потом, стоя в передней, Тамара Владимировна попросила меня передать привет Фриде Абрамовне. «Пожмите ей руку», — сказала она. «Я всегда относилась к ней с уважением, а теперь уважаю в особенности. Мне было радостно услышать очередной восхищенный отзыв о Фриде на шедевре. Передам с удовольствием». Случилось так, что во время этого короткого разговора стояли в передней Анна Андреевна, вышедшая нас проводить, Тамара Владимировна, я и хозяйка дома. Тамара Владимировна расспрашивала Анну Андреевну о здоровье, а я мельком глянула на Алигер. Разумеется, чтение на лицах — дело рискованное. Маргарита Иосифовна вежливо молчала. Спорить с гостями ее высочайшей гости, ей, как женщине благовоспитанной, было неловко. Но мне показалось, что реплика Тамары Владимировны не доставила ей удовольствия. Улыбочка на лице была, мне показалось, ироническая. Если я угадала верно, то остается вопрос, к кому или к чему относится ирония? К таланту Бродского? К заступничеству Забродского? К фридиной записи? К приветственным словам Тамары Владимировны? Первый апреля, шестьдесят четвертого. День подарков. Мне, не мне. Анне Андреевне и не Анне Андреевне. Однако, не от меня. Я позвонила поздновато. Можно ли прийти? Да, да, и, пожалуйста, поскорее. Я поскорее. Пришла. Никакой причины спешить не оказалось. Анна Андреевна в маленькой уютной комнате, в полу лежит, веселая, спокойная. Рассказала мне то, что я уже слыхала от Фриды. Ей позвонил человек из известий. Некто Гольцев. Хочет прийти. Он желает узнать мое мнение о таланте Бродского. Валентин Петрович Гольцев родился в 1909-м. Журналист, автор многочисленных очерков, составитель сборника «700 тысяч километров в космосе» о космонавте Титове. А также «Ядерный век» и «Война». С начала 60-х годов специальный корреспондент известий. С 65-го года занял в известиях высокий пост редактора военного отдела. Был он приближен к могущественному главному редактору, зятю Хрущева, Аджубею. Бродским он, по-видимому, не заинтересовался или заинтересоваться не пожелал. Однако по просьбе Анны Андреевны в том же 1964 году он, пользуясь своим высоким положением, помог Надежде Яковлевне Мандельштам получить прописку в Москве. Кроме того, как свидетельствует Латманизов, он принес Ахматовой весть о возможной реабилитации Гумилева. Об этом смотрите за сценой. Примечание автора Провокация эта, вряд ли, высокого своего мнения о таланте Иосифа Бродского Ахматова не скрывает. А если бы известия выступили с разоблачениями неправого суда, всех этих Лернеров, Савельевых, Воеводиных, Теглых и прочих негодяев, вот это было бы дело. Да не выступят они. Ведь вся эта шушера действует с благословения Толстикова, а Толстиков — верховная власть. Постучал и вошел Павел Николаевич Лукницкий, моложавый, чистый, выбритый, аккуратно причесанный, я знаю, ему за шестьдесят, а выиграет он не более, чем за сорок пять. Он придвинул стул к тахте, сел, на коленях необъятный портфель. Разговор между ними особенный, и мне бы куда-нибудь деться, да куда денешься. Я перенесла свой стул поближе к окну, но все равно слышала каждое слово тем легче, что они не понижали голосов и совсем не секретничали. Анна Андреевна просила Павла Николаевича непременно в июле приехать в Комарова, чтобы поработать как следует. Я-то знаю, над чем они работают, но знает ли Павел Николаевич, что я это знаю и что часть сделанной ими работы долгое время хранилась у меня? Нет. Анна Андреевна зря не проговаривается. Я никогда не читала ни единой строчки, а интересно было бы прочесть, интересно будет прочесть. Одна только загвоздка — когда. Прочтем, когда Гумилева, наконец, объявят одним из крупных лириков начала века и издадут в большой серии, объяснив предисловии, что путь его был сложен и противоречив, и не упомянув при этом ни о заговоре мнимом, ни о расстреле подлинном. А я ведь помню Николая Степановича, помню у нас дома во всемирный, в Доме искусств, помню взгляд и голос, для меня он живой. Труды и дни Гумилева, составленные Лукницким и Анной Ахматовой, пока еще в свет не вышли. Что же касается сочинений, то не считая журнальных публикаций, начавшихся в 1986 году, в 1988 в большой серии библиотеки поэта вышел в свет однотомник стихотворений и поэм «Ленинград советский писатель». В библиографическом очерке, предваряющем стихи, автор его Карпов о причастности Гумилева к заговору сообщает весьма двусмысленно, не беру судить о степени виновности Гумилева, но и невиновности его суд не установил. Страница 76, написана в 1989 году, примечание автора. Павел Николаевич щелкнул замочком портфеля, извлек оттуда нечто красиво переплетенное и протянул Анне Андреевне «Вслед перо», значит, это нечто Ахматовское, листы, тетрадь, книга, нечто подлежащее надписи. Ахматова быстро сделала надпись, и нечто переплетенное исчезло в недрах портфеля. Из глубоких портфельных недр Павел Николаевич извлек сначала коробку шоколадных конфет, затем две свои книги, обе с надписями, одна взрослая, другая детская, мелькнули картинки. Тут произошел забавный диалог. В ту минуту, когда Анна Андреевна читала надпись на взрослый «У вас малышей нет?» — спросил Лукницкой, имея в виду, конечно, вокруг. «Пока нет», — ответила Анна Андреевна, переосмыслив вопрос. Взяла, однако, обе книги и положила возле себя. Протянула мне широко распахнутую коробку конфет. Попробуйте, Лидия Корневна. Сладко. А Лукницкой, между тем, произнес нечто еще более сладостное. По поводу статьи Маковского, столь же сердившей Анну Андреевну. Павел Николаевич выдвинул такую теорию. Маковской, дескать, потому недоброжелательно отзывается о Николае Степановиче, что сам в ту пору был влюблен в Анну Андреевну. Поверила ли она этой лесте? Не думаю. Она человек трезвый. Павел Николаевич поднялся. На прощание Анна Андреевна снова попросила его непременно летом приехать в Комарова. «Теперь ваша очередь», — сказала она, когда Лукницкой вышел. Я не поняла. Она же, поискав вокруг, нашла фотографию, которая обычно называет «Я зарабатываю постановление» и протянула мне. Переверните. Я прочла «Корнею Ивановичу Чуковскому в его день» Анна Ахматова. Это я читаю в 1946 году. А. 2 апреля 1946, Москва. Экземпляр фотографии с дарственной надписью стоит до сих пор на писанном столе «Корнея Ивановича» в музее дом Чуковского в Переделкине. Предполагаемых причин, вызвавших постановление ЦК и речь данного 1946 года, множество. Одна из них — овация, устроенная Ахматовой, когда она выступила в Москве в апреле 1946 года, вышел на эстраду, зал поднялся и слушал ее стоя. Говорили даже, будто Сталин приказал расследовать, кто организовал вставание. Подробно о постановлении 1946 года смотрите записки том 2, страница 5867-97-98, Нева, номер 4. Снимок этот сейчас широко известен. Он публиковался не раз. Смотрите, например, Веленкин в 101-м зеркале, Москва, 1990-й. Примечание автора. Я поблагодарила за этот дар от души, зная, как обрадуется дед. Фотография хороша, но я впервые увидела, у, какая страшная тень за спиною у Анны Андреевны, тень будущего. — А это вам, — сказала она. Встала, схватила со стола какие-то листочки, протянула их мне и снова легла. Я глянула. Собственноручно переписанные черепки. Родные братья Реквейма. Пять. А на обороте надпись. Для ЛКЧ. 1 апреля 1964-го, Москва, А. Черепки впервые опубликованы в 1974-м году в Париже, в сборнике памяти Анны Ахматовой. У нас же только в 1988-м году, в журнале «Горизонт» номер 4. В моей работе два автографа, номер 112. Смотрите также двухтомник, 1990-й, том 1, страница 342, примечание автора. Тут я догадалась, почему она ответила по телефону «приезжайте скорее». Сегодня она милая, добрая, и, приготовив свои дары заранее, она хотела поскорее меня обрадовать. Читать будете потом. Да вы и знаете их почти все. А сейчас я вам другое почитаю. Озерову заказали мой литературный портрет, а я решил написать сама. Так, для баловства. В галерее у Фицы целая стена автопортретов. Вот послушайте. Она открыла тысячу одну ночь и начала читать нечто как бы от третьего лица, то есть написанное как бы от имени Озерова. Но какой же это в таком случае автопортрет? Увы. Прозу со слуха я запомнить наизусть не умею. Что это было? Пересказ самых разных суждений о наружности и поэзии Анны Ахматовой. Не окончив, Анна Андреевна внезапно захлопнула тетрадь. Ближайшая к первоапрельской дате статья Озерова об Анне Ахматовой — это «Мелодика, пластика, мысль», напечатанная в газете «Литературной России» 21 августа 1964 года. Не исключено, что первоисточником для статьи в большой степени послужили непосредственные беседы Озерова с Анной Андреевной. Она говорила мне об автопортрете, написанном ею как бы от имени Озерова, а статья его имеет под заголовок «Портрет писателя». «Тысяча одна ночь, рабочая тетрадь, прочно вшитая в переплет тысяча одной ночи. Не имея доступа к архиву Ахматовой, я не могу установить, какую запись она мне в тот вечер читала». Примечание актора. Ну и так далее. Лучше посмотрите. Вот. Из сумочки газетная вырезка. Напечатана по-русски, но печать не наша. Анна Андреевна объяснила, что это рецензия на реквием в какой-то нью-йоркской газете. Читать, однако, не дала. Вечная ее нетерпеливость. И спрятала обратно в сумку. Предполагаю, что это вырезка из нью-йоркской газеты «Новое русское слово». 15 декабря 1963 года там была помещена рецензия на реквием с подписью «Анстей». Примечание автора. Час поздний. Не опоздать бы на метро. Я ушла. Хотела скорее домой. Спокойно перечесть глазами черепки. Фотографию завтра же доставлю Корнею Ивановичу. А лучший подарок — весть о реквиеме. Значит, его читают. На весь мир звучит погребальный колокол. Не звучал бы. Не стали бы рецензию писать. Но пока что для чужих он звучит реквием. Скорее бы вышел бег времени. А плакали бы наши люди своих мертвых. Странное-то, в самом деле, понятие — время. Оно бежит. И оно же на месте стоит. Рэквием. Ведь это Ленинград. Комната Анны Андреевны. Пепельница, кресло. Мои возвращения ночи по Фонтанке и через Невской. Маленькая Илюша. Следы бурых печатей на дверях Митиной комнаты. Потом война, Ташкент, тоска по Ленинграду. Потом Москва. Смерть Сталина. Все это было? Было и бельем поросло? Было, прошло? Неправда. Оно неподвижно. И никуда из меня не уходит. Какой там бег? Разве не я тогда у креста? Разве не я тонула в море? Разве забыли мои уста в куст твой горе? Ее же строчками и живет в моем настоящем и прошедшем безостановочно бегущее или неподвижно стоящее время. Девятый апреля, шестьдесят четвертого. Вечером я у нее, у Алигер. В квартире слышны люди. Маргарита Иосифовна, Маша и Таня дома. Но мы с Анной Андреевной долго просидели в тишине. Анна Андреевна, как всегда, полулюжа. Я сказала ей, что Копелева и Фрида составляют свод всех документов по делу Бродского. Кому бы не передавать Фридину запись, свод всех документов необходим. История и предыстория всего происшедшего составлена и переслана из Ленинграда в Фриде Натальей Осиповной Грудининой. Наталья Осиповна Грудинина. Родилась в 1918-м. Ленинградская поэтесса, переводчица, руководительница в ту пору Литературного объединения молодежи при заводе Светлана. И литературного кружка старшеклассников во дворце пионеров. Грудинина — составительница нескольких сборников, где напечатано стихотворение ее питомцев. Из ее собственных книг наиболее известный «Дневник сердца» 1960-й и «Посвящается молодости» 1970-й. Кроме того, Грудинина переводит стихи поэтов Севера — якутские, эвенкийские, юкагирские и другие примечания актера. То, что происходило до суда, интересно. На суде — увлекательно. А вот что после суда — это, пожалуй, всего поучительнее. Преследовать после судебного приговора свидетелей защиты. Причем не за то, что они будто бы свидетельствовали ложь, а за то, что предварительно не согласовали свои показания с начальством. Ошельмовать их в печати, в вечернем Ленинграде и в смене, а потом шельмовать в Союзе, грозить по месту работы. — Ценные открытия в юриспруденции, — сказала Анна Андреевна, — впрочем, ничто не ново под луной. Привет товарищу Вышинскому. Письмо Грудинины к Фриде было у меня с собой, и я не удержалась, кое-что процитировала. Из очень длинного и подробного письма Грудинины привожу некоторые отрывки. Адмани, Эткинт и я были вызваны к Прокофьеву. Кроме Прокофьева, там присутствовали и секретарей Браун и Чапуров, и спортбюро Шейкин, Капица, Авраменко. Кроме того, был Воеводин-младший. В деле они, конечно, разобраться не пожелали, обрушили на нас град оскорблений и предъявили обвинение, что мы не поставили Союз в известность о том, что будем свидетельствовать. Не согласовали этого вопроса с секретариатом и второе обвинение, что мы свидетельствовали без учета политического лица Бродского. Через неделю собрался секретариат и партбюро в достаточном кворуме. Прокофьев пустил в ход следующий прием. Все, кто защищает Бродского, это целая организация, а Грудинина — главный организатор. При этом он заявил с многозначительным видом, что ему, мол, все известно, в частности, и то, что я организовывала телеграммы в «Известие» и в бюро ЦК РСФСР. Этим он, видимо, решил поднять себя на высоту всезнающего и всесильного. Но просто-напросто, когда я разговаривала по телефону со следователем Волковым, ГБ, то я ему об этих телеграммах сказала, поэтому все знания Прокофьева проистекают все из того же источника, из уст следователя Волкова, который сам носа не высовывает, но в тихомолку делом Бродского дирижировал и дирижирует сейчас. Кстати, мне стало известно, что в паре с ним действует другой следователь ГБ — Седов. Оба они держат на прицепе Лернера и других аналогичных мерзавцев из дружины Дзержинского района и сеют их руками те методы 1937 года, которыми им самим пользоваться запрещено. Нужно сказать, что секретари вели себя подлейшим образом. Все голосовали за все предложения Прокофьева, очевидно, с перепугу, что их тоже зачислят в организацию. Взорвался один только Гранин, наконец-то, и резко опротестовал воеводинскую фальшивку, посланную в суд. Он сказал, что понятия не имеют об этой бумаге, сказал, что она не только не была послана от комиссии, но и по существу не совсем-то правильная, потому что, вопреки написанному в ней, Бродской создает талантливые стихи, и именно благодаря им пользуется популярностью среди молодежи. Гранин сказал, что ему один за другим звонят возмущенные члены комиссии по работе с молодыми и опротестовывают свое участие в этом деле, и что он по этому поводу созовет комиссию. Прокофьев пытался протащить голосованием запрет Гранину созывать комиссию. Тогда Гранин сказал, что откажется от председательства в комиссии, если ему запретят ее созвать. С Гранином говорили грубо, перебивали его, запугивали. Секретариат постановил позаботиться о том, чтобы Грудинина была лишена возможности руководить кружками молодых поэтов во дворце пионеров и на заводе Светлана. Об этом заседании секретариата смотрите также в записках незаговорщика страницы 176-179, примечания автора. Анну Андреевну в особенности заинтересовало то место письма, где Грудинина пишет о следователях Волкове и Седове из-под тяжка дирижирующих всем этим судебным делом. Затеяно оно будто бы из-за тунеядства. А в действительности из-за чего? Насчет дирижерства это она права. На 20 и 22 съездах партии одна могучая организация была разоблачена. Культ личности и нарушение социалистической законности. А теперь законность, законность и законность. А на самом деле некие Волков и Седов, то есть все тоже КГБ, дергают за веревочки не только Лернера и Савельеву, но и Прокофьева. А первый секретарь обкома Толстиков, он командует Волковым и Седовым, или они им, не поймешь. А Миронов, он ведает ими, или они им. КГБ ведает Центральным комитетом. Или ЦК партии ведает Комитетом государственной безопасности. Анна Андреевна выслушала меня внимательно. — Бродская возит навоз в совхозе, — сказала она. Потом вынулась под подушки переписанные от руки листки и медленным глубоким голосом прочла несколько новых стихотворений Иосифа. Два мне понравились очень. — Вот ему как раз и возить навоз, — сказала я. — Кому же еще? — Помолчали. — Жаль, что товарищ Толстиков не имеет возможности лично наблюдать это зрелище из окна своего кабинета, — сказала Анна Андреевна. — То-то было б весело, то-то хорошо. Я думаю, на дне Иосифова дела оскорбление величества. Тунеядец, распутник — это, конечно, пущено в ход, потому что истинной причины выговорить они не смеют. Миронов сказал Корней Иванович, — там на дне грязь. Но на вопрос какая? В чем? Не ответил. — Очень показательно. Не мог же Миронов осквернить свои уста, повторяя слова богохульника. Помолчали. Кроме возмущения, дело Бродска вызывает во мне постылую скуку. Наша обыденность. Словно в поезде едешь по бескрайней степи, когда не выглянешь в окошко все одно, одно и одно. Нет, на двадцатые годы не похоже. И на тридцать седьмой не похоже. На послевойны не похоже. Однако похоже на все. Волков и Седов. Седов и Волков. Лернер. В ногах у Анны Андреевны газетный лист. Я потянул его к себе. Оказалось, это не газета, а всего лишь оттиск одной газетной полосы. Ну, гранки, что ли. Полоса литературной России с портретом Ахматовой и одиннадцатью ее стихотворениями. Теми самыми выпрошенными, вымоленными. Анна Андреевна объяснила, что полоса эта снята, то есть уверяют ее не снята напрочь, а передвинута с апреля на май. Она хочет позвонить в редакцию и потребовать стихи обратно. В май не верит. Анна Андреевна оказалась права. Эта полоса с ее стихами в литературной России так и не появилась. Примечание автора. Кто-то передал ей интересную подробность. Начальство так кричало на Поделкова из-за этой полосы, что тут же у телефона с ним случился сердечный приступ. Сергей Александрович Поделков родился в 1912 году. В 1964 году член Редколлегии еженедельника литературной России, курирующий отдел поэзии. Поэт, переводчик, автор многих стихотворных сборников. Примечание автора. И этот начальственный крик тоже надоел до тошноты. И почему это они никак не могут вдоволь нарать друг на друга и что-нибудь решить окончательно, прежде чем морочить голову автору? На радио отказались передавать прочитанные Анне Андреевной стихи. Она уверена, что и вечера ее в музее Маяковского, намеченном на 26 апреля, не будет. И это не будет. Я спросила, как она думает, результат ли это реквиема, все эти запреты, или что другое. Результат реквиема в Мюнхене. И дело Бродского в Ленинграде, — отвечала она. Гадание наше постоянное, что и за чего, тоже мне осточертело. В темноте кто-то играет с нами в жмурки. Я взяла со столика листок бумаги и написала Анне Андреевне свою новость. Юрий Павлович Анненков дал мне знать из Парижа, что скоро там выйдет Софья. Будет скандал или соблаговолят не заметить? Кто знает. Анна Андреевна прочла, вернула мне записку, потом, глянув на потолок, со вздохом развела руками, и я выбросила листочек в уборную. Тут пришла Эмма Григорьевна. Я с интересом прислушивалась к ее с Анной Андреевной разговорам, хотя участвовать не могла и ухватывала далеко не все. Пушкин. А в Италии, в Милане, хотят издать книгу ее статей о Пушкине. Хорошо бы. Она советовала с Эммой о составе. По словам Герштейн, Ахматова написала заявку на книгу о Пушкине и отправила в одно из итальянских, миланских издательств. Книга в Италии, однако, издана не была. Примечание автора. Потом Анна Андреевна читала принесенные Эммой копии каких-то архивных документов. Кажется, все тех же писем Карамзиных. До Пушкина им уже никакого дела не было, говорила Анна Андреевна. Наталья Николаевна, вот это было интересно. А тут возле ходил какой-то маленькой курчавенькой, писал стихи. Кому это интересно? Маргарита Иосифовна пригласила нас чай пить. Мы перешли в столовую, сели к столу, а Эмма Григорьевна по дороге отстала в передней и начала одеваться. Анна Андреевна отстала, пыталась ее удержать. — Почему же вы уходите? Я вас так давно не видала, а вы уходите. Посидите еще. Эмма отговаривала с поздним часом, далью, неудобным сообщением, пересадками. Надела пальто, шляпу, перчатки, но никак не могла попасть кончиком пояса в пряжку. — Нет, мне пора, — решительно сказала она. Час поздний. К тому же носятся слухи, что на сегодня в нашем районе назначен еврейский погром. — И вы боитесь опоздать? — спросила отстала Анна Андреевна. Эмма расхохоталась, но все-таки ушла. Девочки, Маша и Таня, принесли чай и сели с нами. За столом было вкусно, а общий разговор не клеился. Наконец болтовня разгорелась. Маша задала Анне Андреевне тот же вопрос, какой некогда я. Была ли красива Любовь Дмитриевна Блок? Ну, это привычная и хорошо разработанная Анна Андреевна и тема. Тихо и по складам. Она была похожа на бегемота, поднявшегося на задние лапы. Затем подробнее. Глаза — щелки, нос — башмак, щеки — подушки, ноги — вот такие, руки — вот этакие. Когда-то мне Анна Андреевна говорила, что у Любови Дмитриевны была широкая спина. Я напомнила ей об этом. Ответ был мгновенный. «Две спины», — сказала она. Маргарита Иосифовна, как и я когда-то, спросила, почему же в таком случае все считали Любовь Дмитриевну красивой. Да-да-да, Белый, Чулков, Сережа Соловьев, который сам был красавец, Сережа писал, «Любовь Дмитриевна одна умеет носить платье». Наверное, они все видели ее сквозь дивные стихи Блока, где она и прекрасная дама, и София, премудрость божия. Некрасивость Любови Дмитриевны заставила меня задуматься о красоте другой дамы, Натальи Николаевны Пушкиной. Была ли она красива? Ее тоже видели сквозь стихи, психеи и прочее, но ведь так ее видели при его жизни. Когда она вернулась в свет, ей было всего 32 года. Расцвет для женщины. Но почему-то уже нигде ни звука о ее красоте. В письмах рассказывают о ней то и сё, но о красоте ни слова. Мы вернулись в маленькую комнату. Анна Андреевна прилегла снова. «Был у меня на днях один посетитель, голландец», — рассказала она. «Мы все видывали западных знатоков России, русской истории, русской литературы и прочее. А тут я увидела рядового западного человека. Он пришел ко мне потому, что все московские достопримечательности уже осмотрел, и ему сказали, что есть такая старуха, которая в десятые годы писала стихи о Боге. Вот он и пришел. Не знает ровно ничего ни о чем и ни о ком. Про Гумилева никогда не слыхивал. Я спросила, не думает ли она, что рядовой советский человек тоже ничего не знает о поэзии стран Запада. Ведь это люди ее поколения, ее круга, знали по 4-5 иностранных языков, ездили за границу, учились в Марбурге или в Париже. А теперь? И теперь, уверяю вас, интеллигентные русские лучше знают западную литературу. Ну, хоть не в подлинниках, хоть в переводах, хоть одну из западных литератур. А этот ничего, никого, даже Гумилева не знал. Потом, не забывайте, что западничество во всех смыслах очень русская черта. Потом опять о Гумилеве. Сейчас на Западе много обо мне пишут, и всюду я читаю. Вышла замуж за основателя акмеизма. Точно это было условием свадебного контракта. А я вышла замуж за молодого начинающего поэта-символиста. Когда он увидел нашу работу, мою и Мандельштама, он начал подводить под нее теоретическую базу. И родился акмеизм. Вот как было. Несмотря на то, что мы были так связаны, весь акмеизм рос из его наблюдений над моими стихами тех лет, так же, как над стихами Мандельштама, записала Ахматова в своей записной книжке в ноябре 1962 года. Смотрите публикацию Суворовой в журнале «Новый мир», 1990, номер 5, страница 221. Примечание автора. Скоро она едет в Ленинград, а в конце мая в Комарова. 21 апреля 1964-го. У меня грипп. Анна Андреевна по телефону справляла со здоровьем. Потом. «Я вынуждена буду уехать в Ленинград еще раньше, чем предполагала», хворает Ира. «Я подумала, с кем бы мне более всех хотелось увидеться в этом городе напоследок». «Поняла. С вами. А вы заболели. Нехорошо». «Потом. Мой вечер в музее Маяковского все-таки состоится. Меня спросили, кто для вас предпочтительнее в качестве открывающего, Шкловской или Андроников?» Я ответила, не хочу ни того, ни другого. «А кого же?» Я ответила, «карандаша». «Карандаш — знаменитый клоун», примечание автора. «Двадцать второе апреля шестьдесят четвертого. Температура у меня почти нормальная. Я отправилась к Анне Андреевне с утра. Не знаю, когда она переехала на Ордынку, но сейчас она там. Я застал ее в столовой. Сидит на своем обычном месте в углу дивана, за большим обеденным столом и вставляет французские слова в машинописные экземпляры воспоминаний о Модильяне. Я преподнесла ей Леопарди. Случайно он попал ко мне в руки. В подлиннике по-итальянски. Издание необычайно изящное. Ахматова по-итальянски понимает, а я не звука. О Леопарди мне известно только то, что пишет о нем Герцен. Он будто бы напоминает Лермонтова. Привожу цитату из «Былого и дум». Есть пьеса Леопарди, которым я страстно сочувствую. У него, как у Байрона, много убито рефлексией. Но у него, как у Байрона, стих иногда режет, делает боль. Будет нашу внутреннюю скорбь. Такие слова, стихи, есть у Лермонтова. Есть они и в некоторых ямбах Барбье. Герцен, собрание сочинений в 30 томах, том 10, Москва, 1956, страница 79. Примечание автора. Анна Андреевна поблагодарила равнодушно. «Вряд ли кто-нибудь на этой планете может напоминать Лермонтова», — сказала она. Ардов восхитился переплетом, бумагой и тут же с большим проворством приклеил непрочно вклеенный портрет. Окончив вписывать французские слова, Анна Андреевна повела меня в комнату мальчика, в детскую. Сегодня она больная, раздраженная, наверное, из-за телефона. Каждую минуту входила домработница. Звонит такой-то или такая-то. Банников. Наташа Горбаневская. Аманда. Не то англичанка, не то американка, пишущая книгу об Ахматовой. Каждый спрашивает, когда можно прийти. Что ж, ничего удивительного. Ждановская петля разжалась, а год юбилейный. 23 июня 1964 года Анне Ахматовой исполнилось 75 лет. Примечание автора. Стихи с начала года печатаются в журналах и газетах. Да ведь и всегда к Анне Андреевне люди шли потоком. Ахматовкой называл Пастернак это изобилие посетителей. Сейчас прилив. Ирине, к счастью, лучше, и Анна Андреевна еще побудет с нами в Москве. Она сразу о Бродском. Я пересказала ей одну забавную городскую сплетню. Пьянка у Расула Гамзатова. Встречаются Твардовская и Прокофьев. Оба уже пьяные. Твардовская кричит через стол Прокофьеву. Ты негодяй! Ты погубил молодого поэта! Ну и что ж, ну и правда. Это я сказала Руденко, что Бродского необходимо арестовать. Тебе не стыдно? Да как же ты ночами спишь после этого? Вот так и сплю. А ты в это дело не лезь, оно грязное. А я непременно вмешаюсь. А кто тебе о нем наговорил? Оно мне известно как депутату Верховного Совета. И стихи тебе известны как депутату? Да, и стихи. Анна Андреевна перебила меня. Они ему известны, конечно, от маршака. Да, да и я передала их Твардовскому через одного своего друга. Продолжайте. Тут Твардовский заметил Якова Козловского, поэта и переводчика, и закричал Прокофьеву. Что ж ты его не арестовываешь? Ведь он тоже переводчик, тоже переводит по подсрочникам и тоже еврей. Звони немедленно, Руденко. Краткое изложение ссоры Твардовского с Прокофьевым на пьянке у Расула Гамзатова смотрите в дневнике «Лакшина». 7-8 апреля 1964-го Трифонович рассказал, что в пятницу после заседания пошел в гости к Расулу в гостиницу «Москва» и насмерть разбронился с Прокофьевым из-за дела Бродского. «Где же это слыханно?» — сказал он Прокофьеву, чтобы один поэт помогал посадить другого поэта. Новый мир во времена Хрущева. Страница 221. Примечание автора. Маршак уже давно говорил с Твардовским о делах Иосифа, они ведь видятся постоянно. Показывал Фридину запись, показывал стихи. Это я знала. А вот что Анна Андреевна через кого-то передавала их тоже? Нет. Стихи Бродского передал Твардовскому по просьбе Анны Андреевны Семен Израильевич Липкин. О нем смотрите записки том 2-й, за сцены. Привожу его рассказ. По просьбе Анны Андреевны я передал Твардовскому, с которым был знаком совсем не близко, но издавна, поэму Бродского «Шестье» и два стихотворения, одно посвященное Ахматовой, закричат и захлопочут петухи, и другое — станцы. Ни стороны ни по ГОСТа не хочу выбирать. Твардовскому стихи не понравились, талантливо, сказал он, но слишком литературно. Примечание автора. Спрошу у Самуила Яковлевича, понравились ли Твардовскому стихи. Поэзия Бродского, она ведь ему чужая и чуждая. Если не понравились, то тем более чести Александру Трифоновичу как человеку и депутату. Значит, он вмешается из ненависти к антисемитизму и беззаконию. Я сказала Анне Андреевне, что собранные нами документы вместе с Фридиной записью уже пошли наверх по трем каналам — через Миколу Бажана, через Твардовского и через Аджубея. Алексей Иванович Аджубей, 1924-1993, журналист, обладавший в ту пору большой властью. Он был главным редактором газеты «Известия», членом ЦК КПСС и, к тому же, зятем Хрущева. В 1959 году вместе с другими журналистами Аджубей написал книгу о поездке Никиты Сергеевича в Соединенные Штаты Америки «Лицом к лицу с Америкой. Москва. Госполитиздат», за которую в 1960 году все участники, среди них Грибачев, Жуков, Ильичев, Сатюков и другие, получили Ленинскую премию по журналистике. Примечание автора. Она уже знала об этом. «Все это хорошо, а вот герой наш ведет себя не совсем хорошо», — сказала она, помолчав. «Даже совсем не». Оказывается, был у нее Миша Мейлах, навещавший Иосифа в ссылке, один из преданнейших Бродскому молодых ленинградцев. «Вообразите, Иосиф говорит, никто для меня пальцем о палец не хочет ударить. Если бы они хотели, они освободили бы меня в два дня». Михаил Борисович Мейлах родился в 1944-м, автор нескольких специальных работ о провансальской поэзии. Смотрите, например, книгу «Язык трубодуров» 1975 и «Работ об абериутах». При участии Мейлаха вышло в свет четыре тома собрания произведений Хармса «Бремен» 1978-1988 и двухтомное полное собрание сочинений Александра Введенского, переиздано в 1993-м московским издательством «Гелея». Мейлах, автор воспоминаний об Анне Ахматовой, смотрите «Свою меж вас еще оставив тень». Ахматовские чтения, выпуск 3. Москва. Наследие. 1992-й, страница 152-173. В ту пору, о которой речь, Михаил Мейлах — 19-летний студент филологического факультета Ленинградского государственного университета. Жил он тогда в Комарове, на даче у своих родителей, и несколько раз бывал у Анны Андреевны. В апреле 1964 года Мейлах съездил навестить Бродского и, вернувшись в Ленинград, написал Вигдоровой письмо, где повторил упрек Иосифа, обвиняющего своих заступников в медлительности. Об этом, дата не установлена, Вигдорова мне сообщала. Миша Мейлаху я ответила так. «Милый Миша, мы очень мало знакомы, и поэтому мне трудно отвечать на ваше письмо. И все же я хочу сказать вам, что ни Лидию Корневну, ни Льва Зиновича, ни меня побуждать к действию не надо. Вот уже более полугода нет не то что дня, а часа, чтобы мы не думали о судьбе Иосифа. Мы — люди несановные, власти у нас нет никакой. Мы двигаемся не семимильными шагами, а отвоевываем дорогу по сантиметру. Это очень грустно, но это так. И друзья Иосифа, и сам Иосиф могут помочь нам только одним — доверием. Не сердитесь на это сухое письмо. Мне было трудно его писать». Примечание актора. «Они — это мы», — взрыв, образчик Ахматовской неистовой речи. «За него хлопочут так, как не хлопотали ни за одного человека, и за всех восемнадцати миллионов репрессированных. И Фрида, и я, и вы, и Твардовской, и Шостакович, и Корней Иванович, и Самуил Яковлевич, и Копелевы. Это на моих глазах. А сколько еще именитые и неименитые в Ленинграде? А у него типичный лагерный психоз. Это мне знакомо. Лева говорил, что я не хочу его возвращения и нарочно держу в лагере. Ахматова говорит о количестве людей, защищавших Бродского. Привожу отрывок из воспоминаний о непрошедшем времени Раисы Орловой. Москва. Слово. 1993. Страница 306. В деле Бродского принимали участие многие люди, многие литераторы. Этот список возглавляется именами старейшин. Ахматова, Чуковская, Паустовская, Маршак, Шостакович. А далее свидетели защиты. Грудинина, Адмани, Эткинт. Те, кто писали письма, выступали на собраниях, уговаривали знакомых им власть имущих, писали характеристики Бродского, ходили по инстанциям, собирали отклики иностранной печати. Чуковская, Гнедин, Долинина, Морец, Наровчатов, Копелев, Гранин, Ардов. Он, как и некоторые другие, вел себя непоследовательно, то защищал, то ругал Бродского. Зонина, Вячеслав Иванов, Дар, Огородникова, Оттон, Голышева, Сурков, Бажан, Евтушенко, Вознесенская, Ахмадулина, Гамзатов, Козловская, Богуславская. Это люди, известные мне, а было много других, более молодых литераторов Ленинграда, Битов, Грачев, Ефимов, Вахтин. От себя добавлю по памяти Гордин, Найман, Мейлах, Бабенышев. Примечание автора. Я подумала, Лева пробыл в тюрьмах и лагерях лет двадцать без малого, а Иосиф без малого три недели. Да и не в тюрьме, не в лагере, а всего лишь в ссылке. Анна Андреевна задыхалась от гнева. Вот почему она сегодня больная. Не следовало сообщать ей, что говорит Иосиф. Все мы не умеем беречь ее сердце, все. Мне, например, Мишину сообщение трын-трава. Пусть думает и говорит обо мне и о нас, Иосиф, все, что хочет. А ей каково? Броской ведь ее открытие, ее гордость. Мы сидели молча. Я припоминала, сколькие еще, кроме перечисленных ею, хлопотали и хлопочут Забродского. Вступаются за него Эдкинд, Грудинина, Адмани, Долинина, Гнедин, Иван Рожанский, Наташа Кинд. Иван Дмитриевич Рожанский, 1913-1994, специалист по истории античной науки и философии, сотрудник Института истории естествознания и техники Академии наук СССР. В ту пору Наташа, то есть Наталья Владимировна Кинд, 1917-1992, автор многочисленных трудов по изотопной геохронологии, сотрудница Геологического института Академии наук СССР, была его женой. Рожанские познакомились с Анной Андреевной в самом начале 60-х годов. Оба — друзья и защитники Иосифа Бродского, подписавшие, в частности, протестующую телеграмму Толстикову 24 февраля 1964 года. В жизни Анны Андреевны Рожанские играли особую роль. Вооруженные отличным магнитофоном, они, одни из первых, начали записывать ее голос. Анна Андреевна, гостя в Москве, часто принимала их у себя и сама с охотой бывала у них. Дом Рожанских был в ту пору местом постоянных встреч литераторов и ученых, привлекаемых туда не только гостеприимством хозяев, но и редкостным собранием книг и магнитофонных записей. Рожанские записали на магнитофон отрывки из поэмы «Без героя», поэму «Реквием», отрывок из воспоминаний о Модильяне, а также гневный монолог Ахматовой в разговоре о Карамзиных и Наталье Николаевне Пушкиной. Кроме того, отдельные стихотворения, из которых многие еще не были тогда опубликованы, «Привольем пахнет дикой мед», «Наследница», «Ты напрасно мне под ноги мечешь», «Запад клеветал и сам же верил», «Поздний ответ» «Из тюремных ворот» и другие. Наталья Владимировна вспоминает, «Однажды Анна Андреевна дала мне прочесть поэмы «Без героя». Я прочла и призналась, не совсем поняла. Анна Андреевна ответила, «Стихи не надо понимать, их надо чувствовать». Примечание автора. Отдышавшись после неистовой речи, Анна Андреевна с полным спокойствием объяснила причину, по какой литературной России все откладывает и откладывает из номера в номер печатания ее стихов. От удивления я даже не сразу поверила, когда, наконец, мы отучимся удивляться. Анне Андреевне рассказал «Зе», связанной с этой редакцией, такие оглушительные факты. В неделе появились чьи-то воспоминания о Распутине. Жуковская перед катастрофой. Неделя 1964, номер 14. Примечание автора. Так. А в литературной России возымели намерение напечатать Ахматову. Так. Казалось бы, какая между этими фактами связь, никакой. В огороде Бузина, а в Киеве дядька. Да и ведь печаталась уже Ахматова в литературной России. Но в чьих-то начальственных мозгах Распутин ассоциируется с Анной Ахматовой. И литературной России сделан был нагоняй. Нельзя на близком расстоянии, близком по времени, преподносить читателю, хотя бы и в разных органах печати, два таких близких в умах начальства имени, как Распутин и Ахматова. Ахматова и Распутин. Распутин и Ахматова. Мало того, что меня не печатают из-за меня, так еще и из-за Распутина, сказала Анна Андреевна со спокойным презрением. Да, гиганты исторической памяти, великие эрудиты управляют нашей печатью. Теперь она решила взять свои стихи из литературной России и разделить их на две части. Одни — отдать новый мир, где предисловие напишет критик Андрея Синявской, а другие — еще не обдумала, куда. А происшествию с литературной Россией и неделей в сущности девиться нечего. Административно-судебными делами в ЦК партии ведает Миронов, административно-литературными — он же. Литература как орган администрации. Я рассказала Анне Андреевне эпизод, бродящий в виде очередной легенды по городу. 12 апреля, на празднование третьей годовщины со дня полета в космос, космонавты пригласили к себе в поселок, в клуб знаменитого Евгения Евтушенко, выступать, читать стихи. Евтушенко приехал. Гагарин, Николаев, Терешкова, словом, герой космоса, встретили его радушно. Он готов был уже взойти на трибуну. Но тут подошел к нему некий молодой человек и передал совет товарища Миронова не выступать. Герой космоса его не удерживали. В самом деле, что такое для Юрия Гагарина невесомость по сравнению с неудовольствием товарища Миронова? А полуправоверный Евтушенко опять кажется в полуопали. Эта очередная легенда нашла свое отражение в дневнике Лакшина в записи 18 апреля 1964 года, читаем. Был Евтушенко со стихами. Рассказывал, что его пригласили выступить в городке космонавтов под Москвой. Торжественно привезли, доставили чуть ли не на сцену и внезапно отменили выступление. Некто Миронов, заведующий отделом ЦК, сказал, чтобы духу его там не было. Обратно машины не дали, и Евтушенко по лужам отправился к станции, сел на электричку и вернулся в Москву. Это все отголоски исторических встреч. Новый мир во времена Хрущева, страница 225, примечание актора. Напоследок я охватилась, что позабыла показать Анне Андреевне интересную записочку от Фриды. Нашла ее. Экземпляр ходит, и это ужасно. То есть ужасно для самого главного, для дела. Безумные люди. Экземпляр ее судебного отчета. Но ужасно это для дела или хорошо? Анна Андреевна полагает, что для дела не ужасно, и даже, может быть, полезно. А вот для людей, переписывающих и распространяющих... Да, люди безумны, сказала она. А я подумала, что на безумные поступки толкают людей, в этом случае, популярность Бродского, подлость Савельевой и сила Фридиного слова. Иначе стали бы переписывать такую длинную драму. На ее перепечатку, знаем по опыту, требуется не менее семи-восьми часов, ведь мы посылаем Фридин отчет в каждую новую инстанцию, каждому влиятельному лицу, и две наши верные помощницы, поклонницы поэзии Бродского, переписывают Фридин отчет ночами. 11 мая 64-го. Сегодня, после долгого перерыва, пришла я, наконец, к Анне Андреевне. Дед болел гриппом, я тоже немножко. Затем на всех парах писала о былом и думах, бегала по глазным врачам и по аптекам, и... И главная трата времени — дело Бродского. Фрида и Копелевы, Фрида и я, Фрида, я и Копелевы встречаемся ежедневно, обсуждаем очередные вести, полученные из Ленинграда. Фриди оттуда постоянно пишет Эткинд, да и не он один. И каждая наша встреча кончается Фридиным вопросом. Как же мы будем поступать? А как, собственно, можем мы поступать? Сочиняем очередную писанину. Совместный или порзнь. Вот и все наши поступки. Как уже мог убедиться читатель, дом Копелевых в 60-х на улице Горького 6 и в 70-х на Красноармейской 21 был местом постоянной встречи московской, не только московской, интеллигенции. Здесь обменивались русскими и иностранными книгами, самоиздатскими рукописями, политическими новостями. Из рук Копелева я и, что существеннее, редакция журнала «Новый мир» получила первую рукопись Солженицына. В романе «В круге первом» Солженицын вывел своего старого товарища по шарашке Копелева под именем Рубин. В доме Копелевых происходили встречи москвичей с немецкими и американскими корреспондентами, писателями и дипломатами. Отсюда многие сам издатские рукописи отбывали на Запад. Здесь, приезжая в Москву, встречался с советскими литераторами друг Копелева Генрих Бёль. Здесь собирали подписи в защиту преследуемых и деньги для политических заключенных. Чуть не все население писательских домов постоянно посещало квартиру Копелевых, пользуясь их многотомной разноязычной библиотекой. Привожу отрывок из пародии Аспавата о постоянном многолюдстве Копелевского дома. В эту ночь супруги Копелевы улетали в Ялту, а жизнь в их доме шла своим обычным размеренным ходом. Копелев давал руководящие указания членам семьи, встречал и провожал гостей, учил свояченицу спряжению немецких глаголов и общался с друзьями. Таковых было немного. Двоюродный брат, троюродный племянница прокурора армейского трибунала, муж той женщины, которая и была когда-то детской любовью Копелева, скульптор Эрнст Неизвестный, просто неизвестный и еще один известный подонок. Еще несколько однокашников, однокамерников и однодельцев пили чай с тетей Броней, обсуждая кандидатуру в правление Московского отделения писателей. Цитирую по сборнику заклинаний добра и зла. Москва. Прогресс. 1992. Страница 450-451. Естественно, что Копелев и Орлова находились под неотступным, явным и пристальным надзором властей. После выхода в свет в 1975 году в Америке книги Копелева «Хранить вечно» надзор перешел в прямые преследования. В 1976 году в нашей квартире на первом этаже дважды разбили окно, вспоминает Копелев. В первый раз это произошло через несколько дней после того, как в соседнем доме неизвестные проломили голову Константину Богатыреву. Осенью 1976 года нам звонили, судя по голосам, молодые парни и не слишком образованные, судя по лексике и стилистике. Матерились, удивлялись, что я еще не подох. Мы жили в Москве. Страница 249. В январе 1977 года Копелевых лишили телефона. В марте 1977-го Льва Зиновича исключили из Союза писателей. В 1980 году Раиса Орлова тоже была исключена из партии, из Союза за то, что вместе с мужем подписала письмо в защиту Сахарова, высланного в Горькой. В 1980-м Копелев и Орлова решили на год уехать из Советского Союза. По приглашению Генриха Бёля и Дармштадтской академии языка и литературы они 12 ноября 1980 года с обратными билетами в кармане вылетели в ФРГ. Однако указом Верховного Совета СССР 12 января 1981 года были лишены советского гражданства и остались в Кёльне. Там их многообразная литературная, лекционная и общественная деятельность по связям Запада с СССР продолжалась. Среди других русских книг, изданных по их инициативе с их помощью, в 1987 году в переводе на немецкий язык Кей Боровский и Нелли Коско вышел первый том моих записок о бане Ахматовой с послесловием «Орловой». Подробный список книг и статей Копелева и Орловой, изданных дома и на Западе, читатель найдет в третьем номере журнала «Иностранная литература» за 1989 год. Я же укажу лишь на те две книги, которые наиболее точно воспроизводят их писательский и жизненный путь и по материалу соприкасаются с моими записками. Те, где, в частности, рассказано и о деле Бродского, и о Фреде Вигдоровой, и о встречах Копелева и Орловой с Анной Ахматовой. Раиса Орлова «Воспоминания о непрошедшем времени» 1983, переиздано в Москве в 1993. И мы жили в Москве. Орлову познакомилась с Анной Андреевной в 1962 году «Я». Смотрите записки, том 2, страница 29, Нева, номер 9. Копелева в том же 1962 году Надежда Яковлевна Мандельштам. У Копелева хранятся две книги Анны Андреевны с дарственными надписями. На стихотворениях 1958 читаем «Милому Льву Зиновичу Копелеву за его добрые слова об этих стихах». Ахматова 4 июня 1962 Москва «Набеги времени» Льву Зиновичу Копелеву с глубоким уважением и даже восхищением 27 февраля 1966 Москва Примечание автора Чуть только пришла я сегодня к Анне Андреевне, дело Бродского снова прыгнуло на меня из-за ее плеча. Слава Богу, и стихи тоже. Но главным образом расспросы. Не виделись мы долго, недельки три. Большинство моих бродских новостей для Анны Андреевны не новость, бумажных и бытовых. Навестили Иосифа некие молодые люди, молодые врачи. В комнате холод, грязь, спит не раздеваясь, с сердцем плохо, физическая работа ему не по силам. Необходимо, чтобы местные тамошние врачи дали ему справку о болезни, тогда, быть может, освободят его тамошние власти от тяжелой работы. Доставлена ему спиртовка, теплые вещи и спальный мешок. Показали ему письмо мое, говорят, оно ему понравилось. Молодые врачи. Евгений Иосифович Герф родился в 1937-м, и Виктор Миронович Гинделис родился в 1937-м. Один из них в то время терапевт, работавший на скорой помощи, другой врач-генетик, оба выпускники Второго медицинского института, тесно связанные с студенческой дружбой. Герф поехал навещать Бродского главным образом потому, что в доме Копелевых познакомился с его стихами и с ним самим. И стихи, и поэт чрезвычайно заинтересовали его. Герф в то время сам писал стихи. «Я ездил к Бродскому не как врач к пациенту, а скорее как ученик к учителю», сообщает мне он в письме 1990-го года. Гинделиса Герф пригласил с собой, чтобы не было страшно, да и в надежде на его медицинские познания. «Впечатление на меня, как на врача, Бродской произвел тяжелое», пишет мне в том же письме Евгений Герф. «Он жил в деревянном угрюмом доме, помню серые доски, пыльные полувыбитые стекла, северное небо. Он ходил на работу, помогал очищать распахиваемое поле от валунов. Я обнаружил у Бродского признаки докомпенсации порока сердца, боли, кровохарканье. Мы осмотрели Иосифа Бродского, сообщает в том же 90-м году Виктор Мироныч Гинделес, и нашли тогда расширение границ сердца и функциональные расстройства сердечной деятельности. Оно и понятно. Поскольку основное занятие Иосифа Бродского, полный рабочий день, состояло в том, что вместе с другими работягами он ворочал огромные каменные валуны, остатки движения ледников в этой зоне, перекатывая их на металлические листы подстилки и затем перетаскивая в другое место. У Иосифа Бродского был чулан пять-шесть квадратных метров, с топчаном, ящиком каким-то вместо стола и табурета, и, главное, мизерное однорамное оконце, часть которого была разбита и потому заткнута какой-то тряпицей. «Помню, как мы гуляем втроем», пишет Герф. Бродский утверждает, что по этой дороге проходят этапы ссыльных, что это чуть ли не продолжение знаменитой Владимирки, но говорим мы не о политике. Я учусь у него уму-разум, и он учит меня виденью иного. С той поры у меня хранятся два автографа Бродского, один на машинке, это стихотворение Витязлав Незвал, «На Карловом мосту ты улыбнешься», подпись «Дорогому для воспоминаний об одной деревне с любовью Бродской». 9164 Норинская Другой автограф моей записной книжки от руки синими чернилами, сжимающий пайку изгнания в обнимку с гремучим замком, прибыв на места умирания, опять шевелю языком. Сияние русского ямба упорней и жарче огня, как самая лучшая лампа в ночи освещает меня. Перо поднимаю на силу, и сердце пугливо стучит, но тень за спиной на Россию, как птица на рощу, кричит. Да гордое эхо рассеев засело по грудь в белизну, лишь ненависть с юга на север спешит, обгоняя весну. Но согнутый кашлем надсадном, все ниже склоняясь в ночи, почти обжигаясь, тем самым от смерти подобья свечи собой защищаю упрямо, как с самой последней стеной, и это великое пламя колеблется вместе со мной. Иосиф Бродской 9164 Норинская Очевидно, 9164 это год 1964 Накануне отъезда врачей множество посылок для Иосифа Бродского принесли в дом Копелевых друзья. Об этом смотрите в книге «Мы жили в Москве» страница 106 Примечание автора «Анна Андреевна слышала об этом письме в отдел культуры ЦК товарищу Черноутсану первое ему же мы писали с Фридой вместе, а это второе я накатала сама. Друзьям оно нравится, и Фридочка стала даже прилагать его в виде предисловия к своему отчету. Большая честь для меня. Оба документа она посылает разным влиятельным лицам и в разные инстанции. «Дайте», сказала Анна Андреевна, словно увидав мои листки сквозь кожу портфеля. В последнее время у меня в портфеле гнездятся копии, они там живут и размножаются. Забавно, как и Фридин отчет, письмо мое получило собственное хождение, будто выросли у него собственные незримые ножки. Не говорю уж о друзьях, но люди, никогда не читавшие стихов Бродского, никогда не видавшие его самого, просят, берут на день, на два и переписывают. Я даю, но не безвозмездно, с условием вернуть мне подлинник и в качестве гонорара копию. У меня их теперь всегда штук десять и более. А сколько ходит по городу? Привожу свое письмо с некоторыми сокращениями. Несколько месяцев тому назад Вигдорова и я обратились к вам с письмом по поводу клеветнической статьи, помещенной в газете «Вечерний Ленинград». Статья поразила нас грубостью тона, невежеством, лживостью. Речь в ней шла о молодом поэте Иосифе Бродском. Чтобы доказать отсутствие у него дарования, авторы статьи щедро цитировали не его стихи. Вам эта статья тоже не пришлась по душе, но и Бродского вы сочли недостойным заступничество. Люди, к которым вы обратили за разъяснениями, доложили вам о нем как о человеке безусловно антисоветском. Далее мною кратко изложено совершившееся на обоих судах, продолжаю цитировать свое письмо. Особенно тяжелые впечатления суд произвел на молодежь. Многие из молодых людей, присутствовавших на суде, встретили приговор негодованием и слезами. Еще бы! Они знают наизусть прекрасные лирические стихи Бродского, стихи о Ленинграде, о Пушкине. Они знают его самого, человека, чуждого пижонства, карьеризма, стяжательства, человека, буквально одержимого любимым делом, не встающего из-за машинки целыми днями, а иногда и ночами. И вот именно его, труженика и бедняка, осудили у них на глазах, как тунеядца. Суд над Бродским приобрел громкую и печальную известность, ибо в нем сконцентрировано все ненавистное каждому культурному человеку, молодому и старому, неуважение к поэту, неуважение к интеллигенции, неуважение к закону, чего стоит хотя бы тот факт, что приговор в качестве одной из основ опирается на справку Воеводина. Справку вы увидите этой записи, которая на суде была громогласно разоблачена как фальшивая. Вы можете сказать мне, что с жалобами на нарушение закона следует обращаться в соответствующие судебные инстанции. Это верно. И обоснованные жалобы на неправильное ведение процесса уже поданы, куда полагаются, отцом Бродского и его адвокатом. Но я обращаюсь к вам не как к прокурору или адвокату, а как к литератору и общественному деятелю. В Архангельскую область на принудительный труд сослан талантливый поэт. С этим не может примириться моя гражданская совесть. Я уважаю всякий труд, в том числе и труд чернорабочего. Но я отказываюсь понимать, кому это и для чего нужно, чтобы поэт самостоятельно изучивший два языка и мастерски переводящие стихи, принудительно в виде наказания использовался как возщик. В Ленинграде, в одном из крупнейших культурных центров страны, перед лицом трудовых людей, строительных рабочих, публично оболган и ошельмован поэт-переводчик, а с ним вместе и литераторы, которые за него заступились. Это уже не просто беззаконие, допущенное относительно одного человека. Нет, это оскорбление литературного труда, тяжелого и вдохновенного, оскорбление интеллигенции. Общественный обвинитель назвал заступника у Бродского подонками. В зале раздались возгласы «всех бы вас, писателей, вон из Ленинграда, видим мы, как вы работаете» и так далее. Бродского судили люди столь невежественные в вопросах перевода, что обращение к подстрочнику, без которого не обходится ни один поэт, они считают использованием чужого труда. Его судили люди столь недобросовестные, что мнение о его работе Маршака и Чуковского они всеми силами постарались от аудитории скрыть, отлично понимая, что публика больше поверит суждению мастеров, чем фальшовые бумажки, состряпанные воеводином. Расчет верный, но бесчестный. О преследовании после суда свидетелей защиты, выполнивших свой гражданский профессиональный долг. О умышленное распространение слухов, будто все, кто прежде хлопотали о Бродском, теперь от него отступились. О невозможность ни для кого высказаться в защиту осужденного ни в одной газете, ни в одном журнале, напечатать подлинные стихи и переводы Бродского. Невозможность печатно разоблачить махинации Лернера, клевету вечернего Ленинграда. Все это скопление умышленных, продуманных мероприятий далеко выводит дело Бродского за рамки судебной ошибки досадной случайности. Какая уж тут ошибка? Тут заранее обдуманное намерение, во что бы то ни стало, несмотря ни на какие факты, добиться публичного осуждения заранее обреченного человека. Характерная в этом смысле мелочь у дверей зала, где состоялся процесс, висел большой плакат «Суд над тунеядцем Бродским». Не означает ли это, что Бродский был признан виновным в тунеядстве еще до суда? К чему же в таком случае суд, если приговор объявлен заранее? Нет, дело Бродского это демонстрация несправедливости, компрометирующая советский суд и тем самым наносящая огромный вред воспитанию молодежи. Гораздо больший вред, скажу в скобках, чем могут принести какие бы то ни было записи, таящиеся в каком бы то ни было дневнике. То новое поколение советских людей, которое в юности услышало о вопиющих беззакониях недавнего прошлого, та молодежь, которой с самой высокой трибуны было возвещено и обещано строгое исполнение законов, в деле для молодежи дорогом и заветном, ибо судили поэта, их сверстника, получила от судей наглядный урок грубого попрания законов, а заодно и полного неуважения к литературному труду. Недаром один из литераторов, присутствовавших на суде, сказал, «Я тоже чувствую себя осужденным». Вот в чем печально поучительный смысл дела Бродского, вот почему я убеждена, что люди, любящие литературу, обязаны всеми силами добиваться отмены приговора. Осуждение Бродского своей грубой демонстративной несправедливостью оскорбило не его одного. Оно противоречит не только закону, но и общественному мнению. Оно противоречит гуманности. У Бродского больное сердце, тяжелый физический труд ему не по силам. Оно оскорбительно для нашей литературы. «Переводчик-труженик приравнен приговором суда к бездельнику». Приговор должен быть отменен. Бродский должен вернуться в родной город к любимой работе. Молодежь, оскорбленная неправым судом, должна ощутить торжество справедливости. Лидия Чуковская. 4 мая 1964 года, Москва. Примечание автора. Я извлекла экземпляр. Анна Андреевна принялась читать. Перелистывала страницы вперед и обратно и снова вперед. Я поеживалась. Никогда не угадаешь, чего от нее ждать. Что-то она сопоставляла, перечитывала, обдумывала. «Хорошо», сказала она наконец. «Даже очень, только длинноты, например, посередине. Уберите». Я объяснила, что укоротить или переменить уже ничего не могу. Письмо разослано уже по многим адресам. Товарищу Черноуцану и даже сказала я «Подумайте, один экземпляр отослан мною в редакцию газеты «Известия». Лидия Корневна, я не узнаю вас. Неужели вы воображаете напечатают? Нет, конечно нет. Все газеты работают по команде, а команда печатать что бы то ни было в защиту Бродского не будет. Не напечатали же известие письмо Варшавского, молодого ленинградца, научного работника, который побывал на суде и потом, прочитав в смене отчет о судебном разбирательстве, подлейшую брехню, выворачивающую все наизнанку, возмутился, написал опровержение. Возмущенный статьей в смене, где подверглись издевательству и поношению свидетель защиты, молодой ленинградец, сотрудник радиового института имени Хлопина Юрий Сергеевич Варшавский, родился в 1931, обратился с протестующим письмом в редакцию газеты «Известия». Мне кажется, что молодежная газета Ленинграда писал он, допустила ошибку, напечатав на своих страницах грубые и развязные выпады. Редакция смены не может не знать, что Грудинина, Эдкинт и Адмани ведут огромную работу с молодыми писателями, поэтами и переводчиками, и что творческая литературная молодежь Ленинграда очень обязана этим людям. Опубликовав заметку без подписи, смена предоставила ее автору возможность публично поносить Грудинину, Эдкинта и Адмани как бы от имени редакции. Думается, что попытки возродить в наши дни практику подобной дефамации должны быть решительно пресечены. Письмо Варшавского, разумеется, напечатано не было, но один из его приятелей прислал копию этого протестующего письма Фриде Абрамовне Вигдоровой. В дополнение он сообщал следующее. В качестве курьеза отмечу, что автор этого письма был вечером 13 марта удален из зала на фонтанке и затем привлечен к ответственности за мелкое хулиганство, выразившееся в том, что он, цитирую протокол милиции, преднамеренно чихал с целью сорвать заседание суда. Примечание автора. Не напечатают, конечно, нигде и мое письмо, но ведь работники известий здания в несколько этажей, такие же люди, как все другие, как, например, студенты университета, пусть знают правду. Это тем более полезно, что ходят слухи, Толстиков требует от известий такого же выступления против Бродского и против защитников его, каким уже осчастливила читателей смена. Ну вот, пусть которому подлецу в известиях поручат, тот и выступит. Мое же письмо пусть послужит хотя бы слабым противоядием для отравленных. Фридина запись бродит по городу уже совсем бесконтрольно, пусть и мое письмо побродит. Чем больше людей узнают правду, тем лучше. Я попробовала переменить разговор, спросила, нет ли новых стихов. Бродского спросила в ответ Анна Андреевна. Вы станцы знаете? Да, это как раз те из его стихов, какие полюбились мне более всех других и при том сразу. Эти, да еще станцы городу, да еще рождественский романс, да еще о черном коне. Все перечисленные стихотворения вошли в сборник стихотворения и поэмы. У нас же из этого списка стихов напечатаны пока что три. Рождественский романс, юность 1988, номер 8, страница 67, станции, в статье Эдуарда Безносова «Жизнь оставляет клочок бумаги», газета «Менделеевец», 1 июня 1989, а также станции «Городу», в очерке Гордина, дело Бродского, написано в 1989. Примечание редакции. Теперь все перечисленные стихи вошли в сочинение Иосифа Бродского в четырех томах «Санкт-Петербург», «Пушкинский фонд», 1992-1995. Я начала, Анна Андреевна подхватила, и мы в два голоса произнесли первые четыре строки. «Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать, на Васильевской остров я приду умирать». Привожу это стихотворение целиком по экземпляру машинописи, доставшемуся мне в 1962 году. Станции Е.В.А.Д. Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать, на Васильевской остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий я в потьмах не найду, между выцветших линий на асфальт упаду, и душа неустанно, поспешая во тьму, проплывет под мостами в Петроградском дыму, и апрельская морось под затылком снежок, и услышу я голос «До свидания, дружок!» и увижу две жизни далеко за рекой, к равнодушной отчизне прижимаясь щекой, будто девочки-сестры из непрожитых лет, выбегая на остров, машут мальчику вслед. 1962 примечание автора. Я никогда не видела, чтобы с таким счастливым и победоносным лицом читала Ахматова собственные свои стихи. Анна Андреевна порыла сумочки, искала новые стихотворения Иосифа, еще неизвестные мне, но не нашла. «Посылает все время», сказала она. «А какие у Фридо Абрамовны последние новости из Ленинграда?» «В Ленинграде Лернер и компания усердно распространяют слухи, будто Маршак и Чуковский отреклись от Бродского». «Никто не поверит», сказала Анна Андреевна, но тут же с испугом. «А я еще не отреклась». «Через несколько дней в Союзе должен состояться доклад какого-то высокого чина из КГБ. Он объяснит собравшимся всю меру вины Бродского и глубину падения тех, кто защищает Тунеядс. Я полагаю, это отлично. Истинные распорядители покажут свое лицо. А то выходило, что чекистам на двух партийных съездах намылили холку, и теперь у нас во всем и всю торжествует закон. Они будто бы ни при чем». «Нет, при чем, при чем». И вообще некоторые достижения. Гранин устыдился, ведь справка, выданная Воеводином, дана от имени комиссия, он председатель, устыдился и перешел на нашу сторону. Он заявил Прокофьеву, что если Евгений Воеводин не будет убран, комиссия работать не станет. Во всяком случае, он. «Рада за Гранина», сказала Анна Андреевна. Гранин от уклончивости по отношению к делу Бродского перешел к активным действиям в его защиту. 4 мая 1964 года поэт Глеб Сергеевич Семенов, один из постоянных ленинградских корреспондентов Вигдоровой, писал ей, «Как вы знаете, было заседание комиссии по работе с молодыми, с решением довести до сведения секретариата невозможность работать с Воеводиным. Перед праздником на даче у Прокофьева Гранин сделал это, потребовав в ультимативной форме прямого снятия. Гнев длился два часа, после чего было сказано, «Да, Воеводин не годится, но снимать его я не буду, это будет выглядеть как уступка». 8 мая 1964 года Гранин написал заступническое письмо Руденко, а впоследствии вместе с Дудином посетил секретаря ЦК по идеологии Демичева. Примечание автора. «Да, я тоже, уверяли меня, что он хороший человек, а может прав Паустовская, утверждая, в стране существует общественное мнение, нельзя отчаиваться». «В стране общественное мнение существовало всегда», ответила Анна Андреевна, «но власть никогда к нему не прислушивалась. Напротив, чем яснее и громче общественное мнение, тем свирепее на общество накидывается власть. Гранин прислушивается к обществу, Толстиков обдумывает, кого бы еще посадить. И какой орден дать воеводину, трудового знамени или Ленина? «Значит, по-прежнему отчаяние?» «Отчаяние?» Я покрутила головой и огляделась. Тахта Анны Андреевны как лоскутным одеялом устлана машинописными экземплярами. «Тагор», объяснила она, и тут же рассердилась, «мне каждый день звонит редактор, это Турок Ибрагимов, и объясняет, что я срываю книгу, хотя я всегда сдавала и сдаю переводы в срок». Олев Шакирыч Ибрагимов родился в 1925-м, переводчик. Кроме поэтов западноевропейских Байрона, Ворсфорта, Шелли, Верхарна, он переводил и Восток, Робиндраната Тагора, произведения современных тамильских прозаиков, Назыма Хикмета, а также поэтов-африканцев. Собрание сочинений Робиндраната Тагора в 12 томах выходило в Москве в издательстве художественной литературы. Олев Ибрагимов был в это время одним из старших редакторов издательства. Переводы Анны Ахматовой опубликованы в седьмом и восьмом томах этого издания. Примечание автора. «Теперь мне по ночам в виде специального кошмара стало сниться, что я ее в самом деле срываю, но зато она взяла с подоконника и протянула мне нарядную книжку. Итальянскую, где на первом месте напечатано ее воспоминания о Модильяне и штук шесть ее фотографий разного возраста. Рассказала об открытии Харджиева. Рисунок Модильяне напоминает ночь Микеланджело, фигуру, воздвижащую поверх надгробия. За Италией, Америка, книга Рива о поездке Фроста в Советский Союз, там тоже о ней и тоже ее фотографии. Ну, эту книгу я уже у деда видела. Там и фотографии Переделкинского дома тоже приложено. Но фотографии шпиков, о которых вы так живописно рассказывали, там нет? спросила Анна Андреевна. О визите Роберта Фроста в Переделкино и об изобилии шпиков смотрите записки том 2 страница 44-45 Нева номер 9 Примечание автора. 20 мая 64-го Анна Андреевна в Ардовской столовой перед зеркалом. За спинку ее кресла Нина Антонна причесывает, пудрит, подкрашивает губы. Я этих зрелищ не люблю. Многим и многим косметика к лицу, но не Анне Андреевне. Я испугался, а вдруг Нина Антонна подведет ей брови, нарумянит щеки. К счастью, нет. У Нины хватило вкуса остановиться вовремя. Сразу вспомнила я Ташкент. Иду по бесконечной улице под беспощадным солнцем. Навстречу Анна Андреевна под руку Сваины Георгиевны Раневской. Минут пять стоим и разговариваем, так ни о чем. Солнце сжет немилосердно, нестерпимо. Они к Толстому приглашены на обед. прощаемся. Я тороплюсь куда-то в детский дом. Смотрите записки том 2 страница 71 Нева номер 4. Расстались. Иду дальше. И все не могу сообразить, почему за последние двое суток Анна Андреевна так постарела. Только шагов через 20 догадалась. удлинены брови, начернены ресницы и, главное, нарумянины щеки. Фаина Георгиевна без румян не появлялась никогда. Вот раскрасила и Анну Андреевну. Но нет, Нина прекратила свою деятельность вовремя, хотя подкрашенные губы делают Анну Андреевну бледнее, а значит и старше, но это еще ничего, сносно. Анна Андреевна пересела на диван. Сегодня она величественна, и раздражена. Звонил Сурков. Сообщил, что она летит в Италию получать премию, что это уже решено. Он явится в пять часов рассказать подробно о предстоящей церемонии. Я ему скажу, верните мне Иосифа, а то не поеду. Из Лондона приехал Алеша Баталов, там его без конца расспрашивали о деле Бродского. Говорят, в Нью-Йорке вышла целая брошюра со всеми именами. Тут я навострила уши. Брошюра в Америке. Это что же, Фридина запись? Взглянуть бы. Фриточке недавно звонил корреспондент какой-то итальянской газеты и просил у нее интервью и отчет о суде. Фрида поблагодарила, но ответила так. Нам хотелось бы самим без чужой помощи добиться справедливости у нас на родине. Что же такое тамошняя брошюра? Узнаем ли? 20 мая 1964 года была составлена информация КГБ при Совете Министров СССР об обсуждении творческой интеллигенции судебного процесса над Бродским. Информация подписана семичастным, недавно сменившим Шелепина на посту председателя КГБ. Привожу выдержки из этой секретной справки. Осуждение Бродского вызвало различные клевотолки в среде творческой интеллигенции. В значительной степени этому способствовал член Союза писателей Вигдорова по собственной инициативе, присутствовавшей на суде и составившая необъективную стенографическую запись хода процесса. Члены Союза писателей Чуковская Орлова Копелев оценивают процесс над Бродским как рецидив печально известных методов произвола. Поэтесса Грудинина считает, что во время суда над Бродским было допущено беззаконие. Поэт Евтушенко, прочитав материалы Вигдоровой, заявил, что процесс над Бродским пахнет фашизмом, нарушается законность. Следует отметить, что наиболее активно муссируются слухи вокруг дела в кругах творческих интеллигентов еврейской национальности. В следствии достаточно широкого распространения материалов Вигдоровой, они стали достоянием буржуазной прессы. Об этом свидетельствует тот факт, что 13 мая 1964 года в английской газете Guardian опубликована клеветническая статья некоего Зорза, в которой излагаются, а в некоторых случаях дословно цитируются, выдержки из собранных Вигдоровой материалов. Комитет госбезопасности принимает меры к розыску лиц, способствовавших передаче тенденциозной информации по делу Бродского за границу. Смотрите Елена Якович «Дело Бродского на Старой площади». Литературные газеты 1993 номер 18. Лазарев Колесики и Винтики Октябрь 1993 номер 8 страница 184 Примечание редакции 1996 года Я рассказала Анне Андреевне, что в Москве несколько дней гостила мать Иосифа. Она была у Фриды, у Копелевых, у меня, накануне у сына в Каноше. К сожалению, не добилась там главного, чтобы местные врачи выдали Бродскому справку о пороке сердца. Медицинская справка единственный шанс освободить ссыльного от тяжелой работы. Копелевы продиктовали Марии Моисевне три телеграммы Руденко, Тикунову, Брежневу. Руденко, Тикунов объяснены раньше, напоминаю читателю, что Брежнев не был еще в это время главой партии государства, как Хрущев, но занимал уже в ту пору высокий пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. Примечание актора. «Три великих гуманиста», сказала Анна Андреевна. «Материнские слезы не могут не тронуть их нежные сердца». помолчала потом. «На каком, однако, благостном фоне проходит мой юбилей? Из праздников праздник. Иосиф ссылки, то ли грозит, то же». Фрида собирается послать свою запись Федину. «Я спросила, стоит ли?» «Федин об этом деле непременно узнает. Так уж пусть лучше от нас». Федин ничего не узнает. Ни от нас, ни не от нас. Федин не знал, что у него за забором. На соседней даче умер Пастернак. «Я хотел посоветоваться, как бы нам раздобыть американскую брошюру, но разговаривать немыслимо. Каждую минуту звонит телефон. Берет трубку Нина и докладывает такой-то или такая-то, желали бы знать, когда можно прийти». Анна Андреевна после очередного звонка. «Видите, Лидия Корневна, что делается? Меняю одну свою знаменитость на две ваши незнаменитости». «Ну, это еще у меня надо спросить, соглашусь ли. Правда, знаменитость мне не угрожает. А хочу ли ее я? Жажду ли славы? Если слава это понимание, то да, безусловно. Вот напечатана была бы Софья Петровна. Вот люди читали бы мою книгу и понимали. Мечта. Если же слава это толкучка вокруг, нет, спасибо, с премией или без премий не манит». Между двумя звонками Анна Андреевна протянула мне номер юности. Там напечатаны ее стихи. «Вот это лучше всяких премий. По-русски в России люди читают стихотворения Анны Ахматовой». В журнале «Юность» 1964 номер 4 были опубликованы четыре стихотворения Ахматовой. Два из цикла «Шиповник светет, как сияло там и пело», и «Ты, стихи моя, требуешь прямо», и «Два четверостишие», и «Скупо оно и богато», и «Слава лебедям плыла». Опечатка следует «Лебедью». В беге времени седьмая книга опубликованы все перечисленные стихи, кроме четверостишие и «Скупо оно и богато», вычеркнутого в издательстве. Примечание автора. Анна Андреевна снова пожаловалась на редактора, торопящего ее с переводами Тогора, и тут впервые я услышала от нее лестный отзыв об этом поэте. Он хорош. Я его не любила потому, что он чудовищный и скажен переводами. Мне захотело взглянуть на новые, но не тут то было. Пришел Лев Адольфович Озеров, устроитель вечера Ахматовой музея Маяковского. После него она ожидала кого-то с магнитофоном, придут записывать стихи, а потом Сурков. 27 мая 64 Вчера Анна Андреевна по телефону настойчиво просила прийти. Я пришла сегодня днем и провела у нее день. Звала она меня для встречи с Амандой, англичанкой, пишущей какую-то работу о жизни и творчестве Анны Ахматовой. Однако Аманда явилась не сразу, и мы поболи часа полтора вдвоем. Анна Андреевна жалуется на недомогание. Показалось мне даже в лице ее какая-то отечность, желтизна. Она объяснила, почему не желает присутствовать на своем вечере. Что-то с ногами. Плохо встаю, не могу на ступеньки, не могу поклониться. Грустно. И как же Италия? Бронила Голубенцева. Это актер, который на вечере будет читать поэму. Наружность пренеприятная. Про поэму не знает ровно ничего, не понимает в ней ровно ничего. Говорит, это какой-то маскарад. Мы сидели за столом в столовой, она в обычном своем углу дивана. Нины Антонны нет, командировка в белую церковь. Арда в соседней комнате, у себя в кабинете, спит. На днях Анна Андреевна посетила Сурков. Все те же разговоры об осенней поездке в Италию. Если бы ее там подлечили. Оказывается, Сурков насчет Бродского позвонил Ильичеву. Тот ответил, Бродский подонок. Далее Сурков сказал, что папку нашу он передал из рук в руки Руденко. Спасибо, большое спасибо. Впрочем, в успех я не верю. Да и сам он говорит, что на него оттуда фукнули. Прокуратура учреждения, существующие для надзора над соблюдением законов, предпочтет нарушить закон, лишь бы не поперечить реальной власти Ильичеву, Толстикову. Леонид Федорович Ильичев, 1906-1990, с 1961 по 65 секретарь ЦК по идеологии. Примечание автора. Я вынула из портфеля и показала Анне Андреевне пакет, тот самый, от которого, когда я взяла его из рук почтальона, у меня дрогнуло и на секунду остановилось сердце, потому что на конверте штамп «Ленинградская прокуратура». Для меня Ленинградская прокуратура это Митя, 1937-й, но тут не Митя и не 37-й, а Иосиф, 64-й. Мое письмо, отправленное товарищу Чернолуцану в отдел культуры ЦК, переслано оказывается оттуда в Ленинградскую прокуратуру. Теперь ответ. Ответ, разумеется, отрицательный, то есть подтверждающий решение суда. Я протянула гадкую бумажонку Анне Андреевне, она прочитала и молча вернула мне. Привожу ответ Ленинградской прокуратуры 23 мая 1964-го номер 4-1079. Гражданки Чуковской Л. Ваша жалоба, адресованная в отдел культуры ЦК КПСС, рассмотрена. Как видно из материалов дела, Бродской систематически не занимался общественно полезным трудом и, начиная с 1961-го года, сменил 13 мест работы. В последнее время он нигде не работал, находился на иждивении своих родителей пенсионеров и игнорировал неоднократные предупреждения сотрудников милиции о необходимости трудоустройства. Поэтому постановление Нарсуда от 13 марта 1964-го года о его выселении из Ленинграда является правильным. Срок выселения определен с учетом данных о личности Бродского и оснований к протестованию постановление Нарсуда в настоящее время не усматривается. При этом возвращаю приложенные к жалобе копии писем письменное изложение дела запись на 47 листах начальника дела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел советник юстиции Бороданков примечание актора. Иосиф между тем в каком-то письме написал что ему нравится жить в деревне что он просит считать его не каторжанином а просто жителем Архангельской области прекрасно я рассказала Анне Андреевне о Фридиных медицинских хлопотах они удались этим видно и объясняется просьба Иосифа не считать его каторжником Фрида сказала мне Иосиф звонил Юле у него в руках медицинская справка от тамошнего врача прекрасно повторила Анна Андреевна знаете как говорит о Фриди Маршак Вигдорова всегда мобилизована я прибавлю и мобилизует других у Иосифа порог сердца если бы освободили от тяжелой работы он обретает шанс остаться в живых в передний на холодильнике зазвонил телефон треск настойчивый резкой но Анна Андреевна не услыхала ни звука я подошла Аманда Анна Андреевна велела ей приехать сейчас же немедленно это обычное требование знакомой мне ахматовской нетерпеливости сколько раз приказывала она мне скорее сейчас же она тяжело поднялась тяжело прошла в комнату мальчиков где живет теперь и сразу легла я подсела к ней порывши сумки она протянула мне листы со стихами Иосиф гениальная симфония сказала она читайте вслух я прочла это сильно это берет за сердце это обращение к возлюбленной вопль разлуки это молитва к Богу и к ней вещь длинная я запомнила всего несколько строк прощальная ода запомнила отдельные строки ибо она как топтится что гнезд не знает на высокой летит к ясным холмам небесным и потом как велик этот край или не больше платье платьица твоего может быть им прикрыло многие струфы начинаются словом где будто бы одинаково но каждый раз это новый вопль где ты вернись ответь боже зачем скрываешь боже зачем молчишь грешен молить не смею звонок в дверь я пошла творять Аманда я за руку ввела ее в комнату Канни Андреевне золотокосая молодая с приветливой широкой улыбкой совсем молодая смущенно поздоровалась дальнейшая наша совместная беседа обернулась столь неожиданной стороной что смутилась не одна Аманда я посплю объявила Анна Андреевна а вы обе отойдите туда к окну и сядьте возле столика Аманда сейчас Лидия Корневна расскажет вам что такое тридцать седьмой мы сели Анна Андреевна повернулась на бок спиною к нам рассказать про тридцать седьмой много получала я от Анны Андреевны затруднительных поручений но такого никогда дело не только в том что Аманда иностранка то есть знает одно в советском союзе при Сталине был террор или как нынче после двадцатого и двадцатого съездов принято это называть массовое нарушение социалистической законности последствия культа личности Сталина ни одной капли крови не просочила сквозь эти ловкие фразы террор массовые нарушения да ведь террор начался и длится с 1917 года по сей день но каждый год у него иная степень массовости иная направленность так например террор с такой силой и свежестью изображенной Сложеницыным это ужасы сороковых годов а не тридцатых что знает англичанка о ночах террора о днях и ночах террора кроме самого слова да и не англичанка не иностранка а любой наш соотечественник младшего поколения все разъединены и у большинства память уворована человек деревенской человек городской интеллигентный неинтеллигентный все знают и помнят разные если вообще помнят вот и моя Софья не увидит света и не прольет свет ничего никому не напомнит никого ни с кем не проднит незадолго до этого разговора я побывала у Валентины Михайловны Карповой родилась в 1915 главного редактора издательства советский писатель и главный до той поры поклонница моей повести мне хотелось разузнать сколько времени по ее мнению продлится запрет в ответ на мои расспросы Карпова буркнула не отрываясь от бумаг во-первых я всегда говорила вам что повесть ваша идейно порочна чего она не говорила никогда и во-вторых будьте еще благодарны издательству что мы не требуем с вас деньги обратно последний ответ навел меня на мысль что имею право требовать с издательства деньги я потому что по закону за принятую рукопись издательства в любых обстоятельствах обязана выплатить автору весь гонорар полностью подробнее смотрите процесс исключения страница 182 183 примечание автора я спросила Аманду читала ли она реквием струве мюнхен спросила она в ответ правильно струве мюнхен я не попыталась рассказать ей что кроется для меня в двух этих словах нет не в струве мюнхен а 37 я начала рассказывать о своих встречах с Анной Андреевной в ту пору в фонтанном доме рассказала почему и зачем пришла я к ней впервые как Анна Андреевна записывала на обрывках бумаги стихи и молча протягивала мне как я сразу запоминала их это было легко а потом как она жгла свои строки в пепельнице розово-черные лепестки пепла на меня снизу вверх глядело внимательное молодое прилежно слушающее лицо вставало ли у нее перед глазами то что видел я конечно нет о воздухе 37 я и не пыталась рассказать о том как утрами после бессонных ночей мы оставшиеся на воле перекликались по телефонам задавая какой-нибудь чепуховый вопрос нет нет ли у вас лука или не помните ли когда написано цыганы только чтобы услыхать милый голос убедиться человек еще жив еще не отнят у себя у жизни у нас анна Андреевна спала дышала ровно я мельком позавидовала ей значит она умеет спать днем да еще при других мне бы так тогда никакая бессонница не страшна вопросов Аманда не задавала лицо слушающее доверчивое но что она поняла не знаю я же рассказывая заново и заново думала как подло прирезали мою Софью Анна Андреевна повернулась к нам и открыла глаза я говорила в эту минуту про ее роскошный дырявый халат про соседку фабричную работницу Таню Смирнову про мальчиков Вову и Валю Валя потом умер во время ленинградской блокады тут Анна Андреевна прервала мое сбивчивое повествование и начала вспоминать сама помните Лидия Корневна как Таня Смирнова обо мне говорила нянька у меня мировая Валя утром стучался в дверь Анна Андреевна Вовка опять мокрый у Вовочки был абсолютный слух у меня никакого укладывая его на ночь я пробовала петь баюкать тогда он хватал меня за руки не надо не надо не пой не пой я уху — Мов? — вскрикнула Аманда, просияв. — Да, я способна убить только Моль, — повторила Анна Андреевна. — А я? Если бы я была наедине с Анной Андреевной, я призналась бы, что несколько дней назад обуреваема была желанием убить Карпову. Она ведь гораздо вреднее Моли. — Да и не в том дело, а в надругательстве, в перенесенном мною унижении. Убивать не желаю, а вот ударить бы мокрой тряпкой по лицу. Наглая ложь, полное сознание безнаказанности. Как перенести это? — Убить не убью, а осудиться стану непременно. И на суде скажу все, как есть. И про тридцать седьмой, и про свою повесть, и про издательство. Но не хотелось мне жаловаться при ни в чем не повинной Аманде. Тем более, что Анна Андреевна пересела к окну и сама начала рассказывать. Рассказала, что Леву арестовали четыре раза, перечисляла годы, месяцы, даты. Из моей головы, как всегда, мгновенно улетучились все, кроме одной. Десятое марта 1938 года. Лев Николаевич Гумилев был арестован впервые при случайной облаве и пробыл в заключении всего десять дней, в 1933. Вторично в конце октября 1935 года, вместе с Пуниным. Третий раз — 10 марта 1938 года. И в четвертый — 6 ноября 1949 года. В общей сложности Гумилев пробыл в заключении тринадцать с половиной лет. Примечание актора. Аманда приготовила тетрадь и ручку. Я простилась. Анна Андреевна пересела на мое место и продолжала свой рассказ. Думаю, золотокосая англичанка появилась кстати. Конечно, если она толковая. Если будет записывать точно, ну, пусть не слова, но хоть сведения. А то ведь потом начнут непременно кому не лень воспоминания строчить, и из-под перьев беспрепятственно хлынут потоки вранья. Да еще в соответствии с грядущими требованиями момента. 31 мая 64-го. Вчера вечером вместе с Копелевыми в машине их приятеля отправилась я на Таганку. Там, в музей Маяковского, вечер Ахматовой. Первый после постановления 46-го года. Мы прошли без билетов, называя только фамилии, по какому-то особому списку друзей. Заботами Ники и Юли разместились во втором ряду. Зал крошечный. Оглядываясь вокруг, я постепенно различила знакомые лица Нины Леонтьевны Шервинская, Николай Иванович Харджиев, Аманда, Эмма Григорьевна Герштейн, Любовь Давыдовна Большинцова, Татьяна Семеновна Айзенман, Володя Корнилов. Во облаке духов предстала передо мною давно невиданная и помолодевшая за этот долгий срок еще лет на десять Елена Сергеевна Булгакова. О Елене Сергеевне Булгаковой смотрите записки том 2 за сценой. Я познакомилась с ней в Ташкенте. Одно время я жила в том же общежитии на улице Жуковскую, 54, где и она. Мимо моего окна проходила лестница, которая впоследствии была воспета Ахматовой в стихотворении «Встреча» из цикла «Новоселье. Бек времени. Седьмая книга». Когда я осенью 1942 года выздоравливала от тифа, Елена Сергеевна читала мне вслух мастера и Маргариту. В Москве мы встречались редко. Примечание автора. Ослепительно золотящийся свитер, с непостижимым искусством разглаженная юбка, туфли из серии «Мечта поэта». Она заговорила любезно, приветливо, даже сердечно, но разговор наш был прерван. Вечер начался. Привожу отрывки из записей Орловой, сделанных тогда же, Жермунской. В конце марта мы отмечали пятидесятилетие четок, книги, установившие славу Ахматовой в русской поэзии. Пятьдесят лет, время немалое. Такой промежуток времени отделяет смерть Пушкина от возникновения русского модернизма. Однако, как вы видите и показываете своим присутствием, стихи не устарели. Мы собрались здесь, чтобы слушать стихи большого русского поэта. Стихи уже классические, но еще современные, переведенные теперь на все языки мира. Ахматова создала много замечательных стихов. Далеко не все появились в печати. Но ответственность не на поэте, а на известных обстоятельствах эпохи культа личности. Арсений Тарковской. Музе Ахматовой свойственен дар гармонии, редкой даже в русской поэзии, в наибольшей степени присущей Боротынскому и Пушкину. Ее стихи завершены. Это всегда окончательный вариант. Ее речь не переходит ни в крик, ни в песню. Слово живет взаимосвечением целого. Мир Ахматовой учит душевной стойкости, честности мышления, умению сгармонировать себя и мир, учит умению быть тем человеком, которым стремишься стать. Язык Ахматовой связан с языком русской прозы. Ее произведение не коснулся великой соблазна разрушения формы, то, что характерно для Пикассо, Эйзенштейна, Чаплина. Лев Озеров Долго ли еще будет тетрадкой? Это всеми ожидаемая книга. Мы жили в Москве, страницы 281-283. О выступлении Жермунского смотрите также Лев Шилов, Анна Ахматова, Москва, Знания, 1989, страница 10, примечание автора. Я обернулась. Зал переполнен, в проходах стоят. Открыла вечер седая интеллигентная дама, вероятно, директорша, предоставила слово Виктору Максимовичу Жермунскому. Я не видела его со своих студенческих лет, то есть более четверти века. Он почти не изменился. Когда я услыхала голос, даже почудилось мне, что я снова студентка, сижу в аудитории литературных курсов при Институте истории искусств и за окнами Ленинград. Виктор Максимович читал нам в ту пору лекции по истории западной литературы. Тогда они казались мне скучноватыми, голос монотонным, а сейчас я слушала с интересом. То ли я с тех пор поумнела, то ли он оживился, заговорив о предмете горячо его волнующим. Слушатели вслушивались. Говорил он продуманно, в меру отважно, в меру сдержанно, в меру наукоподобно, в меру популярно. В общем, содержательно и тактично. Затем Тарковской, не без некоторой сумбурности, но зато, как поэта-поэти, на большой глубине. Затем Озеров, суховато, со знанием дела и без вранья. Затем Владимир Корнилов, стихи, обращенные к Анне Ахматовой. Быстро вскочил на трибуну и быстро проговорил. Раньше я никогда не слышала этих стихов, услыхала впервые, но запомнила сразу. Даже быстрота не помешала. Запоминаемость — признак естественности. Ваши строки невеселые, как российская счета, но отчаянно высокие, как молитва и мечта. Отмывали душу дочисто, уводя от суеты благородством одиночества и величием беды. Потому-то в первой юности только-только их прочел, вслед, не думая об участи, заколдованный пошел. Век дороги не прокладывал, не проглядывалась мгла, блока не было, ахматова на земле тогда была. Спрыгнул с эстрады, аплодисменты, конец отделения, антракт. Знает ли она, Андреевна, эти стихи? Если знает, то вряд ли довольна последними двумя строчками. Всяко раз заговорив о Блоке, она торопится признать его великим поэтом, но заключает какую-нибудь колкостью. А, по-моему, Корнилов со всеми основаниями возводит ее, Ахматову, на опустелый Блоковский престол. Тут дело не только в тех явных стихотворных связях между ними, образы, ритмы. Присущие им обоим предчувствие гибели, Блок в поэме «Без героя», словом, все, о чем толкуют исследователи. Корнилов прав. Ахматова унаследовал скипетр Блока в том смысле, что читатель нашего времени воспринимает и помнит не школы, не измы, символизм, акмеизм, помнит не борьбу между измами и школами, а то место, какое заняла Ахматова после гибели Блока. Блоковская поэзия напрягала до высшего духовного средоточия сердца его современников и ближайших потомков. После его кончины долг напрягать и очищать приняла на себя поэзия Ахматовой. В доказательство той мысли, что современники воспринимали Анну Ахматову как наследницу Блока, привожу отрывки из письма к ней Ларисы Рейснер, посланного из Афганистана и помеченного 24 ноября 1921 года. Газеты, проехав девять тысяч верст, привезли нам известие о смерти Блока, и почему-то только вам хочется выразить, как это горько и нелепо, только вам. Точно рядом с вами упала колонна, что ли, такая же тонкая, белая, лепная, как вы. Теперь, когда его уже нет, вашего равного, единственного духовного брата, еще виднее, что вы есть, что вы дышите, мучаетесь. Ваше искусство — смысл и оправдание всего. Черное становится белым, вода может брызнуть из камня, если жива поэзия. Вы — радость, содержание, и светлая душа всех, кто жил неправильно, — захлебывался грязью, умирал от горя. Только не замолчите, не умирайте заживо. Лариса Рейснер, «Избранная», «Москва», 1965, страница 518. Ту же мысль, хотя и совсем другим тоном, и более лаконически, выразил и Корней Чуковский. 17 марта 1922 года он записал у себя в дневнике. «Если просидеть час в книжном магазине, непременно раза два или три увидишь покупателей, которые приходят и спрашивают, есть блог? Нет. И двенадцати нет, и двенадцати нет. Пауза. Ну так дайте Анну Ахматову». Корней Чуковский, «Дневник», «Москва», «Советский писатель», 1991, страница 194. Примечание редакции. Сохранились записи Лидии Чуковской для статьи «Ахматова и Блок». Там, в частности, говорится «Ахматова», а не братья Блока по символизму «Белый», «Сологуб». «Ахматова» виделась и видится как наследница и продолжательница Блока. В наследство от него она получила не только тревогу и умение писать стихи, как сама написала однажды на одной из своих ранних книг ему в дар. Она получила от него в наследство Россию. Когда Россия на минуту очнулась в шестидесятые годы и взглянула на себя глазами поэта, она поняла — на Блоковский престол взошла Ахматова. Ахматова называла Блока «человек эпоха», и как памятник началу века там этот человек стоит. Сама она тоже памятник, и началу века, и продолжению века. В эпилогии к Реквиему она просит воздвигнуть ей памятник против тюрьмы. А в начале своей жизни, в молодости, она жила теми же приметами эпохи, что и Блок, и тем же предчувствием гибели, что и он. Все страшные предчувствия Блока сбылись в последующие годы, уже после смерти его. И с Блоковским чувством истории, и с герценовской неразделимостью общего, с частным, воплотила в своей поэзии Анна Ахматова. После смерти Блока на его престол взошла Ахматова, второй после Блока поэт, чьим голосом заговорила Россия. Гражданская лирика Ахматовой неотделима от интимной, личной. Блок чувствовал насилие полицейского государства. Ахматова пережила и воплотила эту эпоху не стихию двенадцати, а методичную деятельность ежовской бюрократии. Архив Чуковской. В антракте я искала Володю глазами, чтобы высказать ему свои соображения, но не нашла. Он куда-то пересел. Второе отделение началось, и вот тут неудача за неудачей. Все второе отделение по уровню своему оказалось гораздо ниже первого. Началось с голоса самой Анны Андреевны. Ящик из ящика бас. Интонации Ахматовские, но голос, голос, ни малейшего сходства. Я ничего не понимаю в пленках и магнитофонах, но слушать было тяжко. А кто сделал эту запись и когда? Не объявили. Ящик неправдоподобным басом исполнил цикл «Шиповник цветет». Затем на эстраде бойко разбежавшийся мужчина. Однако директорша предоставила слово не ему, а двум молодым женщинам. Первая прочла полночные стихи, вторая — разные. Меня несколько встревожило. Цензурно стихотворение «Небо мелкой дождик сеет, На зацветшую сирень, За окном крылами веет, Белый-белый духа в день». Библиотека поэта, большая серия, страница 122. Религия. А разве уже можно? Читали они грамотно, То есть не разлучали смысловых ударений с ритмическими, И не занимались каждой демонстрацией собственной особы, Поперек стиха не лезли, Как сказал мне, присевший на минуту рядом со мной, Тарковской. После них Голубенцев, тот, что бойко выбежал первым. Я, наверное, вела себя неприлично, А как же иначе, если человек читал не только с пошлейшими интонациями, Но путал стихи и на ходу сочинял сам? И напрасно слова покорные говоришь о первой любви, Как я знаю эти несытые, угрюмые взгляды твои. Вместо, как я знаю эти упорные, несытые взгляды твои, В строки и стихотворения настоящую нежность не спутаешь. Бег времени четкий, примечание автора. Безобразие? И так во всех вещах, И в одной северной элегии, И в летнем приморском сонете. Тут вместо «И на цветущую черешни Сиянье легкой месяц льет», Голубенцев прочел. «Веселый месяц слезы льет». Приморский сонет, Бег времени, седьмая книга, Примечание автора. Многие, как и я, выкрикивали из зала поправки, Но они все-таки аплодировали. Люди довольны, я это вижу, Как-никак облакада прорвана, Ахматову можно печатать, Можно исполнять с эстрады, Даже рифмуя вместо «Покорные» и «Упорные», «Покорные» и «Несытые». Все равно люди рады. Потом пела певица, Настоящую нежность не спутаешь, Память о солнце в сердце слабеет, Бег времени, вечер, И еще что-то. Разъезд, конец. Я уже встала и отыскывала попутчиков, Чтобы вместе выйти, Когда на эстраде снова явилась директорша, И попросила всех снова недодолго присесть. Сели. Оказалось, директорша должна ответить На чью-то записку. Нашелся-таки бдительный балбес, Который вовсе не рад, а возмущен, И послал устроителям записку В музее Маяковского, Великого поэта революции, Вдруг вечер, чей же, Ахматовой. Привет товарищу Жданову. Директорша ответила очень спокойно, Этот дом специализировался на поэзии, Тут недавно был вечер на зимахе Кмета, Состоялись вечера немецкой поэзии, Французской, Почему бы не быть и вечером Ахматовой. Маяковский любил поэтов хороших и разных, И в частности, стихотворения Ахматовой. Мы стояли между рядами стульев, Раиса Давыдовна, Лев Зинович, Ника, Юля и я. Юля рассказала интересную новость. Утром ей дозвонился Иосиф и сообщил, Что держит в руках справку, Выданную тамошними врачами. Знает ли об этом Анна Андреевна? Пережидая поток уходящих, Мы сговаривались об очередной встрече. Внезапно меня отозвала в сторону Какая-то незнакомая дама. Простите, пожалуйста, Сказала она очень тихим голосом. Думаю, это была одна из устроительниц. Вам, кажется, не понравился Голубенцев? Это не то слово, понравился, не понравился. По-моему, нельзя нанести большего оскорбления поэту, Чем публично перевирать его стихи. Лев Зинович взял меня под руку, торопя. О, неутомимо, дружбоспособный лев! Само собой, разумеется, И для обратного пути нашел с него приятель, Готовив в своей машине Везти меня и Нику прямо на ордынку. Поехали. Неизвестный благодетель за рулем? Я, Ника и целый куст сирени, Дар музея Маяковского Анне Андреевне. Нам отворила дом работница, Повернулась спиною И, не поздоровавши, сразу ушла. Раздеваясь, мы слышали из столовой голос Анны Андреевны. Громко и раздраженно говорила она с кем-то по телефону. Мы вошли. Она положила трубку. Царица Бала сидит на диване в углу, Одна, полуодетая, За круглым столом, А на столе окурки грудой И гора грязных тарелок. Дом без хозяйки. Нина Антонна в Киеве, А мальчики в нетях. Кто же остался с ней? Одна лишь добрая собака, Да злая сиамская кошка. Я сижу в рубище, Сказала Анна Андреевна, Чуть мы вошли. Пойти надеть фрак? Мы ее отговаривали, Не стоит, не надо. Но она с трудом поднялась, Вышла, И вскоре вернулась в чем-то красивом. Села. Я сегодня одна. Сижу и вспоминаю, Что было в эти дни в шестидесятом. Смерть Бориса Леонидовича. Как я тогда была в больнице. У нее дрогнул голос. Потом. Ну, а как вечер? Лицо отекшее, Она совсем больна. Мы с Никой еще в машине Условились ничего огорчительного Не рассказывать. Ни про Голубенцева, Ни про бдительного балбеса. Поэтому я в ответ на вопрос Начала, преувеличивая хвалы, Докладывать о переполненном зале, О Жермунском, Тарковском, Корнилове, Озерове. А дальше? А дальше пусть доложит Ника, Сказала я, неосторожно смеясь. Ника успела произнести Еще только одно слово, Имя Голубенцева. Ничего более. Как Анна Андреевна С гневом перебила ее. По-видимому, Ей кто-то уже успел Рассказать все по телефону. Я не понимаю, Чей это был вечер, В конце концов, Голубенцева или мой? Все повторяют Голубенцев, Голубенцев. А я требовала, Чтобы он читал только поэму И только по книге. Это была моя единственная просьба. И ту не могли исполнить. Больше никогда Не разрешу ни одного вечера. Мы сидели понура. А что хорошего было бы, Если бы Голубенцев читал поэму Хотя бы и по книге? Конечно, Речь могла идти лишь Об отрывках из поэмы. Предполагаю, Что по словам книга Подразумевала Анна Андреевна В данном случае Альманах. День поэзии. Москва, 1963. Примечание автора. Ведь сама же Анна Андреевна говорила, Что он в поэме Ничего не понял. Да он и вообще не понимает стихов. Черта, присущая многим актерам. Я стала рассказывать, Как глубоко и точно говорил О ее поэзии Тарковской. Вот кто понимает и любит, Сказала я. Но и это не в попад. Я с Арсением Александровичем Почти что в ссоре. Он пришел ко мне однажды И целый день просил, Молил, Настаивал, Чтобы я не писала Воспоминания о Модильяне, Потому что я не умею писать прозу. Я обиделась. И уже полгода ему не звоню. Я молчала. А вы разве не обиделись бы? Я подумала. Нет, я не обиделась бы. Я бы огорчилась. И дальше. Я не обиделась бы. Я огорчилась бы. Но все равно продолжала бы писать. Не сама ли она когда-то в Ленинграде Говорила мне, Что не любить людей, Которые не любят того, Что ты пишешь, Стыдно? За письмо. Том 1, страница 83. Ведь вот хотя бы мои стихи. Они не нравятся никому Из ближайших друзей моих. Ахматова хвалила мои стихи Когда-то в Ташкенте, А потом забыла. И никогда не спрашивает, Пишу ли я. Все, кому я читаю их иногда, Недовольны ими. А я пишу и пишу. И буду писать их. Зачем? За тем, что пишешь не зачем, А почему? Зачем, например, Страчу я этот дневник? И сама не перечитываю, И другим читать не даю. Она, оказывается, Переезжает на три дня К Любови Давыдовне. Нины нет, А домработница уходит. Пришли Любовь Давыдовна с Амандой И сразу начали бурно хозяйничать. Убрали со стола, Нарезали колбасу, сыр, Потом Толи и Татьяна Семеновна, Потом громкий звонок в дверь И ватага незнакомых юношей с сиренью. Они неуклюже поздравили Анну Андреевну, Неловко положили мокрую сирень на стол. Один сказал, Что принесли они цветы По поручению музея Маякопского. Явная выдумка, Просто предлог, Чтобы прийти к Ахматовой И увидеть Ахматову. Они сели очень робко и чинно, Не спуская с нее глаз. Наверное, надеялись, Что она станет читать стихи. Она поблагодарила, Но, думаю, читать сегодня не может. Сердце болит. Впрочем, не знаю, Что там было дальше, Потому что мы с Никой ушли. А сегодня все по-другому. День начался хорошо. Позвонил вдруг Толя Найман И сказал, что держит в руках Пятый номер Москвы Со статьей Корнея Ивановича О поэме. Речь идет о статье Корнея Чуковского, Читая Ахматову. Об этой статье смотрите Также записки, том 2. Страница 53, 56, 57, 67, 68 Примечание автора Потом легкий, веселый, Ласковый голос Анны Андреевны. — Здравствуйте, Лидия Корнеевна. Вот и вышла статья. Кланяйтесь, пожалуйста, Корнея Ивановичу. Я думаю, он тоже рад. Я пошлю один экземпляр Этого номера в Париж. Я спросила, как ее здоровье. Мне сегодня гораздо лучше, Чем было последние дни. Все уверяют, что вечер прошел хорошо. Сегодня меня навестил Жермунской. Он очень умен и мил. Тарковского я решила Всемилостивейше простить. Я позвонила ему сама И поблагодарила за вчерашнее. А он, представьте себе, Даже, оказывается, не заметил, Что я с ним в ссоре И уже полгода не разговариваю. 12 июня 64-го Вечером взяла такси И отправилась в Сокольники К Любови Давыдовне Большинцовой, Где живет теперь Анна Андреевна. Воздух чудесный, Зелень кругом, парк, Но пятый этаж без лифта. Большая нарядная комната, Больная, грустная, молчаливая Анна Андреевна Сидит у стола в своем лилом халате, Кивнула мне и молча указала на стул. У нее трахеит, И ей невелено разговаривать. В глубине комнаты у зеркала Нина Антонна и Любовь Давыдовна Поворачивают, прикидывают, Расправляют какую-то материю. Позвали и меня советоваться. Это будущее платье Анны Андреевны. К юбилею. Анна Андреевна шепотом окликнула меня. Я вернулась. Настроение у нее совсем не юбилейное. Тревоги, тревоги. Толли Найман чуть не целый месяц Пролежал в больнице с микроинфарктом. Теперь окреп ходит. В 28 лет инфаркт. Ехать в Ленинград незащищенным, Без всякого издательского договора, Ему никак нельзя. Кандидат в тунеядцы. Друг Бродского. На примете у КГБ. Долго ли до второго инфаркта или ареста. Анна Андреевна собирается переводить «Леопардия» с Толей вместе. Хлопочет об издательском договоре на оба имени. Она высоко ценит Толю как переводчика стихов, а об официальном оформлении торопится потому, что договор с государственным издательством докажет, что Найман не «Трутень», а «Труженик». В конце концов, Анна Андреевна добилась договора на совместный с Найманом перевод «Леопарди». Смотрите рассказы, страница 157. О своей болезни и Ахматовских письмах к нему в больницу Найман рассказывает там же, на странице 160-179. Книга «Леопарди» вышла уже после кончины Ахматовой. Примечание актора. Впрочем, у Иосифа ведь не только договоры, а уж и напечатанные переводы предъявлены были суду, и ничто не помогло. Все эти свои опасения высказала Анна Андреевна шепотом. Трахеид. И вдруг в полный голос. Сил моих нет видеть, как губит молодежь. Собственная моя судьба меня уже не занимает. Поеду в Италию, не поеду в Италию. Но видеть, как губит молодежь, это мне уже не под силу. Она порыла с сумочки. Письмо Бродского и стихи. Я пересказала ей, как отзывается о поэзии Бродского «Маршак». Стихи мрачные-мрачные, слишком мрачные, но там внутри свет. Прочла я отрывки из письма Евгения Александровича к Миронову. Это к тому Миронову, который столь квалифицированно беседовал с Чуковским. Да, к тому самому. Месяц назад Миронов выступил в «Правде» со статьей о социалистической законности. Евгений Александрович Гнедин законы советские знает, испытал на себе, на собственном горьком опыте. И, и, добавила я, надеется убедить Миронова. Статья Миронова в «Правде» миновалась укреплять законность и правопорядок. Миронов, в частности, сообщал, что партия навсегда покончила с извращением периода культа личности, исключив всякую возможность проявления чего-либо подобного. Евгений Александрович Гнедин, присутствовавший на суде над Бродским 13 марта 1964 года, составил список беззаконий, допущенных судом, и приложил к своему письму, которое адресовал Миронову. Письмо начиналось так. «Многоуважаемый Николай Романович, обращаюсь к вам с этим письмом, так как считаю своим партийным и гражданским долгом со всей определенностью обратить ваше внимание на политический вред, принесенный судом над ленинградским поэтом-переводчиком Бродским. Естественно, что я пишу об этом именно вам, тому руководящему деятелю КПСС, который недавно авторитетно сформулировал точку зрения партии на законности правопорядок и которому, как я предполагаю, подведомственные органы, занимавшиеся делом Бродского». Примечание автора. По требованию Нины и Любочки Анна Андреевна встала и пошла к зеркалу. А мне протянула звезду, номер пять. Прочтите. Здесь про меня. «Заметки о незамеченном». Статья Урбана. «Плутала я, плутала по страницам. Тут тебе и Егор Исаев, и Осеев, и Сельвинский, и Ручьев». Наконец нашла про Ахматову. Ей в этом году, сообщает критик, исполняется 75 лет. Она патриотка. В доказательство приведены строки из родной земли. Затем цитаты из статьи Озерова. «Отповедь иммигрантам». Привожу строки Льва Озерова, процитированные Урбаном. «Иноземным ценителям и журналистам важно не то, что Анна Ахматова жива, и что наиболее совершенные свои произведения написала поздней, а именно в тридцатые, сороковые, шестидесятые годы. И им важно доказать, что оставшаяся в России Ахматова замолкла, иссякла и списалась. Был поэт, нет поэта. Такова уготованная Ахматовой схема. Такую судьбу ей придумали и навязали. Примечание автора. Анна Андреевна вернулась к столу. Какая у нее одышка. «Не понравилась статья?» спросила она, переведя дух. «Нет, не понравилась. Таланта не хватает. Таланта!» Оттуда выпала фотография. «Я подняла карточку с пола, та же, какую она подарила деду, меньше размером. Надпись. 2 апреля 1946-го, Москва, Лидия Корневни-Чуковская, дружеские Ахматова. 11 июня 1964-го. Любит она дарить эту свою фотографию. Жаль, что нигде не написано собственноручно. Я зарабатываю постановление. Историческая минута ее жизни, тем самым русской истории. Объясните мне, Лидия Корневна, почему это один Чуковский умеет писать громко? Потому что он пишет вслух. Я поднялась. «С 20 по 25 июня буду неизвестно где», — сказала на прощание Анна Андреевна. «Потом в Комарове. Прятки от юбилея?» 17 июня 1964-го. Впервые в жизни возвращаюсь от Анны Андреевны, твердя вновь услышанные строки. Не Ахматовские, не ее. Там, в Сокольниках, встретилась я с Марией Сергеевной Петровых. Ну, встретилась и встретилась. Сколько раз встречались. У Ахматовой и не у Ахматовой. И сколько раз, и сколько уж лет, Самуил Яковлевич и Анна Андреевна говорили мне о поэзии Петровых. Маршак жаловался. «Эта женщина — мой палач. Читает мне свои стихи. Я прошу, дайте рукопись. Ручаюсь, что устрою сборник в издательстве «Советский писатель». Ни за что». Мне и не читала никогда, и не показывала. Один раз со зла, после очередного «не стоит» или «не помню» или «не хочется», я ответил ей строками Мандельштама. «Ты, Мария, гибнущим подмога, Я стою у твердого порога». Приведенные строки, цитаты стихотворения Мандельштама, «Мастерица виноватых взоров», обращенного к Петровых. Примечание автора Она тогда отвернулась обиженно и непреклонно, А сегодня прочла. «Теперь стану конючить машинопись. Теперь я уже без них, без этих стихов не могу, А наизусть утратила способность запоминать смаху. Только клочки, отрывочки, Тем более, что читала она и короткие, и длинные. Ты думаешь, правда проста? Попробуй, скажи, И вдруг они имеют уста, тоскуя о лжи. Какая во лжи простота! И дальше под конец о правде. Когда же настанет черед Ей выйти на свет, Не выдержит сердце, умрет, Тебя уже нет. Но заживо слышал ты весть Из тайной глуши, И значит, воистину есть Бессмертье души». В другом стихотворении «Дальнее дерево» «Там сходит дерево с ума, Не знаю почему, Там сходит дерево с ума, А что с ним, не пойму». И кончается. «Там сходит дерево с ума, При полной тишине, Не более, чем я сама, Оно понятно мне». «И необходимейшая, Необходимейшая для меня Черта горизонта. Так много любимых Покинуло свет, Но с ними беседуешь ты, Как бывало. Совсем забываю, Что их уже нет. Черта горизонта В тумане пропала». «Случилось все так. Я была у Анны Андреевны В сокольниках. Трахеид прошел, Она здорова, Говорит своим обычным голосом, Но грустна, Смутна. Возле нее Аманда И Мария Сергеевна. На столе изящно Изданный томик, Стихотворение Анны Ахматовой По-польски. Насколько я могла угадать, Кроме всех тревог И недугов, Тяготит сейчас Анну Андреевну Грядущий юбилей. Будут, кажется, Стихи в Новом мире И, кажется, Еще где-то в газетах. Будут, не будут, Все шатко, Зыбко И несоразмерно Событию. Таким ли должен быть Юбилей Анны Ахматовой? Наш всенародный праздник. В Новом мире В шестом номере С послесловием Синявского Опубликован был отрывок Под заглавием Из трагедии Пролог Или Сон во сне Впоследствии Из пьесы Пролог Бег времени Седьмая книга А тоже стихотворение При непосылке Поэмы Бег времени Седьмая книга К юбилею Ахматовой Однако в газетах, Журналах и альманах Напечатано было немало Ее стихов. Смотрите Русские советские писатели Поэты Биобиблиографические Указатель Том 2 Москва Книга 1978 Страница 159-160 Примечание автора Снова она повторила мне С 22 июня по 25 я исчезну, 25 перееду в Комарова. Где же вы проведете эти дни? Предложены два места в Москве, Три в Ленинграде, Еще не решила. А знаете, Лидия Корневна, Какая радость? Надюшу, наконец, прописали Ушклопских. Я рада. Жить в Москве без прописки Дело опасное. Добился этого Гольцев, Человек из известий, По просьбе Анны Андреевны И с помощью Фриды, Которая обегала всех Именитых литераторов И раздобыла письма. Я рада. И Надежде Якольне легче, И у Анны Андреевны Камень с плеч. Ведь для нее, Для Ахматовой, Наденька, Живая память о великом поэте, Об их общих друзьях. Много и много их связывает, Даже постоянные ссоры. Мария Сергеевна, Между прочим, Сегодня, Во время разговоров о прописке, Я впервые отчетливо вспомнила, Что Осип Мандельштам Некогда был влюблен В Маруси Петровых. Конечно, я давно это знала, Цитировала же ей в укор Ты, Мария, Гибнущим подмога. Но сегодня вспомнила, Между помнить и вспомнить Други и так далее. Мария Сергеевна поднялась, Прощаясь, Я тоже. Анна Андреевна Обеих нас проводила до дверей И сказала вслед, Маруся, Прочтите Лидии Корневне стихи, Не спорьте, Я вам велю, Слышите? Мария Сергеевна не ответила. Мы вышли во двор. Благоухание, Зелень, Скамьи Сели на ближайшую скамью. Я не знала, Сталин ли она читать или нет. Мария Сергеевна Отчаянная курильщица И прежде всего закурила. Там, Возле Анны Андреевны, Вероятно, Воздерживалась. Сидели мы молча. Я не спрашивала, Будет ли выполнен приказ. Очень уж у моей спутницы Строгой профиль. Да, Нежный и строгой. Но, Докурив папиросу, Она сама начала читать. Я могу только наедине, Из души в душу, Пояснила она. Вот так и бывает. Живешь, Не живешь, А годы уходят, Друзья умирают, И вдруг убедишься, Что мир не похож На прежний, И сердце твое Догорает. Я еле удерживалась, Чтобы каждую минуту Не кивать головой. Да, Да, Все так, Все про меня. Только это вы написали, Мария Сергеевна, А почему-то не я. Мы, Чтобы не расставаться, Пошли до метро пешком. Я слушала, Я смотрела на этот Нежный и твердый профиль, Словно слышала И видела впервые. Но бьешься ни день И ни час, С твердыни круша, И значит, Таится же в нас Живая душа. То выхода ищет она, То прячется вглубь, Но чашу осушишь до дна, Лишь только при губь. Я все кивала, Кивала, А напоследок Она прочла такое О тюрьме, Что от оглушенности Я не запомнила ни слова. Нет, Две строки, И даже в смерти Нам откажут дети, И нам еще придется Быть в ответе. Привожу это стихотворение Марии Петровых целиком, Напечатано через много лет, Посмертно, В журнале «Знамя», 1989, Номер один. Есть очень много страшного На свете. Хотя бы сумасшедшие дома, Хотя бы искалеченные дети, Или в города забредшая чума, Или деревень пустые закрома, Но ужасы ты затмеваешь эти, Проклятие родины моей тюрьма. О, как ее росли, Крепли стены, В саду времен чудовищный побег, Какие жертвы призраку измены Ты приносить решался, человек. И нет стекла, Чтобы разрезать вены, Ни бритвы, Ни надежды на побег, Ни веры, Для того, Кто верит слепо, Упорствуя судьбе наперекор, Кто счастлив тем, Что за стенами склепа, Родной степной Колышется простор, Скупой водой, Сухой коркой хлеба, Он счастлив, Не убийца и не вор, Он верит ласточкам, Перечеркнувшим небо, Оправдывая ложный приговор. Конечно, страшны вопли Дикой боли, Из окон госпиталя День и ночь, Конечно, страшны Мертвецы на поле, Их с поля битвы Не уносят прочь, Но ты страшней, Безвинная неволя, Тебя, как смерть, Нет силы превозмочь. А нас еще ведь спросят, Как могли вы терпеть такое, Как молчать могли, Как смели немоты Удел счастливый Заранее похитить у земли, И даже в смерти Нам откажут дети. И нам еще придется быть в ответе. 1938-1942 Остальные стихотворения, Отрывочно запомненные мной В тот день Напечатаны при жизни Марии Сергеевны В 1966 году В сборнике Дальнее дерево Ереван Айястан Примечание автора 20 июля 64-го От Анны Андреевны Из Комарова Вестей нет. Хорошо, если это означает, Что весть о моей встрече С велосипедом Не настигла ее. Моя встреча с велосипедом Это происшествие В переделке Не второго июля, Окончившиеся для меня Трещины двух ребер И сотрясением мозга. В сумерках Я ступила с обочины На проезжую часть дороги, Не различив Из-за своей близорукости Летевшую прямо на меня С горки велосипедиста. После этой встречи Я пролежала в постели Около трех недель. Примечание автора А я все в постели, Правда, уже без бинтов И ненадолго встаю. О смерти Самуила Яковлевича Мне не говорили, Только недавно узнала я Об этом несчастье. На похоронах не была. Дня через два встану И поеду на кладбище. Маршак умер. Поверить трудно. Часть моей жизни, Редакция, Десятилетия над рукописями, Митя, Ночные и бестрамвайные Возвращение домой, Солнечное вещество, 1937-й. Смыл Яковлевич Маршак Скончался 4 июля 1964 года В возрасте 76 лет. Примечание автора Праздновался ли в Ленинграде Юбилей Анны Андреевны? Ко мне, пока я лежала, Мало кого пускали, Толком я и до сих пор Ничего не знаю. И по телефону не могла. Впоследствии на мой вопрос О юбилее Адмани ответил так. Насколько я могу вспомнить, В Ленинграде в июне 1964 года Юбилей Анны Андреевны Нигде и никак не отмечался. Союз в целом Его не отмечал наверняка. Секция переводчиков, Единственная, Которая тогда могла это сделать, Хотя я и не был тогда еще Ее председателем, В июне уже не функционировала, Все разъехались. Так что единственное, что было Уже в июле, Это посещение Прокофьевым и Чапуровым Будки с бутылкой шампанского И со всевозможными извинениями. Должно говориться, Что память у меня плохая, Но я дополнительно расспросил друзей Из письма ко мне Адмане Примечание актора Одно знаю, Анну Андреевну На Ленинградском вокзале Встречал Бродской. Три или даже четыре дня Он пробыл в Ленинграде В отпуске. Вот чудеса! В конце июня Бродской встречал Анну Андреевну На Ленинградском перроне. Точной датой приезда Ахматовой в Ленинград И стал быть ее встречи с Бродским Мне установить не удалось. Примечание актора. 29 июля 64-го На днях получила письмо От Анны Андреевны. Первое За все четверть века Нашего знакомства. Несколько строк Из Ташкентской больницы не в счет. Правда, они от руки, А это на машинке. 5 июля Дед выступал по радио В честь 75-летия Анны Ахматовой. Откликов посыпалось множество, И он поручил мне Отправить их Анне Андреевне. Я отправила. О количестве Откликов на свое выступление Корней Иванович 17 июля 64-го года Писал мне. Когда я говорил по радио Об Анне Андреевне, Я чувствовал, что говорю Скандально плохо, И мне было стыдно перед нею. И вдруг получаю Целый ворох писем, Образчики которых прилагаю. Примечание актора. С большим удовольствием Переписываю сюда ее послание. Такие добрые слова О работе над бегом. Подлинник из осторожности Буду держать на даче. Там у деда надежнее. Переписываю. Дорогая Лидия Корневна, Как это могло случиться, Что я ничего не знал О вашей болезни? Мне сказала о ней только Любочка, Прилетевшая на похороны Елены Михайловны Тагер. Может быть, до меня Не дошло какое-нибудь известие. У меня особенных новостей нет. Завтра приедет редактор Моего двухтомника Дикман, И возникнет первый разговор О тексте. Обе папки, Памятник вашего трудолюбия И вашей ангельской доброты ко мне, Всегда со мной, как вы велели. Я тоже получила ряд писем, Полных восторгов По поводу выступления Чуковского 5 июля. Авторы, их самые разные люди, Есть даже один рабочий Из Ярославля. Буду нетерпеливо ждать Известий о вашем здоровье. Очень беспокоюсь. То ли чувствует себя лучше И напишет вам сам. Передайте, пожалуйста, Мой привет Корнею Ивановичу И вашим общим друзьям. Всегда ваша Ахматова. 21 июля 1964 Комарова. Любочка, Любовь Давыдовна Большинцова, 1908-1983. О ней смотрите записки, Том 2. За сценой. Минна Исаевна Дикман, 1919-1989, Сотрудница Ленинградского отделения Издательства «Советский писатель», Официальный издательский Редактор «Бега времени». Примечание автора. Итак, новая работа над «Бегом» началась. Дикман. Интересно, что она любит, Что умеет, И какие получила инструкции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова